ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я слушаю. Скорость темнеет и пойдет дождь. Кто ты? Тот, кто заботится о твоем здоровье. Чего ты хочешь от меня? Ничего. Это я убил Веронику, а ты ее убил. Зачем ты следишь за мной? Беспокоюсь. Давай такси. Не стоит сидеть на мухе в Литве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот чего сидел, табуретку маслил? Павлик, говорю, она не придет. Он улыбается, сидит. Не побрезгуй за квартиру заплатить, очередь не выстою. Хороший парень, Павлик. Чего еще? Не пьет, улыбается. Яичко изжарить? Ларис, или опять с кофем в сухарике? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Непростой день. Да, что-то типа того. Ну, вроде как, курить здесь запретили. Точно, никак не привыкну. Давала себе слово больше не ходить по барам. Так что же ходите? Теперь жду, когда пиццы претят. Присоединяюсь. С удовольствием составлю вам компанию. Буду благодарна. Вот так в юности я от батисы папироской прятался. Хорошо. Скорую вызывайте! Скорую! Может быть, объяснишь, где ты пропадал несколько суток? Разговаривал с Богом. Каким образом? Избивая вуспор человека? Шагин, ко мне в кабинет. Немедленно. Один. Это документ. Фотографии, подписанной врачом травмпункта и приобщенной к заявлению в полицию потерпевшего Сорокина. Объяснение последует? Сразу же. Как только я их получу. Что ты получишь, Шагин? Ну, вы же сами только что сказали. Объяснение. Избил таксиста? Просто так? Леша, давай сделаем вид, что проехали. Ты проезжай, я тормознуюсь. Ты понимаешь, что он опасен? Он слетает с катушек, Женя! Шагин, ну как? Подожди. Что сказал Литвинов? Сказал уладить. Иначе от моих услуг это заведение откажется. Можно? Нельзя. И как ты собираешься улаживать? А ты думаешь, как? Убери! Убери! Мы всегда! Мы просто хотим разобраться. Без него с ним ничего, ни при каких. Расскажите, Шагин, отойди! Расскажите, что случилось? Я уже рассказывал. Этот принурок меня чуть не придушил. Хорошо, хоть ребята помогли, оттащили. Скажи, на кого ты работаешь? Во! Во! Опять! Шагин! Вы поверьте, мой коллега не хотел ничего криминального. У него просто сильно болит головой. А у меня? Что сейчас болит? Так думаешь? И тоже, между прочим, сильно. Ты прости, кто послал его? Шагин, уйди. Мы сами разберемся. Уйди. Простите, ради бога. Человек потерял память, не может найти своих близких. Все разум на него навалилось. Я вас очень прошу, заберите заявление. Я готова возместить вам все медицинские и моральные затраты. Странно, да? Вода есть, а стаканчиков нет. Ну почему же? Это нормальное явление. Вообще, в таких местах никогда не бывает стаканчиков. А может, оно и к лучшему? Потому что в этих кулерах никогда не меняют фильтры. И там возникают бактерии, которые, попадая в наш организм, способствуют. Ждете кого-то? Нет. Вы врач? Нет. Пациент? Тоже нет. Я сам не знаю, кто я. Сложно все. А как я вас хорошо понимаю. Реаниматолога, срочно! Я все уладила, таксист заберет заявление. Теперь можешь мне объяснить, что произошло? Со мной связался незнакомец. Это он присылал такси. Таксист может знать его. Стас, можешь пробить номер, с которого было вызвано такси Шагина? Идите. Сейчас спрошу. Шагина в котором? Пена. Идите. Вы кто? Немедленно выйдите отсюда. Наденьте маски, звоните. Кто вы? Нюра, вызывай охрану! Посторонние! Все в порядке. Шагин, какого черта ты делаешь? Здесь была женщина. Он умер. Вы родственница? Да, как раз я собирался взять полицию. Тот молодой человек... Он был со мной. Кажется, он был прав от отравления. Желудок почти не пострадал. Осадочно. Повреждены легкие сосуды, гортань и мозг. Кто-то догадался. Синие губы, пена. К тому же резко помутнели белки глаз. Начали лопать с капилляры. Плюс запах. Как предполагают криминалисты, он вдохнул яд вместе с дымом сигареты. Цианидом был пропитан фильтр, а может и табак. Кто он узнали? Павленко Степан Тимурович, 52-го года рождения, пенсионер. Надо искать ту женщину, с которой я разговаривал в больнице. По-моему, она нас ждала, когда подействует яд. А потом, когда убедилась, ушла. Можно тебя накоснуться? Отсканируй камеру наблюдения в больнице. Она должна была соседиться. Он не может с нами работать. Пока я решаю, кто с нами может работать, а кто нет. Женя, у него не все в порядке с головой. Ты можешь его контролировать? Уверена? Я не говорю, что с ним нет проблем. Просто Шагину нужна помощь. Да, и лучшая помощь для него, это приковать его немедленно к батарее. А потом осторожно перевезти в психушку. Дож, хватит. Фото не самого лучшего качества, но для работы сойдет. По машинам. Куда? До начала в бар, откуда скорая забрала старика. Поедешь в моей машине. Да заходил он, заходил. Сколько раз можно повторять? Постоянно заходил. Ну, пожалуйста, успокойтесь. Легко вам говорить. А вы бы попробовали наливать не след человеку, а потом увидеть, как он здесь в корчах, на этом полу. Короче, вы мне домой за вещами завезете? Или сразу? В смысле? Ну, он же отравлен. Вы ведь за мной явились. Вы нам про него лучше что-нибудь расскажите. Да что, про него рассказать? Заходил ко мне почти каждый день. Дозу свою знал отменно. Каждый день? Дозу? У вас же не дешевое заведение. Да ему пофигу было. У него сынок фирму ведет строительную. Старик Тимурыч, как сыр, в масле катался. Вот, собственно, и все. Что еще рассказать? А вот про эту дамочку? Про эту еще меньше. Она сегодня вроде зашла в первый раз. Отсела к Тимурычу. Побудели, похихикали. И вышли. Вместе. В смысле ушли? Нет, в смысле перекурить вышли. Здесь запрещено. А я законы соблюдаю. Той штуку, которую отравили, думаю, в аптеке не купишь. Гидрометаллургия, электрохимия, ювелирка. До недавних пор еще и фотографии. Вот область, в которых применяется и анит. Убийцу нужно искать в этих областях. Так просто. Перевернуть полмира. Подождите, 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 руку, руку, руку. Стой. Это то, что мы искали? Да. Но он нашел его первого. Мои соболезнования. Да я что? Вот Артемка, он переживать будет. Артемка это ваш сын? Да. Сильно он к деду привязан. Ну, в смысле, был. Трубку не берет. Может быть, раньше узнал. У вашего отца были враги? Ну, разве что на тайнисе с кем-нибудь поспорят. Ну, какие враги у пенсионера? А у вас? А мои враги все скалькулированы. И вот в эту ведомость занесены. Мониторю постоянно, разруливаю. В нашем бизнесе без этого никак. Скажите, а вам знакома эта женщина? Первый раз вижу. А что? Она может быть причастна к смерти вашего отца. А у вас с сыном какие-то проблемы? У меня одна фотография вместе с вами. Только с дедом. А как это относится к делу-то? Я думаю, нам пора. До свидания. До свидания. Что я такого сказал? Не, обязательно каждый раз слуг говори все, что думаешь. У человека отец умер. Причем его сын? Или ты считаешь, что это он его отравил? Я говорю то, что вижу. Обычно тебе это нравится. Нет, нет, нет. Мое. Ребята, вы действительно думаете, что я опасен? Ты ночью разговаривал с каким-то высшим существом в поле, которое потом дало тебе указание, и ты вызвал такси. Ну, в твоем ироничном разложении это действительно выглядит нелепо. Стас пробил номер, с которого звонили, и это был твой номер, Шагин. Это ты вызвал. Нет, этого не может быть. Значит, кто-то якобы звонил с моего номера. Ну, такое возможно. Конечно. Нет, ну правда. Павленкова аппарата. Кто это? Ты знаешь, кто? Не ожидал? Послушай, ты знаешь, мне жалко твоего отца. Он мне понравился. Ты там как, переживаешь? Что? Что тебе нужно, тварь? Что? Да мне ничего не надо. Тебе надо пойти к почтовому ящику. Что в нем? Открывай, не бойся. Конверт без сюрприза. Ты мне еще живой нужен. Что это? Послушай, можешь тебе дать время на размышления? У тебя его немного. Ну, пока ты ждешь сына к ужину. Кстати, он не придет. Артем? Мой Артем, что с ним? А с ним пока ничего. И, наверное, с ним ничего не случится, если ты возьмешь конверт, отправишься в полицию и... И что? Ну и расскажешь, наконец, все, что они и так давно должны знать. Черт! Испугал меня. Извини. Чего ты так долго? Я испытывал твое терпение. А по правде? А по правде у меня были какие-то дела и делишки. Но я думала о тебе. И все время. А ты? А я в братце. Ну, сейчас, наверное, урвет и мечет. То есть ты хочешь уехать домой? Нет. Пусть помучатся. А знаешь, что я хочу сейчас? Я хочу пригласить тебя в кафе и угостить ужином. А в кафе я не пойду. Так, у меня денег хватит. Ну, при чем тут твои деньги? Там сидят в этих кафе разные прекрасные молодые девицы, которые будут на тебя пяриться. Слушай, ну я серьезно хочу есть. Ну, я принесла еду. Да? И много? Ты чего примчался? Позже нормально все. Тебе плохо? Нет, наверное, рыба какая-то не свежая была. Давай. Спасибо. Ты совсем не похож на своего отца. Ты его знаешь? Ну, ты ругаешься с ним все время по телефону. Я сделала вывод. Ты знаешь, вообще-нибудь я там больше люблю. Вот такой вот мировой человек, да. Кстати, надо вас познакомить. О, да. Ну, конечно. Это будет, я считаю, отличная встреча. Здравствуйте, мировой дедушка. Это девушка вашего внука. Немножко просто постарше лет на 20, а так все. Подожди, ты его не знаешь. Понимаешь, он и без предрассудов. Знаешь, что я сейчас делаю? Сейчас пойду позвоню ему. Ты сейчас позвонишь дедушке? Да. Ну, мы же решили вообще-то отца позолить, а где-то чего на авто искать мне пойдет? Тем, поздно вообще-то. Слушай, просто он по ночам не спит. Сейчас пойду, забьем встречу на завтра. Ну что? Не берет. Ну, спит уже дедушка, наверное. Не надо его беспокоить. Давай тоже будем спать. Ладно? Пожалуйста. Пошли. Давай. Давай. Поскольку мы ищем женщину, то пошли по малому кругу. Запросов по ювелирным мастерским. Не вижу связи, но... Да ты не видишь связи, она есть. Один парень узнал свою знакомую. Ларису Долгих. 75-го года рождения. Сотрудницу информационного центра. Подожди. Стас! Слушай, а ты не знаешь, зачем Стас искал информацию по оружию? У каждого своя порнушка. Идем? Давай, пока. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Это ваши. Приятного аппетита. Спасибо. Откуда ты узнал, куда мы едем? А что это? Секретная операция? Удала что-нибудь найти? В связи с Ларисой со Стрипом. Вот этого. Достаточно? Она беременна? А что тебя удивляет? Его возраст? 15-летняя Дездамона влюбилась в 50-летнего старика. Давайте пить чай. Спасибо большое, но мы на работе. Да. Скажите, вы знаете этого человека? Глаза не видала. А Лариса с кем-нибудь встречается? Куда там? Она, видимо, считает, что у нее еще вся жизнь впереди. Но у меня-то ее точно нет. А я на внуков надеюсь. Простите, пожалуйста. Алло. Алло, мама. Мам, привет. У тебя все в порядке? Ларочка, где ты? Тебя ищут. Что случилось, дочка? Мамуль, не волнуйся. У меня все хорошо. Все хорошо, не переживай. Стас, подозреваемый звонит на городской номер. Можешь засечь, где она сейчас? Моя дочь хочет поговорить с вами. Со мной? Да. На кромку. Да. В больнице я подумала, ты врач, атака, астемент. А ты беременна? Хотя это не вопрос. Я нашел твой положительный тест. Поздравляю. Ну, раз ты все так хорошо обо мне знаешь, давай поговорим о тебе. Та симпатичная, которая рядом была, она твоя девушка, или вы просто трахаетесь? Просто сотрудница. Стас, скорее. Просто сотрудники на сотрудников так не смотрят. Поверь мне, я в этом разбираюсь. Ошибаешься. Да нет, милая, ты ошибаешься. Знаешь в чем? В том, что думаешь, что она так на тебя будет вечно смотреть. А жизнь переменчивая, и все может очень быстро оборваться. Звонок с улицы Ясневой, 15. Собачья площадка напротив дома. Да как ее зовут? Что ты делаешь? Ясневой, 15. У собачьей площадки. Ясно. Стас, я ее потерял. Я тоже. Она пропала. Она выкинула батарейку, чтобы вы ее не отследили. Черт. Судя по вот этому тесту, ваша дочь беременна. Кто-то у нее все-таки был. Надо же. А говорила, что после Максима ни с кем ни-ни. Что за Максим? А вот та самая настоящая любовь. Расстались. Почему, не знаю. Уж как я не пытала Лариску. Давно? Почему? Уж лет 20 назад. Лариска упрямится. Даже говорить о нем запретила. Да, Леша. Она ушла. Поняла. Скоро выйдем. А вы говорили, что можете составить список фамилий подруг, к которым могла пойти Лариса. Могу. Хотя он не великий будет. Правда, адресов-то. Ну, ничего. Имя, имя, фамилия подойдут. Спасибо большое. Ты думала о том, что она сказала по телефону? Никакого особого взгляда у меня не было. Да я не об этом. Она говорила о потере. Ты заметил? И самое живое, эмоциональное в ее словах было об утрате. Интересно, зачем Лариса оставила этот тест в своей комнате? Она не похожа на тех мамашек, что хранят тесты и размещают результаты УЗИ в Инстаграм. Просто потеряла. У нее особого порядка в комнате не было, просто сунула и забыла. Забыла. А что ты на это скажешь? Интересно. Сможем найти экземплярчик? Я думаю, это не смогу. Шагин. Что? Она ведь тебе нравится? Расскажи честно. Будь осторожен. Возможно, она убийца. Это не медицинский диагноз. И убийца не убивает всех подряд. Кроме того, иногда убийство бывает оправдано. Убийство всегда убийство. Можно говорить о мотивах, но не об оправдании. Извините, но больше никого не могла вспомнить. И это сойдет. Все равно спасибо большое. Моя дочь хороший человек. Она не могла бы сделать ничего плохого. Если она попала в беду, вы поможете ей? От ливня часть почвы на железнодорожной полосе отчуждения осползло. Вызвали шпала подбойщиков. Они трупы обнаружили. И сколько он там лежит? Криминалисты говорят, мужик там пролежал долго, около 10 лет. Позже скажут точно. А причина смерти выезд? Выстрел в голову. А когда Лариса со своим любимым рассталась, как его? С Максом? Да. Ее мама сказала лет 20 назад. Здравствуйте еще раз. Да, спасибо, спасибо, что узнали. Простите, а вы не помните фамилию Максима, который был с Ларисой? Колесников. Спасибо большое. Нет, новостей пока нет. Вот. Максим Колесников числится пропавшим без вести с 97-го года. Надо запросить материал из архива. Да. Большая любовь, дело может быть в ней. А что она от вас хочет? Кто? Что вам от меня надо? Я буду... Жалуйтесь. Набрать номер моего начальства. А пока я буду набирать, скажите, что она от вас хочет. Чтоб вы признались в убийстве? Послушайте, убили моего отца. Какая-то сумасшедшая угрожает убить моего сына. А вы обвиняете меня? Угрожает. Она с вами связывалась, звонила. Сказала, что мой сын у нее и она... Когда он появлялся дома в последний раз? Почти сутки. Нет, больше. Какая-то нестыковочка получается. Сын-то ваш вроде Артемка. Спортивный парень. Неужели не может справиться с женщиной? Ну, а если она вооружена? А вы? Вооружены? У вас есть оружие? Нет. Нет? Послушайте, господин Петербеш, если вы будете продолжать врать, я не смогу вам помочь. Да я не вру. Ну, я действительно не знаю эту мадам Ку-ку. А уж тем более не знаю про этого убитого парня. Ну, знаете, что он парень? Хотя в статье-то об этом, смотри-ка, ни слова. Вы косям определили. Я думал. Но мне показалось... Может, пора признаться? В чем? До свидания. Подождите. Подождите, а как же я? Ну, а как мой сын? Да. Ну, привет, как дела? Как ты узнала мой номер? Я работаю в информационном центре. У меня есть доступ к базе данных. Как у Артема дела? Он сейчас рядом? Нормально. Пока. Почему ты не отравил его? Это была бы достойная месть. А за что? За убийство. За убийство. Ты же мстишь за убийство на переезде. Разве не так? И мне ты позвонила, чтобы я тебе помог. Расскажи мне, как все произошло. Я найду доказательства. Тимур будет наказан. Обещаю. Ну, в общем, так. Мы работали втроем. Я, Макс и Тимур купили у гастролеров наводку. Один весовой перевозил в поезде сумку с огромным количеством денег. Тогда так было проще, ну, как бы без охраны на дурика проскочить. Я и Тимур сели на хвост, изображали в поезде влюбленную пару. У Макса была машина, поэтому он ждал. И когда Карась заснул, я вытащила сумку, Тимур выбросил ее в окно, Максим подобрал и уехал. Ловко. Да, менты нас кололи и всех пассажиров кололи целые сутки. Я устала рыдать и целоваться с Тимуром. Отпустили? Они о чем было предъявить. Ну, а потом Макс не явился в условленное место. Ни через день, ни через неделю. Тимур убедил тебя, что Макс вас кинул? Ты все эти годы думала, что любимый человек тебя предал? У Тимура был наградной пистолет отцовский. Я думаю, что... Что он и Макса. Ты же понимаешь, скроется убийство, придется рассказать и про ограбление. Или ты надеешься на поблажку по беременности? Да я не беременная. Сделал аборт? Зачем старика убил? А ты знаешь, откровенно говоря, мне деда жалко. Он мне понравился. Так зачем? Потому что Тимур должен мучиться точно так же, как я все эти годы. Послушай, Артем, подождите. Ты у него деда? Артем, я... Подождите, я сейчас все объясню. Подождите. Подождите. Подождите, я тебе вернусь. Подождите сюда. Ну что, пули из наградного ТТ с маркировкой К. Таких мало найти легко. Кстати, Жень, пришел факт из лаборатории. Подтверждено, что останки из железнодорожной насыпи принадлежат пропавшему Максиму Колесникову. Угу. Ты где был? Вот, гонялся за несвежей прессой. А вы выяснили, что останки принадлежат некому Максиму Колесникову. Я знаю. Тогда у меня сразу возникает масса вопросов к Тимуру Павленко. Да, я уже их задал. Ничего нового он тебе не расскажет. Его сын находится в заложниках у Ларисы. Она ему звонила и урожала. Ты поехал к Тимуру и ничего мне не сказал? Ты два месяца назад сняла с меня на наручники. Я думал, я свободен. Шагин, мы команда. Значит так, сын Павленко в опасности. Да и сам он тоже. Неизвестно, что задумал, а это сумасшедшее. Мы просто обязаны предоставить ему охрану. Стоп. Стоп. Это же элементарная двухходовка. Ларисе нужно признание Тимура в старом убийстве. Но и нам оно тоже нужно. Если поставим охрану, Тимур никогда не признается. Что происходит? На вас жалоба. Мне только что дозвонился некто Павленко. Вы отказали ему в защите? Сергей Сергеевич, мы сейчас решаем вопрос о предоставлении охраны для Павленко. Только сейчас? Только решаете? Шагин, вы отстраняетесь от дела. Пичугина выговор. И пошлите уже охрану человеку. Леонид. Тимур, день добрый. Я к вам сейчас приеду. У меня большая просьба. Никому, кроме меня, дверь не открывайте. Хорошо? Двадцать лет назад Лариса, Тимур и Максим Колесников пограбили человека. Лариса считала, что любовь всей ее жизни Максим кинула их и удалась деньгами. И вот только сейчас из газеты она поняла, что это Тимур их обоих подставил. Скуда ты об этом узнал? Стоп, ты опять с ней разговаривал? Я опять мне ничего не сказал? Сейчас говорю. Ты должен был мне сказать об этом звонке в первую очередь. Мы же могли его проследить. А сейчас, если это Лариса убьет Павленко-младшего, это будет на твоей совести. Нет, не думаю, что она причинит вере от парня. Если бы она этого хотела, она бы это сделала. Знаешь, Шагин, в последнее время я вообще не знаю, чего тебя ждать. Не знаю настолько, что начинаю бояться. Стас, надо проверить один звонок на телефон Шагина. Нет, больше никого не избил, но ему звонила подозреваемая, а он с ней о жизни разговаривал. Да, Стасик, я слушаю. Телефон, про который ты спрашивала, принадлежит Артему Павленко. Он активирован. Сигнал идет из ближайшего преграда. Опа. И ты хочешь сказать, что парень до сих пор в безопасности? Я сейчас позвоню. Лариса. Лариса, вы меня слышите? Алло. Вы хотели знать моим имя? Меня зовут Женя Печунина. Если вам есть что рассказать, то отпустите парня и давайте поговорим. Мы нашли пулю, у которой был убит Максим. Нам осталось найти оружие или образец пули из него. Если Тимур виновен, то суд вынесет приговор, а он сядет. Но все это возможно, только при условии, что вы отпускаете Артема. У меня на все это нет времени. У вас есть один час, потом он умрет. У меня нет времени. Что она имела в виду? Да какая разница, что имела в виду эта чокнутая? Леша. Слушаю. Ты сейчас ближе всех. Мы знаем, где Лариса удерживает Артема. Скидывай адрес. Литвинов тебя отстранил. Забыл? Стой. Здесь что-то не так. Зачем Лариса прислала фото мне, а не Тимуру? Зачем с тобой разговаривала, если знаешь, что ей звонок может быть ослежен и за ней быстро приедут? И что? Это игра. Я на что-то задумывал. Ну ты погадай, что. У тебя теперь есть свободное время. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Привет. Держи. Привет. Не люблю, когда меня используют. Как ты меня нашел? А я знал, что ты придешь к Павлинке. Это кафе самое лучшее место для того, чтобы наблюдать за его домом. Несложно догадаться, да? Токсикоз? Я не беременна, сказал. А какой же тест? Черт. Важный положительный результат, который бывает при опухоли. Встречалась с одним. Думала, залетела. Ты точно не доктор. Вот почему ты говорила, что у тебя мало времени? Сколько осталось? Достаточно, чтобы по-быстрому отомстить одному блюду. Ну так вот собираешься бездарно потратить это время, оставшееся? Та сигарета была для меня. Я не хотела сидеть и ждать, когда все это со мной произойдет. Тимур, он не только тогда Макса убил, понимаешь? Он меня тоже убил. Я... Я все эти годы, как будто бы... Как будто бы вообще не существовала. Идя в Дубай. Оттянись там по полной. В какой-нибудь шестивёздочном отеле. А что, всякое интересное. И за счет платить не придется, видишь. Помогите! Помогите, пожалуйста! Ребята, нет! Да не меня ее держите, идиота! Кто там? Проверка водощетчиков. Не сейчас, уходите. Я же сказал, проваль! Привет! Ну, неплохо так устроился, я смотрю. Ну, я смотрю, ты так как-то... Удачно распорядился нашими деньгами. Хотя, слушай, я всегда знала, что ты умеешь вести бизнес. Я дам тебе долю. Прямо сейчас. Инфляцию учтешь. Ты не поняла. Я дам тебе треть от всего, что я сейчас имею. Это громадные деньги. Справедливые. Ты мне сейчас расскажи про справедливость. Покуришь? Бросим. Не курю. Хочешь умереть здорово? Тогда, 20 лет назад, дело было вовсе не в деньгах. Тебе. Ты мне нравилась. А для тебя существовал только Макс. Я ведь тогда тебе замуж предлагал за меня выйти. Замуж за тебя? Смешно. Как ты ответила я в прошлый раз? Ты рассмеялась. Так о чем ты хотела со мной поговорить? Прошу прощения. Дамочка закричала. А у нас работа какая? Защищать клиентов. Вот и вышло. Полодцы. Су минуты. Ладно, работайте. Вот этим пистолетом ты Макса убил? Конечно. А ты такая же наивная идиотка, каким был твой дружок. Никакого чувства самосохранения. Я предложил ему встретиться пораньше. Он подъехал, я его шлепнул и забрал деньги. Менты нашли пулю, которой его убили. Так что теперь им будет легко свести одну с другим. А ты отчаянная. Мне всегда в тебе это нравилось. Мы должны были быть вместе. Я не понимаю, что ты нашла в этом Максе, а? Я защищался. Помогите. Вызовите скорую. Извини, у меня другие планы. Дернешься, следующая пуля твоя спокойно. Потерпи. Потерпи. Потерпи я сейчас. Ты сразу понравился. Что? Ты мне сразу понравился. Хоть иду-то. Молчи. Молчи. Ничего не говори. Кто? Кто? А тут прозец пули? Подружка твоя сказала, что нужен прозец пули. Он здесь. Посади его. Я сделала все, что хотела. Артема Павленка освободили. А Тимур? Пока не нашли, но обязательно найдем. Я обещал, что мы его посадим. Мы посадим. Теперь у нас есть для этого доказательства. Я знаю. Если ты хочешь услышать от меня, что ты прав, вот, пожалуйста. Только этого вообще бы не случилось, если бы мы вовремя дали для Павленка охрану. Тогда бы мы не смогли доказать его вину. И подумал дальше. Жил бы припеваючи. Мне нечего себе на это сказать. Ларисе оставалось совсем немного. У нее была терминальная стадия, она не лечилась. Месть Тимура стала единственной целью ее жизни. Она хотела лишить Павленка дорогих ему людей. Но мальчишку, слава богу, не убила, потому что привязалась. Привязалась. Смешное слово. Хочешь, отвезу тебя домой? Нет, я пройдусь. Павленкин Хочешь уйти ? П一直ise Тебе понравилось общаться? Сегодня у меня на руках умерла женщина. Я не смог ее спасти. Ты что, исповедуешься? Ладно, извини. Столько смертей. Крамер, Вероника, Зоя. Ее смерти никто не хотел. Но девочка наследила. И рано или поздно попалась бы. Я хотел только, чтобы когда ты ее поймаешь, ты бы огнелся к ней с пониманием. Почему это место так важно? С чего ты взял? Что оно важно? Это место вообще ничего не значит. А цифры? Цифры нам расслышать. Какие цифры? Да. Ты, кажется, и вправду выяснил, что я Бог. Выбрались уже. А вы как хотели? Я же говорил, что у меня большие связи. Хочешь жить, умею вертеться. Ну, рано или поздно, вы довертитесь. Я знал, что рано или поздно вы ко мне придете. Вы все еще хотите посадить Шагина? Он искал информацию на это оружие. Оно засветилось. При ограблении ювелирки этой вещной пропало. Я нашел парня, который участвовал в ограблении. Он сознался, что толкнул ствол одному торгашу оружием. Тот скинул его дальше. Берета 92. Калибр 9 миллиметров. Как раз такой, как в машине пропавшей Вероники Лариной. Шагин знает гораздо больше. Я хочу знать, что он скрывает. Вы же хотели объединить усилия. Я готов. Это не может быть. Стас. Привет. Тут у нас барбекю-патия. Не хочешь присоединиться? А мне не до пикников. У меня машину угнали. Может, ауккуировали? Соседние все стоят. Это вообще-то парковка. Я никогда не нарушаю. Сейчас заявлю об угоне. Насчет барбекю. Я вообще-то имел в виду дело. Жду адрес. Стоп. 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 Звонят. Звонят. Да. Да. Чего? Слушай, что ты такой тупой, а? Ну, я же тебе сказал это сделать. Значит, надо сделать. Мое. Иди и делай. Поле, сейчас погоди. Поле. Поле. Поле, иди сюда. Не понял. Где собака? Говорим. Ты что, тупой, что-то... Беретта 92-я. Тебе парень не скинул. После ограбления ювелирки. Соображай давай, кому слело оружие. Слышь, братан, а я тебя вспомнил, походу. Ты же сам у меня ее взял. Я тебя предупреждал, что она засвечена. Я купил. Давно? Весной, по-моему. Не помню. Зачем сказал? По птичкам пострелять. Мне вообще пофигу. Где собака? В машине. Поле! Стасик, хватит валяться. Так, погода хорошая. Где все? Да кто где? Ребята прочесывают лес. Нашли номера в 100 метрах отсюда. На них должны быть пальчики. Зачем так пахнет? Пойдем, покажу. А я тебе говорил, в багажнике труб, зажаренный до состояния well well done. Так, жгли недавно, возможно, ночью. Трасса далеко, так что свидетели вряд ли найдутся. А где Телегин? Где Шагин? Ты им звонил? Я скинул смс, но пока тишина. Сегодня же выходной. Выходной? Ты номера пробил? Регистрационный номер 275 ЕУН. Счастливый обладатель автомобиля Щеглов Виктор Михайлович. 81-го года рождения. Кстати, машина находится сегодняшней ночью в угоне. Ну что, день угонщика? Стас, маньки. Дырка в черепе. У нас огнестрелы. И пальцы не сильно обгорели. Попробуй снять отпечатки. В чем проблема? Не появи меня неправильно, просто этот кусок мяса надолго сделает меня вегетарианцем. А это не твоя машина? Моя. А вот и я. Всем доброе утро. Что у нас тут, а? Шагин, не хочешь мне ничего объяснить? Мне просто надо было кое-куда съездить. Просто? Это моя машина. Вряд ли тебе понравилось, если бы я разбудил тебя ночью. Спасибо за заботу. Наконец-то освоил взлом? Можно сказать и так. Ну, теперь за тебя не беспокойся. Сможешь прокормиться угоном, когда тебя выгинут из бюро. Что за срочное дело среди ночи? Ну, на машине можно прокормиться и извозом. Только одно маленькое, но у тебя нет прав. Мы же все-таки копы. Можно и без прав. Ладно. Был неправ. Готов загладить свою вину. Хватит. Держи. Ну вот. Явилась наша солнышко, озарена всех своими догадками. Где ты был? На свидании был. Ты? С кем? А как же я насчет права личного пространства? Это угоняешь в мою машину? Это мое пространство. Я, конечно, не хочу вмешиваться, но как насчет моего озарения? Судя по отпечаткам пальцев, жареный чувак, Эйбаженко, Анатолий, 79-го года рождения. Ранее задерживался за мелкие мошенничества с кредитами. И какая между ними связь? Пока никакой. Вы на колку его видели? Такое набивает на зоне за убийство, а не за мошенничество. За убийство Эйбаженко не сидел. Есть еще конфетка? О, конечно, держи. Угнали тачку и мчались с превышением. А там каждые метров 200 регистраторы скорости. Да, парни не прячутся. Какой-то вызов? Или обкурились, угнали тачку покататься, подлить копов, а потом бросили. У них в багажнике сожженный труп. Ну, гоняя могли не знать, что там внутри. А когда обнаружили, сожгли. Молодец, Серегин, правильно мыслишь. Ладно, Стас, найди этих парней, а я пойду поговорю с владельцем машины. Может, что-то видел. Заявление от вас поступило в третьем часу ночи. Вы были дома? Да. Я спал. Я машину обычно в гараж ставлю. А тут у шефа с утра встреча. Поэтому думаю, ну, что поставлю возле подъезда. Ночью просыпаюсь, а то, что сигнализация во все орет. Выглядываю, а машины нет. Посмотрите, пожалуйста, вот на этих ребят. Никого из них не знаете? Не-а, Тони. Но мы пока опознали только одного, который за рулем. Федор Стрельцов неоднократно задерживался за мелкие хулиганства. Ни о чем не говорит. Федор Стрельцов? Нет. Не знаю такого. Понятно. Подождите, пожалуйста. Нужно задержать его и обыскать квартиру. Утрубляйте Пушку. Уберите Шагину постановление и идут к нему. Чего Шагину, почему не дай? Ну, кто-то же должен пообщаться с родственниками погибшего. Звонки Ебаженко за последние сутки. Что? Всего два? Ну да. Причем оба на один и тот же номер. Ебаженко Ольга Викторовна. Жена, походу. Слушай, Шагин, ты у нас умный. Вот скажи, пожалуйста, что дарят девушкам на первом свидании? Что дарят? Цветы. Коробку конфет. Клюшевый мишка. По статистике запросов, это самые популярные подарки. Ну, а если не так банально? Это как-то относится к делу? Окей, Шагин. Это вопрос из-за разряда неформального общения. Понимаешь? Я тебя спрашиваю как человека, как мужика. У Гугла у меня тоже есть. Просто ее выписывают сегодня. Так бы и сказал. Кого? Катю. Это девушка, которую я спас. А, поздравляю. Вадим, пода. В общем, я себя чувствую по-идиотски, потому что это даже не свидание получается. Я ее просто встречаю. И совершенно не знаю, что ей подарить. Голову сломал. Ты имеешь в виду на выписку? Да. Ты можешь связаться с ее лечащим врачом. Сделать ей сюрприз. Ей может понадобиться эластичный бинт. Трубочек для ходьбы. Потом, возможно, пластмассовый... Шагин, ну... Это не романтично. Да? Да. А что ей нравится? Не знаю. Ты хочешь сказать, что ты не взломал ее аккаунт до сих пор? Ее почту? Не знаешь про всех ее друзей, про всех ее бывших? Все это я сделал в первую очередь. Ну и? Ну, ей нравятся котята, венец и кактусы. Так. И? На кассету у меня аллергия. Венец ее просто не потяну. Остается... Что? Кактусы. Анализ. Великолич. Спасибо. О, Леха, ты куда? Дело есть. Пошарить в квартире вагилы. Женя, в разговоре есть? Что такое? Она еще Шагина. Ты серьезная. Я смотрю, Шагин уже стал смыслом твоей жизни. Жень. Толик четыре года на заработках был. Ну, на этой... На нефтевышке в море. У них даже мобильной связи там не было. Ну, правда, деньги он мне отправлял каждый месяц. А что за история была с кредитами? Да он их на подложные паспорта оформлял, потом деньги не выплачивал. Я идиотка, не понимала, что он вытворяет. Ну, мы денег назанимали, в долгах были по уши. Я хотела разводиться. А тут у него с этой нефтевышкой вышло. То есть сейчас он никому не должен? Нет, все отработал. Звонил, что едет домой, и с тех пор тишина. Откуда звонил? С вокзала. Сказал, что много денег везет. Что он опять натворил? Вы его нашли? Мне очень жаль, но ваш муж мертв. Может быть, стоит кому-то позвонить? Вам сейчас не нужно оставаться одной. Как? Его убили. Мы этим сейчас занимаемся. Если вы говорите, что он вез большие деньги, мы будем рассматривать версию ограбления. Извините. Алло. Странно. Если Боженко звонил с вокзала, значит, он должен был приехать на поезде. Но в ближайшие часы к звонку подходящих маршрутов нет. Можешь посмотреть, на каком поезде он приехал? Ага. Момент. Пассажира с таким именем не зарегистрировано. А он точно звонил с вокзала? Вообще-то нет. Так. Ярославская область. А что он там делал? А ну-ка. Стоп-стоп. Назад. Это что? Колония общего режима. Колония? Интересно. Колония. Да, конечно, я его знаю. Отбывал срок у нас. Вчера освобожден по УДО. За хорошее поведение. А за что он сидел? Сейчас. Убийство? Можно? Пожалуйста. Панкратов. Панкратов. Ну да, Панкратов. Николай Семенович. Что-то не так? Панкратов и Боженко. О! А похожи? Получается, один сидел за другого? Жена и Боженко регулярно получала средства. Скорее всего, за это. Ага. А после отсидки он стал не нужен. Его убрали. Много знал. Мог шантажировать или сдать. Стас, ты можешь выяснить, откуда переводили деньги жене и Боженко? Конечно, могу. Да? Слушай, ну пушки я не нашел. Мог от нее избавиться? Леш, концепция изменилась. Да. И Боженко отсидел за другого чувака. За какого? Никита Панкратов Николай Семенович. Подожди. Подожди. Панкратов? Да. А что такое? Ну а то, что Щеглов, который сидит у тебя в допросной, это водила Панкратова? Только не Николая, а Семена. Наверное, отца. Почему вы мне не сказали, на кого именно вы работаете? Это что, так важно? Ваш босс, отец Николая Панкратова, четыре года назад осужденного за убийство. И что? Вчера из колонии вышел человек, сидевший за сына Панкратова. И как кстати, его тело найдено в вашей машине. Послушайте, я просто водитель. У меня угнали машину. Я пришел и заявил об этом. Какие могут быть ко мне вопросы? Надеюсь, у вас найдутся свидетели того, что вы всю ночь провели дома. Иначе вы теперь подозреваемый номер один. Какой подозреваемый? Это вы вообще не имеете права меня обвинять. Я хочу позвонить своему адвокату. Ничего я вам. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Я передаю дело службе внутренних расследований. Ну, почему? Подмена заключенных невозможна без подкупа. А значит, это их территория. То есть, мы теперь не удел? Они ищут продажных сотрудников. Ваша задача теперь найти угонщиков. Они свидетелей, многое знают, а значит... Их могут убрать, как и Боженко. Ну, правильно соображаешь. Найдите их раньше, чем их найдет убийца. Сергей Сергеевич. Что еще? Я, кажется, сдала одного парня. Что ты сделала? Ты... Как так? Я назвала одно имя. Щеклов-то это проходил, как свидетель. Он не был подозреваемым. Ты че, бина? Найдите этих ребят, ясно? Ясно. Времени в обрез. Ясно. А мне нужны еще трубы. Ясно. Феди нету. Я ему звонила, но телефон недоступен. А когда вы видели сына в последний раз? Я вчера его видела. Он пошел к другу ночевать. К Игорьку. Они не разлей вода, друзья всегда везде вместе. А потом он утром позвонил мне. Сказал, что идет домой. Я завтрак приготовила. Его до сих пор нет, телефон не отвечает. А, адрес какой? Где живет Игорь? Где-то на Коломенской. Сивуш, фамилия его. Сивуш. Стас, нужен адрес. Игорь Сивуш. А что-то случилось? Они что, натворили что-то? Вы поймите, у меня Федичка без отца растет. Он просто сейчас неуправляемый. А у меня давление и... Один он у меня. Я все время думаю, вот если бы у меня была дочка, я... Послушайте, ребята в опасности. Их надо найти во что бы то ни стало. Вы, пожалуйста, продолжайте звонить. Хорошо. Хорошо, Анна Леонидовна? Угу. И если дозвонитесь, если кто-то будет спрашивать Федора, сразу звоните мне. Ой, мужчина приходил. Он сказал, что он из сотовой компании, и что у них акция. И что Федичка выиграл ноутбук. Так, он вам его отдал? Нет. Он сказал, что нужно лично. Нужна подпись получателя. Вы сказали, где ваш сын? Мы опоздали. Ну, хоть кто-нибудь. Да помощь! А-а-а! Мы тут! Помогите! Ну, что ты орешься? Ну, никто не слышит. Так а ты поори, помоги. Может, кто-нибудь услышит. А-а-а! Точно вот прибьют. Да что ты все заладил? Прибьют-привьют. Надо было бы им нас кончить, они бы на хате это сделали без проблем. Ах, мы им нужны живые, невредимые. Ты подумай, да? Да что ты подумай, говорю, а тебе тачку-то не трогай. Блин, Федя. Да фига вот. Как всегда. Не, ну а что ты мил тогда? Мне скучно, мне скучно. А? А, зараза, пошла отсюда. А чего тебе кровь из носа до сих пор сейчас? Ну, черт, у вас, плохая. Я вот сейчас с тебя шелик упал, башку разбил, так я из этой фигни вот в реанимацию гадил. А-а-а. А, черт. Тут же не сдохнем. Ну ладно. Я тебя сюда впутал, я тебя отсюда не выпутаю. Лисы, все путем будет. Семен Олевич, к вам тут пришли, пригласить? Танюш, чайку нам. Чем могу? Меня интересует ваш сын, Панкратов Николай Семенович. Семенович, где вы сейчас находитесь? Понятия не имею. Он ведь достаточно взрослый, чтобы не докладывать отцу, где он и с кем. Четыре года назад на дороге два мужика не уступили друг другу. У одного оказалось битого, у другого вашего сына. Оказалось, пушка у парня избитой не было никаких шансов. Но Николай садиться не хотел, поэтому наняли парня для отсидки. Так ведь? А когда парень вышел, он просто никому стал не нужен, его убрали. Очень интересно. Да, и все это время вы помогали своему сыну скрываться, я думаю, даже посодействовали пропаже парня. Откуда же такие мысли? Кого-нибудь из них знаете? Первый раз вижу. А ваш водитель сбросил вам имя вот этого пацана. Зачем? А, так это его имя? Черт, а я еще тогда подумал, что это Витек какую-то ерунду пишет? Может, номер перепутал? Ну, номер перепутал. Ну да. Понятно. Ежемесячно вы переводили определенную сумму денег некой Ольге Баженко. А мы установили, откуда были выплаты. Ну, это же просто благотворительность. Ну да, и Баженко обращался к нам за помощью. Потом пропал, бросив жену с двумя малолетними детьми и кучей долгов. Мне их жалко. У того парня, которого убил ваш сын четыре года назад, была беременная жена вторым ребенком. Так что тоже осталось с двумя детьми. А их вам не жаль? Ну, вы же сами правильно изложили. Тот парень первый достал биту. Желаете? Нет, я не пью. А по-хорошему, именно он должен был позаботиться о своей беременной жене. А где вы были сегодня утром? В семь часов утра в офисе с бухгалтером подбивали ежеквартальный отчет. Бухгалтер сможет подтвердить? Разумеется. А где вы были ночью? Дома. Кто это сможет подтвердить? Бухгалтер. А что? Она одинокая женщина, я одинокий мужчина. И никакого криминала. Что-нибудь еще? Фотографию заберу. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Семен Ильич, а чай-то нести? Чай-то? Нет, Аня, чая не надо. Алло, Жень, привет. Ну, папаша Панкратов в тертый калач, и он точно в тебе. Я ему прослушку забросил. Он же должен как-то связываться со своим сыном. Я думаю, вы никого не убивали. Вы просто делали свою работу. Вас попросили съездить и забрать одного парня. Вы понятия не имели, кто он. Но что было дальше, вы не были к этому готовы. Я даю вам отличную возможность выпадаться из всего этого. Расскажите, что произошло, и мы возьмем того, кто действительно виновен. Это сын вашего начальника? Хватит молчать! Где Николай Панкратов? Это он убил Ибаженко? Куда он повез, ребята? Федор единственный сын у своей матери. Если с ним что-то случится, она этого не переживет. Я ничего про это не знаю. Я посажу вас за соучастие. Нет. Вы меня выпустите в ближайшее время. Жень, пришла адвокат Щеглова. Евгения Пичугина, сообщите мне, пожалуйста, на каком основании вы задерживаете здесь его клиента против его воли. Господин Щеглов официально заявил об угоне машины. То, что в ней был труп, он не в курсе. Ваш господин Щеглов сообщил своему шефу имя одного из угонщиков. Ну, так и что? Я так понимаю, это не секретная информация, поскольку вы ее разгласили. В любом случае, мы имеем право задерживать его в течение 72 часов без предъявления обвинения. Время у нас еще есть, и мы обязательно воспользуемся. Тогда встретимся через 12 часов. Или вы предъявите обвинение, или отпустите моего клиента. В любом случае, я подам на вас официальную жалобу. Командир, нужно врачам, у человека кровь не останавливается. Ну. Ну, раз ты такой сердоболен, значит, ты со мной пойдешь. Куда это я с вами пойдешь? Расскажешь ментам, что это ты этого парня в машине завалил. А он что? А он ничего, тут повисит. Вот когда признание напишешь, я его и отпущу. И вы что офигеете, что ли? Он кровью тут истекает, он подохнет тут, а? Пускай вон лучше едет. Вон, и он поедет, да? Да иди делай, как говорил. Я без тебя не поеду. В общем так, пионеры, давайте решайте здесь, кто пойдет. Я сейчас отлучусь и вернусь. Игорь, слушай, все нормально, все пучком будет. Езжай, меня отпустят, сам знаешь, все хорошо будет. Ты там напишешь без ошибок, ты сам знаешь, у меня с этим проблемы большие, да? Давай. Я целый, здоровый, отсюда выйду. Увидимся потом. Я в рестяги поеду. Я говорю, поеду. Слушай, я тебе обещал, что я, я тебя в эту предрагу завел, я тебе это все и разрулю. Ну что, решили, алло? Да, решили. Командор, все, он едет к вам. Едет. Ну он так он. А мы переживали. Давай, пошел. Сейчас увидимся. Ну что, как тебе? Хорошо. Ну, посмотри. Хотя, нет, будешь выглядеть по-идиотски. Ты издеваешься? Я полдня провел в магазине, выбираю эту колючку. Это не колючка. Это гимна колюциям Шрёдера. Под вид бёса. Ой, все, спасибо. От Телегина нет новостей? Не знаю. Время уходит. У нас до сих пор ничего нет на Щеглова. Шагин, что ты читаешь? А, смотрю отчеты патологоанатомов и баллистиков. Ты знаешь, что пуля, которую убили Айбаженко, была выпущена из того же оружия, из которого Панкратов убил того чувака на дороге? Да, Шагин, знаю тут ничего нового. Нам известно, что Айбаженко убил Панкратов или кто-то из его людей. А как тебе вот это? По заключению патологоанатома глотка и пищевота Айбаженко гиперемированы? Он дышался горячим воздухом? Нет. Во время поджога машины Айбаженко был уже мертв. И надышаться не мог. Кроме того, другие органы не пострадали. Пожар больше пожег салон машины и вещи жертв. А чего тогда ожоги? Вот именно. Ты куда? Хочу кое-что проверить. Пичогина, спецбюро. Что? В холле сейчас спускаюсь. Ну, вот и все. Можете показать содержимое желудка Айбаженко? Наслаждайтесь. Спасибо большое. Жень, у нас есть доказательства. Ну, или могут быть. Фу, Шайкин, чем у тебя пахнет? Это не от меня. Это он. Это Айбаженко. Он накануне смерти плотно поужинал. Чувствуешь? Блюдо типичной мексиканской кухни. Настоящий, неадаптированный, острый. У него был гастрит. Слизистый, гипермированный. И что нам это дает? Айбаженко был в ресторане не один. Тот, кто его встретил, вероятно, отмечал с ним финал их удачной аферы. Если был ресторан, значит, должны быть свидетели. Поздно, Шайкин. Кто это? Игорь Силаш. Он принес пистолет и признался в угоне машины и убийстве Айбаженко. Сейчас он пишет признательные показания. Его избили, мы оказали ему медпомощь. У него проблемы со свертываемостью крови. Если бы он не пришел, то он мог умереть. Пистолет проверили? Да, на нем только его отпечатки. Но мы же оба понимаем, что это не он. Его заставили. Эти ухожие для нас, потому что нам в любом случае придется отпустить теперь Щеглова. Секундочку. Не прошло и 12 часов. Я бы на вашем месте так не радовалась. Мы все равно вас посадим. Я бы на вашем месте не угрожала моему прилету. Вот кафе и рестораны с аутентичной мексиканской кухней. Я проверил их все. Всего их восемь. Ну и Шагин был прав. В одном из них опознали Айбаженко. И там засветились еще двое. Николай Панкратов и отцовский водила Щеглов. Но водила точно не дома ночью был. Мы его поймали. Нам сейчас надо найти второго парня. Он сейчас реально в опасности. Где Панкратов мог его удерживать? У старшего Панкратова? Что за фирма? Складов никаких нет? Нет, складов нет. Архитектурное бюро. А в квартире смотрели? Там работают ребята из внутреннего расследования. Федора там точно нет. Мать Федора. Евгения? Да, Анна Леонидовна. Вы сказали, что можно звонить. Что-то случилось? Федор вышел на связь? Нет. Я думала, может быть, у вас что-то есть. Нет, пока нет. Но мы его обязательно найдем. Я вам обещаю. Я вам позвоню, когда будут какие-то новости. Зря пообещала. Как только Игорь возьмет вину на себя, Федор ему станет не нужен. И это я должна была сказать матери. Ну, что написал? Какое число все? 19-й. Не по подписи. Я такой-то, в компании моего друга такого-то. Угнали машину. На улице встретили Ибаженко. Произошла ссора. Я его застрелил. Тело убрал. Багажник. Повезли за город. Машину сожгли. Молодец. А из-за чего была ссора с Ибаженко? Какая разница? Я пришел сам. Признался. Что вам еще надо? Сажайте. Игорь, а кто что-то так нос разбил? Упал. Твой друг в опасности. Если ты мне не скажешь, где он, его, возможно, убьют. Ты понимаешь? Тебя заставили сюда прийти, да? Том. Я все вот написал вот тут. Я убил этого Ибаженко. Так. А это откуда у тебя? Нашел. Нашел? А где он? В парке. У нас же как бывает вот так. Слушай, а покажи мне, как ты стрелял. Ну давай, ну что ты, ну покажи. Мне интересно, как мальчишки стреляют. Давай. Ну что ты телишься? Давай, вот стреляй, как это было. Что? Ну что ты, стрёмно тебе? Давай, стреляй уже. Нам сейчас подохранителя нужно снять сначала. Где Федор? Говори, где Федор? Твой друг сейчас в опасности. Ты понимаешь? Его сейчас могут убить из-за тебя. Как ты с этим будешь жить? Я тебя прошу. Скажи мне, где он? Я тебя отсюда вытащу. Ума тебя заклинует. Ты скажи, где он? Просто скажи, где? Я во всем вам признался. Где Федор, я не знаю. Я все, он ни при чем тут. Чего надо от меня? Он думает, что спасает друга? Может, провести суд до мать? Думаешь, расплачется и заговорит? Ладно, дальше. Какие еще бренды? Нужна вся одежда этого парня. Возможно, на ней есть отгадки, где его держали. Переодевайся. Свою одежду в этот пакет. Можно изучить каждое пятое. Каждый полосок. Ага. Гренозем на подошвах. Листья, ольхи. А где ольха? Кажется, оно похоже на... А, пятно. Пятно, похоже на... Дизель. Только по свету светлее. У Николая есть машина? За ним не счастлива. Логично. Он же якобы сидел в тюрьме. Значит, должен был скрываться под чужим именем. Но как-то он выезд пацанов из города. Машина отца сгорела. Значит, должна быть еще одна. Лешка опросил соседей. Ни во дворе Федора, ни во дворе Игоря никто никого и ничего подозрительного не видел. Панкратов мог просто вывезти их, угрожая пистолетом, а потом посадить машину в другом месте. Камеры там нет. Но все-таки машина была. Судя по цвету, топливо разбавленное. Значит, мог заправляться на левые заправки. Это наша зацепка. Ты предлагаешь заглянуть на все, несите бы ее за С? У нас нет на это времени. Николай нигде не работал. Все дела на шее у отца. Тут оплачивал все его расходы. Стас, надо проверить все счета Панкратова-старшего. Вот она. Давно я кто-нибудь в Ульяновсе? Часа три назад мужик пригнал, поставил. Вот этот? Да, этот. Спасибо. Машина была зарегистрирована семь лет назад на некого Юринева Алексея Алексеевича. И в течение всех семи лет Панкратов-старший оплачивал все расходы и содержания. Шагин, ты что творишь? А, а ты же теперь спец по этому делу? Навигатор. Последняя точка. Двадцать пятый километр Каширского шоссе. Это в промзоне. Бывший завод. Двадцать пятый километр Каширский шоссе. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это здесь! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ира, привет! Нет, я вот решил позвонить, узнать, как ты, как Ваня. Слышишь, сестра на каникулы подбросила своих, так что Ваня не скучает. Ему нравится, что он не один. Да? А может быть, ему не хватало братика и сестрички? Нет, мне этого ада достаточно. Я вообще не представляю, как сестра справляется с такой оравлением. Слушай, я тут подумал, может быть, вырвемся, посидим где-нибудь в кафе. Тебе же нужно, он как правильно. Телегин, ты что, меня на свидание приглашаешь? Ну, а почему бы и нет? Кстати, у меня и на галстук завалялся. А сто лет тебя не видела в галсту. Понял, исправлюсь. Слушай, я сейчас на работе, я тебя попозже наберу, хорошо? Я рада, что ты позвонил. Нам действительно нужно встретиться. Хорошо, давай. Черт. Танюш, выйди. Ты зачем? Зачем на мобильник звонишь, идиот? У меня с тобой одни проблемы. Заткнись, батя, проблемы я сам решу. Какого тогда звонишь? А? От тебя требовалось только найти нормального чувака без бабла, чтобы отсидел и отвалил. А ты кого мне подсунул? Недоумка и Боженко? Его только на пожизненное. Он меня шантажировать вздумал. Короче, мне залечь надо. А для этого тебе нужны мои деньги. Короче, я тебя буду ждать в нашем месте, батя. Приезжай. Нереально. Ага, сейчас. Да? Стас, только что был звоночек папаши от сына. Быстренько можешь узнать, где находится абонент? Угу. Такс. Так это ведь там, где и Женька Шагина сейчас. Федор! Федя, где ты? Федор! Его здесь нет. Мы опоздали. Сейчас он уведет в машину. Бабки принес. И тебе не хворать. А знаешь, сынок, я в твои годы сам отцу помогал. Так что катись-ка давай к себе на дно. Сделай так, чтоб я о тебе больше никогда не слышал. Ты за языком-то следи. Ну все, батя, пока. Да, мне пора. Мне тут еще дело одно надо сделать. Ну а ты тут постой, если нервно. Руки вверх! Стой, стреляю! Стой, стреляю! Стойте, стойте! Где фацан? Что вы делаете? Вы не видите, ему врач нужен. Будет его врач. Врач ему нужен. Где Федор? Да что же вы за люди такие? Жень, Жень, ему нужна скорая. Он сейчас откроет. Где Федор? Жень! Это Пичугина, спецбюро. Нам нужна скорая. Руку, руку! Где моя машина? За последние несколько дней мы в машину угнали два раза. Думаю, это рекорд. Федора взяли. Под Томском тормознули. Пытался уйти от преследования. И, кстати, Жень, твоя машина... Они ее поцарапали. Я так и знала. Купилась? Ну, в смысле, с машиной все хорошо. Она едет на эвакуаторе домой. А Федора везут к нам в спецбюро для дачи показаний. Так что можешь накатать на него за угон. Знаешь, его мать была права. Лучше бы у нее родилась дочь. Как хорошо, что ты еще здесь. Что случилось? Нам надо поговорить. Давай в баре, я так есть хочу. Хорошо. Парень связан с ОПГ. Торгует оружием. Шагину нужно оружие? Оно у него уже есть. Несколько дней назад его запрос «Поберите 92». Спасибо. Не хочешь? Нет, не хочу. Эта пушка засветилась при ограблении дизерного магазина. Грабитель сознался, что скинул ствол вот этому парню. Надо с ним побеседовать. Я побеседовал. Шагин купил ствол в мае. До того, как мы его нашли. До того, как пропала Вероника? Да. Калибр совпадает? Да, совпадает. И еще кое-что. Узнаешь? Он знал нам Зою? Да. Подожди. Это же квартира Шагина. Он был там и не раз. Откуда это у тебя? Леш, Кравцов? Только не надо меня в это впутывать. Женя. Кравцов мог все это подстроить. Он ненавидит Шагина. И оружие тоже? Да. Я этого парня заодно. А что ты его так защищаешь? Не могу понять. Он угнал твою машину. Что он выкинет в следующий раз? Так, этот разговор закончен. Я все равно оставлю это тебе. Приятного аппетита. Стас, а ты где? А я уже вышла. Здравствуйте, девушка. У вас все в порядке? Могу предложить им свою помощь? Чай, кофе, кактус? Это гимнокалициум. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Венш. Пойдемте? Да. Как он? Последнее время хуже. Он практически не ходит. У него еще и сосед неделю назад скончался. И как это перенес мой брат? Без лишних эмоций. Если он это вообще заметил. К вам брат пришел. Вот видите? Пойдемте. Лилия! Что ты сказал? Что ты сейчас сказал? Ты сейчас что сказал? Я тебя спрашиваю! Ты что сейчас сказал? Ты что сказал сейчас? Повтори! Повтори! Ты что сказал сейчас? Здравствуйте! У нас сегодня французские булочки с кремом! Здравствуйте! Скажите, а вы видели здесь вот этого человека? Вы из полиции? Нет, что вы! Я его знакома! Хочу долг вернуть! А телефон вот удалила случайно! А кажется, он у вас здесь бывает, да? Не помню! А вот эту девушку вы видели? Тоже хотите долг вернуть? Ладно! Давайте вот так! Эта девушка мертва! Возможно, ее убили! Теперь вы их вспомнили? Первый раз вижу! Вы будете делать заказ? Кофе, пожалуйста! Даже не знаю, что это такое! Все шесть лет его брат регулярно носил плату за отдельную комнату! Оплачивал лекарства! Иногда дорогие! А почему его охрана не задержала? У вас же обученный персонал, правильно? Наши пациенты, конечно, особого качества люди, они… Бывшие преступники! Отправленные сюда умирать! Они люди прежде всего! И у нас ни разу ничего подобного не происходило! Ни одного прецедента! Трифонов смертельно болен! В голове не укладывается, как это могло произойти! Итак! Брат Трифонова Олег живет в Питере и сегодня вернулся из Амстердама! Согласно отметкам таможни! Как из Амстердама, если он? Это не он! Это не он! То есть, сюда приходил какой-то другой человек? Я смотрела документы! И он лечение оплачивал! Если это не брат, то кто? Можно посмотреть журнал посещений! Уже расписывался на входе? Думаешь, он забыл и чертнул свою настоящую фамилию? Думал, он оставил там свои отпечатки! Красавчик! Трифонов говорить может? Вряд ли! За шесть лет пребывания у нас, я ни разу слова от него не слышала! Даже как голос звучит, не знаю! У него ведь что-то аутоиммунное! Болезнь тут ни при чем! Ему просто говорить не хочется! Вы знаете, кто он такой, ваш больной? Он маньяк, который убил шестерых детей! И если бы не его болезнь, он бы умер в тюремной одиночке! Он одинокий, больной человек! И прошлое в этом месте не имеет никакого значения! Перед лицом смерти все достойны сострадания! И я знаю, кто он и что сделал! Поэтому и позвонила вам! Отпечатки пальцев на стойке ресепшена принадлежат некому Хромову А.Б. Он не является родственником жертв Трифонова! Но вот тут интересно! Пятилетняя дочь Хромова, Виктория Хромова, пропала двадцать один год назад как раз таки в том районе, где действовал Трифонов! Еще одна жертва! Ну, тело девочки так и не нашли! А вот тут, кстати, еще интересно! Во время суда Хромов пытался прорваться к Трифонову! Но его задержали и потом повесили на него протокол, потому что он навалял к одному из охранников! Эй! А это кто? Жертва маньяка, на которого накануне совершено нападение в специализированном пансионате! Дело двадцатилетней давности! Журналисты называли его садовником! Как нежно! Угу! После каждого похищения Трифонов отправлял родственникам конверты с цветочными лепестками! Ромашка, колокольчик, василек, астра, нарцисс, хризантема! Всего шесть жертв! По этим конвертам на него и вышли! Вычислили, что он развозил почту по районным отделениям Дульской области! Сыщики изучили маршруты, нашли шесть тел! Хоронил в лесных массивах! Вид у девочек был ухоженный, волосы тщательно расчесаны, платья, туфли, белье! Все сам стирал и гладил! Это после того, как… Он, слава Богу, их не мучил! Душил, прихорашивал и хоронил! Ну, с точки зрения психиатрии, подобные действия говорят о раскаянии в содеянном! То есть, раскаившись, он начинал искать другую жертву? О! Послушайте! В девяносто шестом году от Трифонова ушла жена! У них была трехлетняя дочь! Возможно, развод послужил триггером отсюда такое отношение к детям и… переживание о потере может быть! Ты почему я опоздала? По семейным обстоятельствам? Каким? Официальный рапорт я позже подам, не возражаешь? Стас, у нас есть инфана дочь Хромова? Ну, насчитали еще четырех пропавших девочек, подходивших под профиль жертв! Среди них была и его дочь? Виктория? Возможно! Но их тела не были найдены! Трифонов замолчал, когда его задержали! Во время суда он заклеил себе рот скотчем! Вот, полюбуйтесь! Это фото тогда опубликовало много изданий! С тех пор Трифонов не произнес ни слова! Я изучила дело Трифонова! Пропавших девочек никто даже не искал толк! Территория, где орудовал Трифонов, давно уже перекопана! И застроена! Это гиблое дело Жень! Побереги психику! С каких топор тебя волнует моя психика? Будешь искать, Виктория? Я так и знал! Судя по галстуку по костюму, у тебя донь гибла она, да? А мы договорились с Ириной поужинать! Поговорим! Здорово! Очень рада! Я всегда считала, что вы отличная пара! Спасибо! Удачи, Леш! Подожди! Назад отмотай! Ага, вижу! Но он же не просто губами шлепал! Что ты же говорил? В палате микрофона не предусмотрено! Растягивай губу перед Я! Значит... Значит, согласна! Может, Лилия? А цветок дочери Хромова? Лилия? Годная версия! Практически признание! Хромов не получал конверта с лепестками, но через два дня после исчезновения дочери... Сейчас... Вот! На его адрес пришла бандероль с луковицами Лилии! Жена Хромова увлекалась цветоводством! Он подумал, что это заказанные ею тюльпаны! Странно! Вообще-то на языке символов сухие лепестки обозначают смерть, сожаление, финал... Ну, это понятно! Но луковица имеет другой смысл! Какой? Жизнь? Не знаю! Эх... Вот! Эх... 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 Алло, это я. Поговорить нужно. Папа! Видимо, соскучился. Я тоже. Папа, представляешь, нам вчера привезли огромную черепаху в Казахстане. Да ты что? Ванечка, мы о чем договаривались? Здравствуй, папа. Так. Привет, Синна. Привет, мама. Ваня, иди, поиграй. Вот там, на диванчике. Зачем? Мы же хотели… Поговорить? Да. А как же ужин? Я уже заказала нам, мы стараемся сейчас не есть ничего вредного, мясного, мучного, но ты закажи себе все, что хочешь. О чем поговорить? Понимаешь, тут такое дело… Я нашла риэлтора. Замечательный. Он быстро оценил нашу квартиру. Понятно. Она оказалась небезнадежная. Реально, разменять на две однокомнатные. Вот. Тебе придется переехать в ту, которая за городом. Ване нужно в этой школе закончить, потому что здесь идет хорошая подготовка к экзаменам. Так, если ты из-за квартиры, я тебе завтра уже принесу на списку заверенную нотариусом. И живите себе спокойно. А ты? Я не пропаду. Это все? Леша… Что? Я хотела… хотела попросить… Ты не мог бы поговорить с Ваней по-мужски, как отец, сын? Мне кажется, он просто не до конца понимает происходящее. Хорошо. Спасибо. Понимаешь, Вань, иногда так бывает, когда взрослые, они становятся чужими друг другу. И детишки, они… они очень страдают из-за этого. Баба, ты про развод? Да все нормально. У нас почти все родители в классе разведены. И ходят по очереди. Он прокололся… Трифонов. Оказывается, он вполне в состоянии говорить. Дежурная сообщила, что он звонил с проходной своему брату, настоящему. Не записать, не прослушать разговор не удалось, но удалось и двадцать минут. Ну… Прямо открыл Кингстона. Да… А ты знаешь, кто его родной брат? А зачем мне тратить время, если ты уже знаешь? Цинично. Ну, логично. Вот, смотри. Ага… Прошу. Олег Трифонов. Известнейший фотограф. Его фоторабота стоит по несколько тысяч уе, но заказов он уже почти не принимает. Считает далеким творческим прошлым, так как в последние годы увлекся концептуализмом. Другими словами, фотографирует только себя. По несколько десятков фотографий в день, мотивируя этой попыткой охватить быстротечное время за хвост. Ну, нам убогим этого не понять, нам бы дело странное расследовать. Шагин, а ты точно уверен, что Трифонов перед конфликтом с Хромовым произнес слово Лилия? Я? Нет. А вот глухонемой попрошайка из перехода на шестьдесят процентов уверен. Кстати, вот этот вот нашумевший снимок Трифонова сделал его родной брат Олег. Что ты так смотришь на меня? А ты все еще ищешь ту пекарню у кафе? Нет. Уже забил. Почему? Потому что это тупиковая идея. Может, той пекарни и нет вообще. Я хотела тебе предложить продолжить поиски вместе. Не стоит зацикливаться на моем прошлом. Это кто говорил? Ну что, устроил свиданку с братцем Олега? Он сегодня приезжает, у него открывается персональная выставка. А чем нам поможет зацикливанный на себе концептуалист? Трифонов ему звонил. Двадцать минут передачи информации. Как тебе это? Да, давай спросим. Только я у маньяка, а ты у концептуалиста. А ты что, не любишь современное искусство? Терпеть не могу. Ладно, тогда я один. Только Трифонов тебе ничего не скажет. Хромов двадцать лет ждал. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой сюрприз. Признаюсь, за мной еще никогда не присылали машину. Признаюсь, это правило опять не нарушено мироздание. Машины нет. А что ж тогда и есть? Потребность разговора. Вот вы, интеллигентный и умный, сможете в трех словах сформулировать себя. Легко. Я человек без памяти. Беспамятство это блок. Просто ваш мозг не хочет встретиться с демоном прошлого. Вот он и готовит. Лазейки для иллюзий о самом себе. Кстати, мои работы именно об этом. Я фиксирую фотоаппаратом каждый свой день. Своё старение, усталость, радость. Сотни фотографий каждый день. И любой человек в интернете может увидеть любую. Предельная честность. Предельная открытость. Ой, я конечно не профессиональный психолог. Но мне кажется, вот хоть убейте, что вы больше похожи на маньяка, чем ваш брат. Вы хотите меня забрать? Не за что. Судя по характеру захоронений, которое мы расследуем, убийца раскаивался в садильном. Вам, как классическому нарциссу, это чувство незнакомо. Тогда о чём же вы хотели поговорить, сын? Вам звонил брат. Долго разговаривали. О чём? Да не о чём. И всё-таки? Он уговаривал меня встретиться с ним. Это после всего того ужаса и двадцати лет молчания. Так. Вы согласились? Ну что вы? Отказался. Почему же? Он ваш родной брат. Категорически нет. Ваш внутренний демон не позволяет? Да вы хитрец. Вы поняли мой концепт, да? Мне как человеку без памяти легко даются все эти душевные сальто-мортали, понимаете? Да. Мы очень давно уже отдалились друг от друга, ещё юноши. Практически не виделись годами. Плохо. Если бы у него была поддержка брата, возможно, не было бы всех этих ромашек, колокольцев. Кстати, брат говорил вам что-нибудь про Лилию? Лилию? Это пожарная. А вы куда? Пожарная на подъезде, они разберутся. Где Трифонов? Его эвакуировали? Бог мой, я же его видела. Или не видела. Время вверх. Идем вверх. Удах, нет. Приятного рюки. Трифоновый сальто. Какой п Snowflakeл? Вот в идее. Царь. Продолжение следует. Идите спокойно Поехали Все хорошо Все хорошо Куда едем? В спецбюро Зачем? Затем, что в пансионате вам теперь стало небезопасно Смотрите, какая забота У меня нет большего желания вас защищать, но это мой долг К тому же я хотела вам задать пару вопросов Мы по-высочанской едем? Это высочанская? Если пернуть налево, там блинное будет И что? Там самые вкусные блинчики были И что? Я есть хочу Если отвезу вас туда, расскажете про Лилию Слушай, мне не нравится эта затея Если есть шансы узнайти тело дочери Хромова Я сделаю что угодно Подожди Одно лишнее движение Даже взгляд тебе конец Ты понял меня? Надеюсь, что понял Давай Здравствуйте А блинчики у вас свежие? Свежие Тогда Блинчики И вот эту штучку Хорошо Сейчас принесу И компот Хорошо Я сюда приехал ни блинов поесть На девчонок попялиться Трифонову интересовали маленькие девочки На целетнюю не его профиль Тогда что происходит? Ты мне можешь объяснить? Леша, он старый немощен Ну, чего ты боишься? Да он и раньше с головой не тружил А теперь, когда его пожирают болезнь Он явно за себя не отвечает Ну, что ты надеешься, скажи? Что он расчувствуется? Так, сейчас мне хватит Леша Спасибо Спасибо, девушка Дальше мы сядем А теперь говори Она забыла принести компот Ты обещала рассказать Про девочку А разве? Что-то не припомнил У меня вообще проблемы с памятью Вас что, не предупреждали? А теперь Вспомнил? Леша, прекрати Не беспокойся, милый Он не выстрелит Тихий, ну какого? Ты что, первый год, что ли, работаешь? Дверку отжой мне Спасибо Я закрою Это она, Лилия? Я начинаю терять терпение Слушайте, только я здесь пытаюсь вас защитить Не молчите Я тебя предупреждал Ничего он тебе не скажет Жень Хочешь блинчик? Я не люблю сладкие А что, с мясом не было? Не было Ну а что я тогда покупала? И Трифонову еще накормила Захотела, чтобы он умер от переизбытка углеводов? Он сам захотел туда поехать Он сказал, что 20 лет назад Там были лучшие блинчики В городе Уп Смыга Что тут у нас? Это Новодел 20 лет назад На этом месте был пустырь Тогда почему он захотел поехать именно туда? Да А вас Вот эта официантка обслуживала? Да Это она У нее еще бейджет был Марина Если бы там была еще ее фамилия Тогда бы тебе стало сразу все понятно Марина Трифонова 95-го года рождения Она его дочь Болезнь сильно прогрессирует Скоро он не сможет двигать ни руками, ни ногами А потом замолчит И уже по-настоящему И Трифонов знает, что с ним происходит Он хотел ее увидеть и попрощаться Но нам это никак не помогает Кажется, я знаю Как составить его говорить Что-то задумай У меня есть то, что вам понравится Ваш брат сказал классную вещь Не надо бояться своего демона Надо принять себя таким, какой ты есть А ты какой есть, знаешь? А я? Я человек с пистолетом Мои коллеги очень хотят твоей смерти Но они связаны морально и юридически А я человек без этих тормозов Я считаю, что каждый человек Имеет право на собственную смерть Ты ведь скоро не сможешь двигать руками? Когда? Как ты думаешь? Что надо? Где могила девочки, которую ты называл Лилией? В обмен на тишину и покой Врешь А смысл? Зачем мне врать? Подумай Я ведь предлагаю тебе хорошую сделку А вот хорошая Ну вот Репетиция прошла успешно Теперь мы оба знаем Серьезность наших намерений Итак Где тело Виктории? Или Лилии? Как тебе больше нравится? Пригород Тулы Старые волокна Железнодорожная станция Приветствую Столку 048 20 Шагун на восток Ты же сказал У нас сделка А чего я сказал? Что я человек без моральных тормозов Как тебе удалось заставить его указать где могилу? Пообещал ему желанную близкую смерть И он поверил? Я был убедитель Да Да Вижу Хрумова Митрахстас лево от вас Детские кости Это она, Виктория Меня ищете? Это она, моя дочь Вы нашли ее? Ваша дочь страдала А у вас все склерозом? Понятия не имею, что это такое О таком бы вы знали Это не она Девушки отдыхают Шагин мог ошибаться Стопроцентная уверенность Это только анализ ДНК Все моя жизнь Все эти годы Все напрасно Моя жена спилась Работу я давно потерял А он живет все это время Почему так? Это несправедливо Почему я его тогда не придушил? А чего вы больше хотите? Найти свою дочь Или отомстить ему? Конечно найти дочь Что за вопрос? Против вас возбуждено Уголовное дело С поделкой документов И нападением на Трифонова Пишите подписку Не выезд Отпустите? Если вы не будете уезжать из города И не будете искать Трифонова Мы продолжим поиски Вашей дочери Я вам обещаю Нет, нет, нет Решительное нет Я же профессионал Как вы думаете? Конечно Никто не сомневается Вашей компетенции Ну вот А тогда это не может быть Жертвой Трифонова Срок минимум Десять лет До дня совершения Первого убийства А спектральный анализ костей Наверняка покажет еще больше Ну Разве что это убийство Он совершил в детстве А вот это что такое? А это предварительный химический отчет Там странные метки На поверхности тканей Может быть когда-то там был Какой-то военный химический склад Или что-то Можно мне экземпляр? Да Ты мне солгал? Ты мне тоже Странно, что во время следствия По твоему делу Никто не выяснил Почему ты обосновался В преграде Тулы А все свои преступления Совершал в Тульской области А ты значит выяснил? Догадался Ну о чем же? О том, что наше детство Является невероятным эмоциональным магнитом Который даже внутренний демон Победить не в силах Опять ты свой муть запел? Ваша семья Снимала дачу В пригороде Тулы Именно там в 1984 году Пропала девочка Лилия Агафонова Она была похожа на всех тех девочек Которые позже Стали жертвами Лилия единственное реальное имя Среди выдуманных Названий цветов Нашли, значит, могилка-то Да А в могилке еще кое-что Лично для меня бесконечно важно Но Бутылки я с девочкой не закапывал А ты вообще ничего не закапывал На тканях и одежде жертвы Были обнаружены следы Бисульфита натрия и аммиака Оба препарата в те времена Применялись для печати Плёночной фотографии Так как Брат заставил тебя молчать? Ладно Спрошу его самого Я наткнулся Я зашел в сарай Где братан пленки проявляет Она лежит там Под верстаком Только пятка Из-под рогожки торчит А в голову не пришло Завить милицию? Он же брат мне Он тебя запугал? Ее потом вместе спрятали тело Над могилой Он обещал больше никогда Он поклялся Да Он вскоре свою клятву нарушил Не знаю Я только лет через 10 Догадался, что Он так и не угомонился Тогда у меня уже была Своя семья Он запугал Что он и мою дочку Ну, того же Но ты понимаешь Я ничего Ничегошеньки сделать не мог Кроме как молчать Ладно Последний вопрос Хромов Это же ты прислал Луковицу лилии Была там одна девочка Напуганная ночью Это было ночью Я мало что видел А Хромова, не Хромова Я фамилию не спрашивал Олег оставил ее в сарае У нее дела какие-то были Она забилась там в угол И скребла себя стеной Как кошка Я случайно услышал Я открыл дверь Она могла меня опознать Потому что я вывез ее на вокзал Посадил в поезд И отправил подальше А луковицу лилии Это же ты прислал Хромову Какие луковицы Впрочем да Для тебя это слишком умно Кажется, я знаю Кто автор Олег Витальевич Добрый день Вас беспокоит сотрудник А, узнали Спасибо Требуется ваша дополнительная консультация Ну и, конечно, пообщаться Вы же очень интересный человек Давайте встретимся там же Что вы думаете Встреча с консультацией ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я так и знал. Что? Хочешь знать, как этот Хромов постоянно успевал за тобой? Не очень, ну, скажи. Он установил на твою машину маячок, а на свой телефончик программу. Вот смотри. Видишь красная точка? Это твоя машина. Вот она. А где эта твоя машина? Какая неожиданность. Я ждал вас в лобби. Какой красивый вид. А я, кажется, перепутал. Такой напряженный график. Очень понятно. У меня есть замечательное средство для прочищения мазков. Мы нашли еще одно тело. Лилия Агафонова. Это имя вам что-нибудь говорит? Нет. А должно? А как давно вы перешли на цифровую фотографию? Увлекались ведь пленочной. Как все. Другой же фотографии тогда не было. Ну да, да, да. Зато были химические препараты, типа бисульфита натрия, которые можно объявить уликой даже через 20 лет. Но об этом говорить нужно не со мной. А, ну а с кем же? А, наверное, с вашим тайным внутренним демоном, который, как вы убедили всех, живет не в вас, а в вашем брате, так? Ну что у него за отвратительная привычка не брать трубку? Ведь знаете, что это бесит? Я отвечу, не возражайте. Да, алло. В вашем номере прибраться? Нет, спасибо, Лена. Может быть, шампунчиков парочку в ванную? Что? Шампунчиков парочку в ванную. Нет, там остались еще. С вами все в порядке? Все в порядке, я прогуляюсь и вернусь. Ну и где он? Если мужчины нет на улице, значит, он в гостинице. Только что придумал? Ну, ведь хорошая пословица. Скажи. Здесь кто? Где этот шампунчик? Там что-то есть. pasa. Па-па-па. У. О! Вернулись обратно, и слава Богу. А мы скучали по вам. Я точно скучала. А вчера был яблочный штрудель. Я специально для вас порцию оставила. Сейчас поставим в микроволновку, и будет как свеженький. Вера? Да? А принесите к мне теплую кофту. А то что-то свежо стало. Сейчас, хорошо. И да, Вера. Да? Спасибо вам за все. Я же ненадолго. Только не убегайте никуда. Хорошая шутка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пичугина. Вы спрашивали, что я хочу. Кто это? Хромов? Я только думал о чем. Я вам сказал, что я хочу найти свою дочь. Да, это правильно, Андрей. Нет. Я хочу отомстить. Андрей, пожалуйста, не делайте этого. Ничего в жизни я не хотел больше. И вы не представляете, как мне сейчас внутри легко и правильно. Андрей, он не виновен. Убийца его врага. Алло! Алло! Стас, объявляй срочно Олега в розыск. Вы должны успеть первыми. А где Шагин? Не знаю. Мы нашли фотографии семнадцати детей. Брат Трифонова. Олег. Всю жизнь таскал эту коробку с собой. Несмотря на чудовищный риск. Не мог расстаться с сувенирами. Почему Трифонов молчал? Почему он ничего не сказал? Он боялся. За свою семью. За свою дочь. Ему пришлось стать соучастником. И сидеть за братом. А Олег продолжал убивать. Его взяли с поличина. Это он отправлял письма. Родителям. Он хоронил детей. А потом рассылал сухие цветы. Так он просил прощения. За свое молчание. Большинство детей удалось опознать. Очень помог. ТНК-тест. Среди них не было вашей дочери. Трифонов-старший ее не убивал. Тогда где она? Однажды ночью Трифонов спас девочку от брата. Посадил ее на поезд. Потом выяснили, что это был не поезд, а электричка проверили, асистанция. Чем летом когда пропала ваша дочь, в пригороде была задержана группа цыган, которые промышляли мелкими кражами и попрошайничеством. И у них была девочка. Пяти лет. Не говорила. Милиция отправила ее в приемник-распределитель. Это она. ТНК-тест все подтвердил. Это ваша дочь, Виктория. И она сейчас едет сюда. Привет, пошел. После внимания взяли. Пусть все какие-то таможни в аэропорту. Отлично, работаешь. А что случилось? Опять Шагин? Он отвечает на звонки. Не знаю, что-то странное. У них каждый раз. Да. Ты прав. Прав, конечно. Ало, Юр, привет. Это я. Я думал, последние дни. Знаешь, ты придумал? Какого черта я должен притворяться? Если тебе вожжа под фос попала, и ты разрушаешь семью, то я тебе в этом помогать не буду. Не сын, которого я люблю. Я хочу, чтобы он жил со мной. Понятно? И я буду за это бороться. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. Шагин, это Женя. Я не знаю, где ты и что с тобой происходит. И это меня сильно тревожит. Призвони, пожалуйста. Упугал? На, платок, прижми. Аккумулятор я заберу. Нет. Нет. Зачем ты меня спала? Благодарить необязательно. Короче, там стоп засорился. Наверху вообще потоп. Надо пробивать. Так полез бы и пробился. Тебе что? Всех больше надо? Пошли, ну. Воняет, ребят. Ты и воняешь. Слушай, а правда воняет? Ну, сток воняет. Чего там? Я звоню Димычу из полиции. И обрывает провода. В некоторых районах перебои с электричеством. Сейчас жители просят без надобности не выходить из своих домов. А в аэропортах задерживают рейсы. По сообщениям полиции уже есть пострадавшие. С переломом шейки бедра госпитализирована пожилая женщина. Она выгуливала собаку. Также спасать ищут пропавшего на дороге самолета. Понятно, что совсем уходите с домом. Но бескрайные необходимости гидромоцентра спрашивают операцию. Продолжение следует... Продолжение следует... После шторма никаких следов или отпечатков. А что у него с ногами? Кости переломаны? Да, там не только с ногами. Хорошо отметили. Документов никаких, бумажника тоже, ничего. Ну-ка, отойди-ка. Теперь понятно, откуда он тут. Низко летел, бедняга. Сбился с пути. В бюро звонишь? Шагину. Хорошо, я позвоню, скажу, чтобы забрали тело. Его, кстати, сюда приволокли. С дороги. Там многочисленные следы протектора. Приволокли и выбросили? Да. А что пацаны, которые нашли? На мопеде тут катались. Говорят, что не сразу даже заметили. До ближайшего населенного пункта, километров пять, вряд ли были свидетели. Там еще кто-нибудь есть или нет? Алло! Всего сто тридцать семь машин. Это те, кого засекли камеры за ночь на ближайшем шоссе. Регистраторы на расстоянии пяти километров друг от друга. За ночь проехало сто тридцать семь машин. Пробивать их все, ребят, я состарюсь. Поэтому давайте остановимся на этих семи. Они есть на одном регистраторе, и их нет на следующем. Получается, что... Правильно, Телегин. Что они либо остановились, либо свернули. И, возможно, кто-то из них вез нашего клиента. Там, Морг, тело доставили. Так быстро? Научились работать? Еще вас внизу курьер ждет. Спасибо. У меня я ничего не заказывала. Стас, сходи. Я, Морг. Ну, ты не переживай. Поправишься. Ха-ха-ха. Леш, пойдем. У тебя температура? Нет у меня температуры. Патологоанатом вызвали? Да, едет. А, спасибо. По характеру удара можно определить орудие. Нам нужна хоть какая-то подсказка. Это какая-то ошибка. Нам должны были доставить свежего парня с поля, а тут вообще женщина. Да, и не очень свежая. Месяца два-три. Вот, написано, доставить Е. Пичугиной. Это же вы? Я. Это что получается, нам дали новое дело, что ли? Пойду разбираться к ретрену. Он знает не больше вашего. Прекрасно. Замечательно. Меня отстранили. Нужно было как-то фантазировать. Что это такое? Очень хороший вопрос. Это тело. Чье? Его нашли в коллекторе, за городом. И если вы меня спросите, где находится этот коллектор, то я вам отвечу. Между 75-м километром Каширского шоссе и населенным пунктом под названием Березняки. Шагин. Вы нашли его там. Да, и там же нашли машину, принадлежавшую Веронике Лариной. Пока это дело было еще моим, я связался со всеми службами и попросил, чтобы меня оповестили при любой подобной находке. Думаю, это именно то, что я искал. Тело Вероники. Сбежал он. Мне же не ясно. Зачем? Он же не знал, что тело нашлось. Жень, любые три желания. За мне? Да. И это тоже. О, подержи. Нравится? Я знаю, ты мне всегда хотела помочь и всегда верила мне. Ну, думаю, телегин прав. Я действительно становлюсь опасен. Не знаю, кем я был, но узнавать это хочу все меньше. В любом случае, я не хочу навредить тебе. Поэтому ухожу. И хлопнув дверью, скрылся в темноте ночи. Конец. Э, а с Рыбкой что? Сам сказал, любых три желания. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь ты уменялась? Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Деньги. Я заметил, что во многих комнатах давно не было ремонта. И что вы за это хотите? Остаться здесь. Можете это устроить? Зачем вам это надо? Я плачен. Для общества. Я преступник. Просто помогите мне здесь остаться. Знаю. Вы не станете меня судить. Хорошо. Деньги я положу в сейф. Захотите их забрать, я их вам отдам. А работать можете устроиться медбратом. Работа тяжелая. И если вам есть, что отмаливать, то милосердие лучше способ. Спасибо. Михаил Юрьевич, знакомьтесь, это ваш новый медбрат. Шаин. Мы в сознании, все слышим и отвечаем. Просто у нас характер. Да, Михаил Юрьевич? А что мы вам привезли? Завтрак. И на сладкое ваша любимая запеканка. Ну, я вас оставляю. Так. Ну что, Михаил Юрьевич, позавтракаем? Так. Так. Спасателям так и не удалось найти частный самолет. Их работа осложняется из-за шквалистого ветра. По данным следствия, самолет принадлежал Ярославу Разумовскому. Предполагается, что Разумовский вылетел с аэродрома частного аэроклуба в Петрусино. Однако спасатели утверждают, если он действительно взлетел, то шансы найти его живым минимальны. У Разумовского совсем небольшой налет. А в такую погоду Ну, ладно, Михаил Юрьевич, будем считать, что позавтракали. Вы тут новенький? Ну, как впечатленились? Нормально. Привыкните. Главное правило не допускать эмоциональной связи. Всегда напоминать себе, кто они. Мрази, убийцы, насильники. Поэтому никакого с ней схожи за ним. А куда он все время смотрит? Этот? На флаг. Раньше он был заведующий, при нем каждый день флаг поднимали. Он когда-то летал в Америку, впечатлился. Там больница с городом Вильчиной. Каждый день флаг поднимали. Потом, правда, ее, говорят, закрыли. Психиатрическая больница Кингспарк. Лучше времена в ней находилась до 10 тысяч пациентов. Потом нашли асбест и прикрыли больничку. История интересная здесь. Типа того. Угу. Ну-ну. Это были последние новости. А сейчас о погоде на ближайшие дни. На область набегается мощный циклон. Ожидается падение среднесуточной температуры ниже нормы. Нетипичная погода вносит свои коррективы в работу транспортных служб. Плевневые дожди будут идти несколько дней. А в некоторых регионах возможен даже град. Ожидается сохранение сильного южного ветра. Объявлен оранжевый уровень опасности. Да-да. Вы что-то хотели? Да, мне надо уйти. Уже? Быстрого. Я готов работать и дальше. Просто сегодня у меня еще одно дело. Надо так надо. Предполагается, что Розумовский вылетел с аэродрома частного аэроклуба. дай мне. на, на. Да, лё. Что? Да идите вы к черту со своим сраным фитнесом! Держи. Лер, Лер, Лер. Тихо, тихо, тихо. Нам надо держаться. Нам надо держаться. Слушай, я знаю своего брата, Славик справится, правда. Может, я посвачу с соком? Я не могу. Мира, звони сразу в полицию. Не надо никуда звонить. Я сам оттуда. Я из спецбюро. Меня зовут Алексей Телегин. Я веду дело об исчезновении самолета вашего супруга. Могу я зайти задать вам несколько вопросов? Можно водички? Да, конечно. Только холодно. А куда я у вас могу выкинуть жвачку? Как же я не догадался. Любите колу? Двое соток не сплю, кофе не пью. Держаться как-то. Спасибо. Мусорный бак я случайно нашел разбитую рамку. Ваши фото с мужем. Вы поссорились? Слушайте, да что за бред? Они вообще никуда не ссорились. Собаку ранил. Липка? Липка. Наверное, колу развела. Послушайте, а вы так и будете разглядывать, что там в мусорке? Может быть, вы скажете, что со Славой? Вы его нашли? И вообще, при чем тут это ваше спецбюро? Пока не нашли. Есть одна странность. Какая странность? Южный ветер. Я воспользуюсь вашим туалетом. Бармен сказал, что Шагин вчера здесь тонко сидел. Может быть, тоже не переживал? Шагин? Я тебя умоляю. Нет, он сказал, что он сидел какой-то нервный, что-то бормотал, а потом резко встал и вышел, даже не заплатив. Нужно объявлять его в родыске. Ты же уверен, что это Вероника? Мы оба знаем, что это она. Почему тебе так хочется, чтобы Шагин оказался убийцей? Мне не хочется, просто это очевидно. Он сам в письме написал, что он опасен. Разве нет? Голова вообще не барит. Хожу, как в тумане. Ну, а вот и гонят же. Ну, что, какие новости? Увы. Пришел на черных парусах. Это результаты ДНК. Это Вероника. Можно постановление на задержание и объявляй его в розыск. Да, да, да. Что? Я не могу в это поверить. ДНК убитая совпала с кровью в машине. У Шагина был пистолет. Женя, ты не хочешь в это верить, но это же факт. Есть идея, где он может быть? Нет. Слушай, я перезвоню. Подождите. Вижу, вы меня вспомнили. Я не знаю, где он. Я же сказал вам в прошлый раз. Да, да, вы сказали, но если вдруг вы его увидите... Я его не увижу. Пожалуйста, передайте, что мы нашли Веронику. Не простудитесь? Вы следите за мной? Так, приглядываю. Мне нужен Шагин, так же, как и вам. Вы отстранены от дела, если забыли. Я помогаю совершенно бескорыстно. В прошлый раз из-за вашей помощи все закончилось трагично. Трагично? Зоя была наемной убийцей. Думаю, справлюсь без вас. Когда Шагин узнает, что мы нашли Веронику, он сдастся сам. Шагин вас обманет. Я скажу Литвинову, что вы вмешиваетесь в расследование. И что, он не сказал, где высадил? Нет. Сказал, так иногда делают. Называют адреса, выходят по дороге. Ему главное, чтобы заказ Стариковым платили. Шагина платил. Стаса следил таксиста, который вел Шагина. Только непонятно, где он его высадил. Вообще-то у нас есть другое дело, помимо Шагина. Да, кстати, я пробил владельцев тех семи машин. Один остался... Прости. ...в мотеле, другой пробил колесо, третий ему помогал, осталось еще четверо. Но по ним пока неизвестно, почему они задержались. Что за восклицательный знак? Это владелец одной из четырех машин, самбист, чемпион чего-то там, по версии чего-то там. Да, горячий парень с Кауказа. Он уже, кстати, привлекался к ответственности за нанесение телесных своей девушке на почве ревности. Но до суда так и не дошло. Ну что я сейчас выясню? Меня кто-нибудь просветит, почему мы занимаемся пропавшим Разумовским. Чем? Кто занимается? Меня через общих знакомых достала сестра пропавшего. Говорит, Телегин из бюро приезжал к ней домой, задавал вопросы. Кто? Я до... Шагин. Враги или, может, какие-то проблемы на работе? Он был бесконфликтный человек. А вы не ссорились? Нет. А что я тогда могла заставить лететь в ту ночь? В том-то дело непонятно. У него и налета как такового-то не было. А наш сотрудник осмотрел весь днем? Нет, он был только здесь. Потом зашел в туалет. А можно? Да. Конечно. Я провожу. А наш сотрудник не сказал, куда он дальше поехал? Нет, не сказал. Он... Да, вот так на себя. Скажите, а он уже мертв, да? Слава. Если честно, не знаю. У нас был еще один брат. Он с крыши упал в девять лет. Спасибо. С тех пор Слава хотел победить этот страх высоты и купил этот черт в самолет. Пожалуйста. Позвольте? Конечно. А они с Валерией-то давно женаты? Ну, пять лет уже. Ну, они до этого еще очень долго встречались. Знаете, если честно, она мне не очень сначала нравилась, ну, а потом так уж. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это не ошибка. Он специально назвался тобой и знал, что мы среагировали. Так зачем? Ну, хотел что-то сообщить. Вот. Что? Что это значит? Разумовский пропал. Может, дело в этом? Как Шагин мог об этом узнать? У здорового. Спасибо. Алло, Стас? Не ждаю информации. В ночь исчезновения самолета порывы южного ветра достигали оранжевого уровня опасности. Спасатели делают все возможное. Идет третий день поисков и пока результаты неутешительны. А это значит, что шансов найти пилота живым все меньше и меньше. Кирилл Мусатин, Светлана Каманина, Иван Трегубов специально для службы новостей. Ну, как ты? В порядке. Ну, пропал, Каманю. Что здесь такого? Южный ветер. Все дело в нем. Шагин указывал нам на это. Я связался с МЧСовцами, которые ищут самолет. Так вот, все аэродромы строят с учетом розоветров. Взлетать и производить посадку проще против ветра. Соответственно, все взлетно-посадочные строят с учетом этого. В ту ночь дул южный ветер. Буква С. Помните? Да. Так вот, для аэродромов Петрусина это является боковым ветром. А взлетать при боковом ветре это практически высший пилотаж. А у Розумовского всего лишь 40 часов налета. и как мы знаем из новостей, он неопытный летчик. Вот что могло заинтересовать Шагина. Либо Розумовскому крупно повезло, или самолетом управлял кто-то другой. Петюкина бюро. Вы задержали его жену? Шагин. Привет, а ты где? Да не важно где. Вам надо задержать Валерию. Зачем? Она сказала, что пьет колу. Ну, не полезно, но не криминально. А Валентинка увидела? А вот только здоровая пища. Колу ее кто-то привез. А Веронику скажи. Шагин, а что там у тебя происходит? Ты где? Я? Я уже в машине Розумовского. Время, я не слушаю внимательно. В составе колы есть ортофосферная кислота. Ее PH 2,8. В некоторых странах полиция использует колу для того, чтобы смыть кровь с асфальта после аварии. Возумовских был залит этой колой. Не могу говорить. Шагин, ты сказал, что там что-то смывали? Что? Кровь? Шагин, подожди. Нам нужно с тобой встретиться. Шагин, алло. Алло. Надо было сказать про Веронику. Ну, такие вещи так не говорятся. Да тем более, ты боишься, что он смоется. Что мы слышали? Звук сигнализации. Не знаю. Он нес какой-то бред проколу. Сказал, что он в машине Розумовского. Так и есть. Он на парковке возле аэродрома в Петрусино. Да блин, хоть в три утра можно. Если ты член клуба, то в любое время. Шагин. Я его только на взлетной увидел. Ну, в смысле, самолет его. Камикадзе в такую погоду нереально. Слушай, братан, а ты сколько получаешь? А он здесь один был? А я видел. Мне даже в голову не пришло, что кто-то на полус уломанился. Здесь все в этой коле. Да. У нас пацаны ее используют. Ржавчину там почистить. Только пить не советую. Отпечатки сними. Да, Стас. Тебя там сам бист допросно ждет уже как два часа. Думаю, он сильно нервничает, поэтому не советую ходить в одиночку. Евгения Пичугина. Извините, что пришлось ждать. Кто познал жизнь, тот не спешит. О, вот об этом и поговорил. Видеорегистратор засек вашу машину на 35-м километре в 19.12. На 37-й вы выехали только спустя 6 часов. Вот эти 5 километров и почему вы там не спешили, нас и волнует. А я не там не спешил. Я там был минут 20. Потом обратно поехал. У матери проблемы с сердцем. Она позвонила, просила вернуться. Я вернулся. А когда ее госпитализировали, поехал обратно. Ну, если бы это было бы правдой, то первый регистратор засек бы вас дважды. Проверьте. А мы и проверим. А вы знаете этого парня? Нет. Его избили за так, что все кости переломаны. А потом выбросили в поле. Вы когда-нибудь были в горах? А что? Я там вырос. Потом 4 года служил в службе спасения. Доставался на ущелье особо смелых ребят. Вот так выглядят те, кто упал с горы. Один упал. Другой пропал. Извините. Алло, Стас, скинь Лёше фотки парня с поля. Пусть покажут охраннику. Командир, ты его знаешь? Диню? Это Денис Кириченко. Таких пилотов, как он еще поискать. Если б ты видел, какие он штуки в небе проделывал. Только нет больше Дини. Как это? Уволили. Давно? Ну, где-то месяц. А что это с ним? Подожди. Жень, ну, охранник опознал пилота. Это Денис Кириченко. Слушай, а Диня твой мог бы поднять самолет при боковом ветре? Да он и не такой мог. Еще раз, за что его уволили? Конфликт какой-то с клиентом. Из-за бабы, кажется. Так. А не сразу мозг какими, случайно? Без понятия. Все, спасибо. А ссорились в небе? Что, если Разумовский выбросил его после взлета? Ой, слушай, Жень, ты что, Джимса Бонг досмотрелась? Ну, как ты себе это представляешь? В такую погоду неопытный пилот Разумовский открывает кабину, выбрасывает Кириченко, а потом еще умудряется самоуправлять самолетом? Твоя версия? Все наоборот. Кириченко сам выпрыгнул. Да. А у Разумовского в такую погоду без Кириченко никаких шансов не было. Шагин что-то говорил про кровь в доме. Что, если Кириченко хотел инсценировать самоубийство Разумовского или несчастный случай, чтобы скрыть убийство? Хотя, почему тогда сам выпрыгнул из парашюта? Я думаю, парашют был. Просто не раскрылся. И где он тогда? Я требую адвоката. Чего? Я требую адвоката. Чувак, ты не в Америке. Чувак. Таких слов не говорит никто уже лет десять. Может, еще в натуре скажете, а? Окей. Так ведь теперь говорят? Вам что? Консультант нужен. Так. Мне нужна правда. Так, я все сказал. Ну, как выяснилось, не все. А, про парашют-то чего не рассказал? Какой парашют? Ой, да ладно тебе. А вот друг твой рассказал. На полно берете, да? Чувак ты знал, такие словечки уже лет пятьдесят никто не потребляет. Так, короче. Можешь говорить, можешь не говорить. Скажешь правду, я тебя отпущу. Соврешь, будет у тебя кража, плюс препятствие следствию. Понятно? Ну, что так? Пацаны, парашют, рюкзак, кроссовки сняли, а тело перенесли в поле. Значит, Кириченко неудачно катапультировался? Парашют не раскрылся. Алло. Петюгина. Угадай, куда можно спрятаться в самолете? Шагин, ты где? Думай обо мне, как о своем воображаемом друге. Мне сейчас не до шуток. Мне тебе надо кое-что сказать. Надо встретиться. Надо сказать, говори. Мы нашли Веронику. Она мертва. Шагин, я не хотела так тебе об этом говорить. Пожалуйста, давай встретим. Да. Вызывали? Заходите. Почему я только сейчас узнаю, что найдено тело Вероники Лариной? Я собиралась сказать. Шагин до сих пор ваш консультант. Это правда? Правда? Вы считаете это нормальным? Он в розыске, в нашем же розыске, и он вас консультирует. Это вообще как? Вы что, совсем с ума сошли? Мы оследили, где он сейчас. И в ближайшее время задержим. Кто? Вы задержите? Шагин опасен. Его задержание, при всем уважении, должны проводить силовики. Согласен. Не надо никаких силовиков. Шагин сдастся сам. А какой смысл им сдаваться? Сергей Сергеевич, пожалуйста. Давайте я его задержу. Я уверена, он не будет сопротивляться. У Шагина есть оружие. Мы все знаем, как он умеет им пользоваться. Зачем же мы будем вами рисковать? Только чтобы узнать, кто прав. Я могу задержаться. От меня он точно не уйдет. Тебе бы отлежаться. Леша, я тебя прошу. Я не пристрелю. Ты сама сказала, сдаться. Стас, сделай, что есть, Лимон. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасатель ищет самолет в лицу, но его там нет. Да? И где же он? Тому, кто его пилотировал, важно было остаться незаметным. Поэтому он старался держаться как можно дальше от поселков и трасс. Знаете, вы видели, как он выпрыгнул? Кроме того, при падении самолет мог загореться, огонь бы засекли. Если бы я был пилотом, я бы направил самолет прямо в это озеро. Выиграл бы время. Простая логика. Буду скучать по твоим фокусам. Вызови спасателя сюда. Самолет здесь. Да. Все в порядке. Скоро будет. Она? Беспокоится, что мы поубиваем друг друга. Ну. Ну ладно, поехали. Чего один приехал. Мог бы забрать меня с мигалками. Был бы твой триумф. Нашли Славу? Нет, но мы ведь обе знаем, что он мертв, да? Не поняла. Вы ни его звонка ждали и ни за него беспокоились. И у меня для вас печальные новости. Мы нашли тело. И это Денис Кириченко. Я ничего не понимаю, о чем он говорит. А кто этот Денис? Пройдемте в дом. Кириченко был инструктором у Разумовского, а потом что-то пошло не так. И конфликт был такой, что Разумовский решил не просто сменить инструктора. Он хотел, чтобы того депортировали домой в Литву. И действительно, когда его уволили с работы, он пропал на какое-то время. и ваш муж думал, что он уехал. Но это было не так. Он не мог уехать. Я умерла без него. А однажды Ярослав вас все-таки застал. Я не знаю, изменяли ли вы когда-нибудь. Могу вам сказать, что можно любить и уважать мужа и быть влюбленной в другого человека. Тварь. Что вы сделали потом? Слава начал убивать Дениса. Все. Дальше потом все, как в тумане. Я вообще не понимаю, как это могло произойти. Чемнул кровью и вообще непонятно откуда. Денис сказал, что все возьмет на себя. Привез мне колу, чтобы я помыла пол. А сам отвез Славу. В аэроклуб. Он уже был мертв, да? Кириченко хотел все обставить так, будто Разумовский сам разбился. Только вот у него сама бы парашют не раскрылся. Она ведь не верит, что это ты. Дошел после результатов ДНК. Ревнуешь? Может, и ревную. Только не пойму, чем ты ее взял. Убийца с паранормальными способностями. Это то, что ей нужно, что ли? А ты думаешь, ей нужен парень с женой и ребенком? Парни с женой и ребенком могут быть неплохими парнями. Могут. Это банально. И? Дверь открыта. Туго соображаешь? Твой резон. Если тебя пошадят, она тебе весь рог будет передачки носить. Пождать тебя будет, думать. Мы же оба хотиме, добра, правда? Не усложняй ей жизнь. Хочешь, чтобы я просто исчез? Нет, не просто. Навсегда. Если ты появишься, я тебя посажу. Если ты позвонишь, я тебя посажу. Если я узнаю, что ты где-то рядом, я тебя найду и посажу. Переживу. Я решал, что ты облажился. Переживу. Значит, я сейчас пойду, а ты меня при попытке побега... Думаешь, такой могла? А не такой? А придется проверить. Ну так что? Тогда пошел. Покерт побега. Покерт! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что? А я вот все думаю, как ему удалось бежать? Да. И на старуху бывает проруха. Открыл дверь и выскочил. На ходу. Леш, у тебя центральный замок. Да. Или забыл закрыть, или электроника не сработала. В общем, ты сама знаешь, как это бывает. Знаю. Я была уверена, что Шагин остастся. Ну, видимо, Кравцов был прав. Я не знаю о нем ничего. Все-все-все. Давай, выпей. Тебе нужно отдохнуть. Поехать домой. Может быть, посмотреть какое-нибудь хорошее кино. Кстати, а как с диска сейчас смотрят? Телегин, сейчас все в интернете качают. Да ты что? Я даже не уверена, что у меня дисковод есть в ноутбуке. А у меня есть. Я тебе привезу свой. Там не застрял, правда. С лучшими комедиями придется смотреть. Ребят, там пришла женщина, говорит, что она... Вероника Ларина. Вероника? А чье тогда тело в морге? О! О! ДТП! Шов порезет. Right now. Травма у правого колена. У меня политравма. Серьезная кровопотеря. Лобовое сфоткровение. Отец погиб на месте. Трениционную бригаду первой смотровой. Поехали, поехали. Так, ее сына в седьмую интенсивную. Бегом, бегом. Ирина Викторовна, мы привезли вам вашего сына. Нам нужно разрешение на его лечение. Вы меня слышите? Здесь ваш сын. Какой сын? Вы с ней попали в ДТП. Где мой муж? Где он? Позволите его. Пусть падает. Серьезно, тихо, тихо, тихо. Бригаду, аниматолог. Тихо, тихо, рот, на пол. Спокойно. Тихо, 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 сейчас, сейчас. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Практически во внимку. Но еще по анализу крови мы заподозрили что-то неладное. У парня четвертая группа крови, а у женщины первая. Она не может быть биологической матерой этого ребенка. Приемной? Но Леникова перед смертью пришла в себя. Ребенка она не узнала. Мы связались с ее родственниками. Они не знают, кто он. А что он говорит? Да ничего он не говорит и на речь не реагирует. Лухонемой? Возможно, шок. Мы будем подавать в розыск. Особые приметы есть у него? Трудно сказать. Он в гематомах, ссадинах. А, есть старый шрам на ноге. Года два минимума. Нужны будут фотографии. Получится сделать? Ясно. Сейчас попробую. Здравствуй. Меня зовут Алексей. Я присядно? Мне нужно тебя сфотографировать. Ты любишь фотографироваться? Ты знаешь моему сыну где-то так же, как и тебе, и он терпеть этого не может. Вы знаете, я не биолог, поэтому не берусь утверждать, что до конца понимала суть происходящего. Существовало две группы испытуемых. Первая группа, которая якобы принимала препарат, разработанный Крамером, а вторая – плацебо. На самом деле препарат принимал только один. Константин, а вы знаете его настоящую фамилию? Все данные испытуемых были засекречены. Поэтому я знаю только то, что он мне сам рассказывал. А он был не из общительных. Какой препарат ему вводили? Это новое слово в моделировании задач для человеческого мозга. Так было написано в аннотации. А я должна была записывать каждый день данные в журнал о психофизических изменениях. Вы знаете, буквально каждый день с Костей происходили потрясающие изменения. Просто фантастика. Он запоминал огромные массивы текста. Представляете? Эволюция, которая происходит прямо у вас на глазах. Это как... Ну, это как в подстровь перемотки. Ноги со стола убери. Да, мой внезапный босс. Что вы принесли, внезапный босс? Ограбили Санту? Держи. Значит так, жила-была семья Олейниковых, которая не любила пить холодный кофе. Холодный кофе? Да, зато любила путешествовать. Ты смотри-ка, по старинке, без навигатора. Так, не только в пределах нашей необъятной родины, но и за. Так, а еще не изучали древнекитайский секс. Ну, значит, в целом хорошие и положительные люди. А теперь вопрос, откуда у этих хороших, положительных людей появился в машине мальчик восьми лет? Есть идея? Сын. Сын. Тебе должно было упасть письмо. Из лаборатории глянь. Ты смотри-ка, не только не сын, но и не родственник. Хромосомы не совпадают. Подожди. Ты заставил их взять кровь и трупа? Да. Ну, ты крутой. Значит так. Судя по забронированным отелям, Алиников собирались во Францию. Через всю Европу. Педофилы. Ага. И взяли поэтому ребенка без документов. А представь теперь их пересечения границы. А может, они подвозили ребенка знакомых? Типа Блаблакар. Не, хлипкая версия. Хлипкая. Посмотри их в соцсети. Угу. Давай. И посмотри, пожалуйста, список пропавших детей за две недели в нашем районе. И не только в нашем. Да, и еще на фоне его потрясающей оперативной памяти, у него стала исчезать личность. Это ему не нравилось. Он хотел закончить. Он во всем винил препарат. Я написала докладную. Но... Завершение эксперимента никак не входило в планы фарм-энженеринг. Меня уволили. За неэтичное поведение. Они нашли видео, где мы с Костей... Ну, я не буду это скрывать. Да, он мне нравился. И я ни о чем не жалею. В общем, я помогла ему сбежать. Я знала, что компания просто так нас не оставит. Мы все время были в движении. Костя пытался... Пытался установить свои воспоминания о самом себе. Вернемся к телу в вашей машине. Вы сказали, что не знали эту женщину? Вы знаете, на меня вышел помощник Крамера. Мы переписывали с ним по электронной почте. Он хотел передать какие-то... Какие-то материалы по эксперименту. Мы договорились встретиться на парковке. Когда мы туда пришли, в машине была девушка. В моей машине. Видимо, киллер принял ее за меня. Она была мертва. Я думаю, что это она со мной переписывалась. Хотела что-то передать. Это что там? Ключи от квартиры, где деньги лежат? Да. Ну, вообще-то, то, что они открывают, можно открыть булавкой. Это баловство. Но все-таки они что-то открывают. А мы Жене так и не будем звонить, да? Ну, больничный. Сказано, не беспокоить. А если мы скажем, что у нас тут неизвестный пацан? Угу. Или нет? Загадка в стиле Шагина. Костя совершенно отключился. У него и раньше были провалы в памяти. И я понимала, что в ближайшие несколько часов он мне не помощник. Я запаниковала, мне стало страшно. Я совершенно не понимала, что мне делать. И тогда я подумала, если киллер верил в то, что это была я, значит, мне нужно было исчезнуть. Я поехала за город. Нашла коллектор возле дороги и спрятала там тело девушки. Телефон там абсолютно не ловил. Я поехала дальше. И там тоже не было связи. Тогда я оставила Костю в машине. Я думала, что это безопасно, его там никто не найдет. А сама... А сама пошла на хорум, чтобы поймать хоть какой-то сигнал. Когда я вернулась, Костя в машине уже не было. Я подумала, что его забрал киллер. Что все-таки нас выследили. Да, Леш. Привет. Как дела? Лучше горло уже почти не болит. Скучаешь? Может быть, тебе следует переключиться, заняться чем-нибудь? Я занимаюсь делом о трупе в морге. Да, вот и я об этом. Слушай, у нас нашелся мальчишка с неидентифицированной личностью. Ему очень нужна помощь. А трупов-то все равно. Жень? А что за мальчишка? Жертва ДТП. Лобовое столкновение. Супружеская пара, в машине которых он был найден, не является его родителями. Родственники мальчишку не знают. И откуда он взялся, понятия не имеют. Еще мы нашли в куртке у него ключи. Да, и вот что они открывают, тоже много не знают. И ты хочешь, чтобы узнала я? Ну, как вариант. Не надо тыкать пальцем. Всем привет. Привет. Ключи. Вот. А где ты его взяла? В вещах изъятых на месте ДТП из другой машины. Лобовое столкновение как секс. Происходит обмен жидкостями и что такое. Да, рюкзак, вылетев от удара из одной машины, перелетел в другую. Что нам известно об этих Олейниковых? Обычные люди из провинциального города. Работа в юридической фирме, зарплата выше среднего, так что не нуждались. В созданных сетях все как у всех. Футбол, сплава на байдар, как шашлыки. Есть только одна интересная штука. Ну? На своей страничке Олейникова спрашивала подруг рекомендации одной клиники. Я узнал. Это клиника репродукции и планирования семьи. Проблемы с зачатием? Полный себе мотив. В таком случае, ребенок для похищения выбран неудачно. И пацаны в таком возрасте неизговорчивы. И лучше было бы взять двухлетнего, трехлетнего. Все равно нужно проверить, как это было на самом деле. И остальные вещи тоже. Так, судим поиски. Разошли фотографию ребенка по всем населенным пунктам, которым следовала пара. Возможно, уже заявляли о пропаже, просто не успели внести в глаза. Ага. А ты куда? В больницу. Мальчик, а и там? Да. С ним сейчас работает психолог. Похоже, у него не очень получается. После того, что мальчику пришлось пережить. Кто знает, что было в его прошлом? Может быть, это защита? Насколько я помню, институтский курс психологии, такие защитные механизмы работают только у взрослых. Вы когда-нибудь сталкивались со случаем, когда человек полностью забывает все, что касалось его личности? Вы при этом прекрасно помните все остальное. Я всего лишь врач. Можно к нему? Процесс будет долгим. Ребенку нужен покой. Она из спецбюро. Привет, я Женя. А тебя как зовут? Это твой динозаврик? А у него есть имя? За последнее время много чего произошло, я понимаю. Но у тебя теперь есть твой друг. И он тебя защитит. Извини. Да, Стас. Жень, тут у нас две новости. Хорошая и странная. С какой начать? Ай, начинай уже. Я связался с клиникой репродуктологии. А Лейникова планировала беременность. Она хотела девочку. И пыталась узнать, нет ли научного способа получить именно ее. Если она хотела девочку, то мальчик точно не ее вариант. Может выбораться? Что еще? Результаты анализа частиц рюкзака. Помнишь тот запах гали, который заметил телега? Так вот, это частица цемента, подвергшегося высокотемпературному воздействию. Цемент удерживает жар достаточно эффективно и может сработать в качестве губки, накапливая газа, который потом выходит через полистый материал, высвобождая хлористый водород и другие токсичные испарения. Если рюкзак был на пожаре, значит ребенок тоже. Виталий Иосифович, извините. Да, да. А когда привезли мальчика, на его теле были следы ожогов? Да нет, термальных воздействий не было. У машины не горели. Шагин, Шагин, что бы ты сделал? Вы проверяли его легкие? Зачем? Проверьте, пожалуйста, его легкие. Звонили из больницы. Мы правы. В легких обнаружены тоже следы продуктов горения, в том числе хлористого водорода. Пожар – это уже что-то? Да. И еще, судя по результатам спектрального анализа, вероятнее всего, горел блочный дом с деревянной начинкой. Есть следы пропитки дерева, как раз противопожарной. Ты сам это все понял? У меня IQ 168. Да ладно. Возвращаясь к пропитке. Ты, конечно, не знала, но некоторые фирмы используют уникальные компоненты при производстве. Это касается только дорогих пропиток. Так вот, в нашем случае использовалась именно такая. То есть, сгоревший дом принадлежал людям с достатком. Стас, ты молодец. Да. Спасибо за информацию. Из четырех пожаров, подходящих под наши параметры, я бы выбрал вот этот. Почему? Дом горел. Семья, которая в нем жила, убита. Муж – работник прокуратуры, жена – работник бутика собственного. И, внимание, возьмите ребенка. Совпадение? Не думаю. Что с ребенком? Следствие еще не закончено, но по предварительным данным погибла вся семья. Но это же он. Что еще известно по этому делу? Следователи опрашивали соседей. Те говорят, что супруги часто ругались. Слышали, как погибший Иван Сычев обзывал жену проституткой. А, вот еще. На месте преступления была найдена дробь, выпущенная из охотничьего ружья. Мелкая, максимум на куропатку. А что, Сычев охотник? Нет, по версии следствия, дробь могла принадлежать убийцам. Странные какие-то убийцы. Они бы еще с пистонами пришли. Теперь у нас две загадки. Как официально погибший мальчик остался жив? И зачем его похитили и куда-то перевозили Олейниковы? Кстати, путь их следования не совпадает с местным временем пожара. У Олейниковых могли быть сообщники. Для передачи ребенка. Или Олейниковы вообще здесь ни при чем. То есть? Что, если не рюкзак перелетел из одной машины в другую, а ребенок? Да что ты такое говоришь, Таша? Я считаю, нужно начинать с пожара. Потому что пожар – это пожар. Ладно. Объясню на наглядном примере. Леша, ты будешь Олейниковой на пассажирском сиденье гольфа, а ты, Женя, будешь мальчиком на переднем сиденье минивэна. Возле водителя. Еще не должен быть Олейниковым. Так, как я еду? Прямо. Быстро? Не очень. А я как еду? А я тебя поведу. Начали. Минивэн вылетает навстречу и несет союзом. Столкновение получается не лоб в лоб, а немного под углом. И обратите внимание. Лобовое стекло минивэна вылетает полностью, а у гольфа частично остается на месте. И получается, что мальчик перелетает через капот минивэна и оказывается возле двери гольфа. Жень, ты можешь, пожалуйста, перелететь через капот? Да, конечно. В это же время Олейникова вылетает из своего кресла, и они случайным образом оказываются в объятиях друг друга. Леш. Естественно, врачи скорой принимают их за мать и сына из одной машины. Все логично. Ну вот, и шаги на минуту. Так, а что у нас с другой машиной? Так ничего. Мы же занимались Олейниковыми. Тогда займитесь другой машиной, а я попробую добиться эксгумации погибших Сычевых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирошниченко и Геннадием Петровым Мирошниченко и Геннадием Петровым Вдруг он нарушил скоростной режим или кто-нибудь из проезжающих нарушил И камера его шлепнула И как шлепнула? У нас есть небольшая запись, но из нее мало что понятно Я пытался прокрутить ее через фильтры, но это все бессмысленно Да нет, не бессмысленно Ты был прав Мальчишка ехал в мини-войне Вот он Угу, точно Экскумация? Да Даже не просите Фантазии какие-то, прости господи Нашли дробинку, ребенок без документов Ну и что? Дело по убийству ведем не мы Ребенок в больнице, в безопасности Можем ему туда пост организовать И разбирайте себе спокойно Да вы же не даете, Сергей Сергеевич Я? Речь идет о ребенке, о его судьбе Не, ну вам же только положительную статистику подавай Плевать, какими методами Не обобщайте, пожалуйста Ты забыла? Шагиным вашим я пытался войти в положение, насколько мог И каков результат? Денис, давай садись Ага, молодец Поехали Вы Евгения? Да, а вы? Я Лера с горячей линией Меня к вам отправили, у меня информация о мальчике неизвестна Сегодня в 11.23 на горячей линии позвонил мужчина Он сказал, что знает мальчик, участник ДТП Что является его дядей Спросил, где ребенок? Я сказала, что мальчик в больнице А в ответ на просьбу представиться Он отказался Естественно, я ему не сказала, в какой больнице Рассковор оборвался А сколько позвонок? В 11.23 А сейчас сколько времени? Пол четвертого Почему вы мне раньше не сообщили? У меня свое начальство, я пока доложила ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай вырубай Ребенок после аварии Понятно, что на нем могут остаться металлические частицы Где болит? Проверять надо такие вещи Диталий Иосифович, он же не говорил Мы по протоколу работаем Он же ребенок У него ни железных зубов, ни... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мальчика нет в палате Его увезли на МРТ Скажите, у больницы есть возможность организовать Постнохрану у палаты? Если нет, мы пришлем людей из спецбюро Да, Стас? Звонок на горячую линию был из холла бюро Он сказал, что у него один мальчик У него родители есть братья? Проверяю Да, младший брат отца, у Леви Сычев Телефон его? Чел звонил с внутреннего телефона Скину тебе фото Стас, найди его Если он дядя чего боится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекройте все выходы Черт Любишь рыбок? Один мой друг подарил мне золотую рыбку Хочешь, я принесу ее тебе? Денис, тебя Витак зовут Мне очень нужна твоя помощь Знаешь, моя мать никогда меня не обнимала в детстве Наверное, она считала, что меня это разбалует И ей не нравилось, когда я проявляю свое чувство на людях Она не злая И она по-своему хотела мне добра Зато у нас с ней был тайный язык Когда мы были на людях, она сжимала мою руку вот так И это значило, что я тебя люблю Или вот так Так я ей сообщала, что я боюсь А она на это отвечала Соберись, ты сможешь Ты боишься? Да, ты все запомнил Послушай, я очень хочу тебе помочь Я знаю, какому это терять близких людей Я сама недавно потеряла Денис Что это за машина? Ты был в ней? Что это за человек? Ты знаешь его? Это твой дядя? Ты его боишься? Почему? Он был в той машине? Денис! Денис, Денис Тихо, тихо, тихо Все хорошо Денис, все хорошо Вы вообще в своем уме? Вы не понимаете, в каком он сейчас состоянии? Денис, все хорошо Я хотела ему помочь, я должна была Все хорошо, Денис, все хорошо Все хорошо, ну выпьем ножки Давай Все хорошо, все хорошо, дорогой Никогда не приходите больше Вы делаете только хуже Идите Извините А что с его ногой? Неудачная попытка сделать МРТ У него в ноге оказалась дробинка Ну вот Родители Дениса были застрелены дробью из-за кастула Да, только вот этой года два не меньше Странно, правда? А что с ним будет дальше, с Денисом? Ну, несколько дней у нас полежит Ну, а дальше его соцслужба заберет А потом уже либо родители, либо Сами понимаете, интернет Не зная вас Я подумал бы, что вы хотите парня усыновить Да я шучу, шучу Спасибо, всего доброго Да нету что, нету что Так Поможешь мне С одним вашим Внутренним вопросом? Когда было по-другому Знакомый этот персонаж? А Персонаж знатный Был знатный Короче, история простая Работал этот человечек по делу экономических преступлений Имел доступ к нашей информации Информации Смежников И появилось у нас подозрение, что он эту информацию сливает Интересно Вообще-то по целому ряду фигурантов дел К которым он имел отношение Пошли разбойные нападения Причем жестко В крови с убийствами Мы решили его прощупать Но товарищ был жесткий Ничего особо не нашли Тогда мы так малость Блифанули Ну сказали, что Вроде как Кое-что знаем Он возьми и дай слабину Признался? Ну Начал вроде как Теоретически Выяснять, что ему будет Если он пойдет Встречу еще не начатому следствию Мы назначили ему Очередной допрос До которого он не дожил А на его убийстве почерк Как и на разбойных Догадливый ты, Леш По денег измочили Ну как Версия Покажем Покажем Я думаю, что он не хочет Версий 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 Что он взял Версий За ним Покажем Версий Атемий Затем Вас Все Версий Выс У меня один человек из прокуратуры нашептал, что отсоединись за то, что он собрал создать своих подельников в порядке больнических нападений. Он сливал им служебную информацию, а не я. А ты рассказал самому человеку, что мы нашли сына Сычева живым и невредимым? Зачем? Заберут. Еще показания заставят давать. Женя. Женя, мы все это смотрели, что раз. Хватит. Вероника сказала, что та девушка, возможно, была ассистенткой Крамера. Она хотела передать что-то важное, касающееся Шагина. Но проблема в том, что Крамер был невысокого мнения женщин в науке. Все его ассистенты были мужчинами. Кто она тогда? Да, может, она вообще никакого отношения к Крамеру не имеет. Вероника сама не была в этом уверена. К тому же она может врать. Как ты думаешь? Черт. Где же ты, Шагин? Леш, почему он до сих пор не появился? Почему он до сих пор не дает о себе знать? Давай я отвезу тебя домой. А лучше, знаешь что, давай напьемся. Что, я разрывалась тебе в жилетку? Я никому не расскажу. Поехали? Леш, езжай домой. Я тоже скоро пойду. Да, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok Да? Потому что тело уже никуда не убежит Стас Ты можешь подключиться к камерам наблюдения? Так, а это еще кто? Напавший дядя, да, налагай. И да, похож. Ты что творишь? Ну, привет. Так и знал, что за пацаненком смеешься. Жень, Денис забрал его дядю, уехал на такси. В таксопарке отслеживают место положения машин, поэтому мы знаем, где он. Прости, чтобы Резак с тобой. Слушай, приди патрули, чтобы задержали машину. Так, хорошо. Где Денис? Вон, его забрал. Забрал. Спасибо. Этот человек увез Дениса. Да, это он. Вы его знаете? Этот человек убил моего брата и его жену. Вы сами это видели? Мы с Дениской собирались на охоту. Ну, короче, моему брату не было времени, когда заниматься с сыном. И, ну, в общем, в этот момент, когда он забежал, вот этот, забежал в дом, мы с Дениской были в его комнате. Когда я услышал выстрелы, я испугался, схватил Дениса и выпрыгнул в окно. Ну, а потом, через несколько секунд взорвался дом. Почему вы скрывались? Ну, поймите, Ванька был под следствием. Его семье угрожали. Я подумал, что будет лучше, если они поймут, что погибли все. Если бы тогда, конечно, не заснул за рулем, то, ну, короче. Почему этот человек оставил вас в живых? И вас, и Дениса. Почему не убил на месте, как таксиста? Девушка, я не знаю. Машину похитителя объявили в розыск. Знаете больше, кого мы ищем? Что бы вы без меня делали? Похититель Конюхов Олег Владимирович, 68-го года рождения. Ну, что, твоя супер-пупер программа распознала ли он, наконец-то? Он звонил из холла по внутреннему телефону. Как ты думаешь, им часто пользуются? А я тебе скажу, почти никогда. Поэтому его пальчики засветились, а уж по ним. Богатое криминальное прошлое. Профиль заказа на убийство. Почему же он их не убил? Стас, ты вроде говорил, что Валерий не женат и никогда не был. Ну, да. Вы нашли его? Смотря о ком вы спрашиваете. А как о ком? О Денисе. Ну, да, действительно, о ком еще должен беспокоиться и отец, как не о своем сыне. Да, с годами мы меняемся. В том числе физически. Пальцы распухают так, что обручальное кольцо тяжело снять. Да, у меня такое было. Так привыкаешь его носить, что потом забываешь о его существовании. Правда? Когда этот тип пришел в дом и начал стрелять, я испугался. И это нормально. Я просто испугался. Поймите. Я слышал, как кричала Светка. Я слышал, как он в нее стрелял. Я все это слышал. Я в тот момент вообще ничего не соображал. Поймите. Я просто схватил сына и выпрыгнул в окно. Потом услышал взрыв. Все бы ничего, но есть одно но. Ваша жена и брат были убиты охотничьим оружием. Вашего брата. Странный киллер, не находите? Прийти на задание без оружия с надеждой на то, что на месте подыщется что-то другое. И экспертиза установила, что на момент выстрела и пожара Светлана и Валерий были без одежды. Они занимались сексом в подвале вашего дома, и вы их застали. Да, 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 застал, да. Эту проститутку застал и своего брата вместе с ней. И что мне было делать, а? Что мне было? Понятие простить их, да? Так чисто по семейам. Чего хочет Конюхов? Если вам дурак ваш сын, говорите. Конюхов обменяет мальчика на бумаге, которую он собирался передать следствию. Это компромат на его подельников. Леха, ты крутой. Только я вот не помню, чтобы в отчете о пожаре говорилось, что тела были раздеты. Угу. А ничего такого не было? Пришлось импровизировать? Крутой. Дай пить мне. Я здесь. Не вижу бумаг. Они в надежном месте. Верни сына, и я скажу, где. Считаю до пяти и стреляю твоему парню в ногу. Стой. По инвалидам. Коль папа идиот. Раз. Подожди, дай ему трубку. Два. Ну подожди, ну дай ему трубку. Я пойму, что с ним все хорошо, и скажу, где бумаги. Ну. Ладно. Папа! Слышал? Сколько у нас там было? Три? Стало говорить уже четыре. Пять. Папа! Да больно! Здорово! Папа! Больно! 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 Лежать! Лежать! Сынок! Сынок! У меня часто дома не бывает, ее нужно кормить. Сможешь о ней позаботиться? Кормить ее нужно три раза в день, по щепотке. Похоже, Женька нашла себе нового любимчика, вместо Шагина. Сиди, как он там? Кто? Ой, да ладно, я никогда не поверю, что ты сам доказался. Про цемент и про дробь. Что? Ничего. Не будешь больше? Ну, давай спать. Вот так. Ты боишься? Чего? Хочешь, я оставлю свет? Так, слушай, надо забирать ее отсюда. Еще пять минут, и она его усыновит. Вот, что для нас с тобой лучше? Счастливый шеф при наличии Шагина, или несчастный шеф при отсутствии Шагина, зато с целым выводком детишек, собачек, и кого он там еще пожалеет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Стас, мне только что на почту пришел файл. Запись с камер видеонаблюдения. Там наша особая из морга встречается с крамером. Какое-то медучреждение, режимный объект, охрана. Подожди, он ее целует. Стас, она у меня подружка. Это женщина из морга. Быстро взломай меня и узнаю, откуда пришел файл. Ты уверена? Да ломай уже. Жень, ты там? Да. Ну ты присядь. Письмо с вложенным видеофайлом тебе отправили с твоего собственного вай-фая. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй, Диночка. Здравствуйте. Какой хорошенький. А вы куда? На перевивку повела. А, сладенький. Все в порядке? А? Все в порядке. Стой! Это безумие какое-то. Зачем нам туда ехать? Это какой-то прикол. Я хочу посмотреть на того, кто так прикалывается. Надо было в полицию звонить. Дин, я все-таки за полицию. Дружись какой-нибудь псих. Пойдем. Давненько я здесь не был. Ау! Есть кто? Если что, у нас оружие. Какое у тебя оружие? Сейчас топор возьму, и будет оружие. Динка? Это же наше. Да. Пробки. Щиток в подвале? Я не помню. Пойдешь со мной? Нет. Всегда была трусихой? Я лучше тут. Если через 15 минут не вернусь. Дурак. Да. Продолжение следует. projecting. Это легенда, и я думаю, что Икар долетел, но суть не в этом, а в том, что люди с самой древности мечтали полететь. Уже тогда поняли, что для этого нужны крылья. Понимаешь? И вот, первый в мире самолет, который действительно оторвался от земли, создал в 1882 году Александр Федорович Можайский. Правда, пролетел он недалеко, и почти сразу рухнул. Ну, могу сказать, например, что рад меня видеть. Ну, конечно. Вот и теперь чем занимаешься, дети. Ну, что смешного? Ну, учитывая твоё к ним отношение. Искореняю телегенщину с пеленок. У Лёши, между прочим, высшее образование. И я об этом. Не знаю старого доброго тебя. Установили личные женщины на видео, которые ты прислал. Она была защитена с камерой. А оружие, из которого её убили, не твоё. Так что с тебя стоят все обвинения. И Ледвинов описал приказ прекращения уголовного преследа. Теперь мне нужно прятаться. Как ты? Как будто стащил чужой чемодан со всяким хламом, и таская его за собой. Привет, я Костик. По крайней мере, так написано на моей бирке. Выпью? Ты многое хочешь, а на это нужно время. Да, Стас. Семейная пара ехала на дачу. Подруге заклохло. Навстречу им девушка из леса. Слёзы, сопли, слюни, истерика. Она поехала на дачу с парнем, а он исчез. Ну, видимо, сбежал. Шагин? Шагин, это ты? Стас по тебе соскучился. Полицию вызвали? Да, но они ничего не могут сделать. Телефон парня недоступен. Ближайший жилой поселок в 10 КМ. Там его не видели. И попучка тоже никто не брал. Ты как, с нами? Давай, Костик. Хватайся во чемодан и поехали. У меня багажник в свободе. Я получила это письмо два дня назад. Юлька, моя сестра. Она написала, что соскучилась, хочет увидеться и что ждет меня на даче. Там вообще столько всего из нашего с ней детства про то, как мы траву сушили на чердаке. И там была земляника про то, как мы от дождя прятались под рассохшейся лодкой. Ну, и в чем проблема? Юля умерла. Год назад. У нее было сложное заболевание. Врачи даже до конца не смогли диагностировать. Она... Она умирала у меня на руках. Это было... Это было невыносимо. А теперь письмо. Мы поехали туда с Глебом. На даче не было света, и Глеб пошел проверить пробки в подвал. Потом он закричал. Я побежала к нему, и... Его там уже не было. Побежала к дороге. Ну, позвать на помощь. Или я не знаю. Не знаю, я просто побежала. Дина, а вы хорошо знаете пучер своей сестры? В том-то и дело, что это письмо, и все, что в нем написано, это все правда. А почему вы не позвонили в полицию? Глеб предлагал. Я... Я не послушала его. Я не знаю, кого я там надеялась увидеть. Сестру? Дина с сестрой рано лишились родителей, а потом жили здесь с теткой. Ух! Тетка любила выпить. Смотри. Кажется, подвал идет. Идешь? Да, только кровь на анализ возьму. Ух! Смотри, ух-мх. Кто-то провод перерезал. Тот, кто похитил парня? Не знаю. Так. Ты в порядке? Вот откуда кровь. Я же говорил, парень просто разыграл свою подружку и удрал. Странный способ расстаться. Хотя чего только не бывает. Но приехали они сюда на машине, а электрички здесь не ходят. Я видел по навигатору, что рядом есть река. Ну да. Здесь вытаскивали лодку. Свежий след. А этой штукой отталкивали. Леш, ну есть и основания полагать, что это просто жестокий розыгрыш. Девушку можно домой отпускать, а парня хорошо бы найти и с ним поговорить. Ну, не самый интересный случай. Но это же только начало. Ты же знаешь, мы без работы не останемся. Кстати, насчет работы. Никогда не думала, что она занимает всю твою жизнь. Ты заботишься обо мне? Я начинаю беспокоиться. Что с тобой? Я хотел сказать, что... Шагин. Дина, как давно вы знали Глеба? Не помню. Наверное, давно его родители дружили с нашими. Он был вашим парнем? Нет. Он просто друг. Он очень поддерживал меня после Юлькиной смерти. Скажите, а есть кто-то, кому вы можете позвонить? Друзья, родственники? Вам сейчас не стоит оставаться одной. Нет. Никого нет. В письме ничего не говорилось про Глеба. Преступник мог бы не знать, что возьмете его с собой, так? Вы считаете... Вы считаете, что он хотел бить меня? Сагин! Рад видеть тебя, старичок. Так. Да ты подрос? Да. Алкоголь без паспорта уже продают? У меня хотя бы есть паспорт, а у тебя только клочок с именем. Хочешь что-то? Ну да. А женись на Веронике. Вот тебе и фамилия. Ты ее, кстати, видел? Это... Это десятка, чувак. Так, что у нас здесь? Следы от электрошокера на шее. Скорее всего, было без сознания, когда его кинули в угол. Утопление? Скорее всего, патологоанатом подтвердит причину смерти. Спасибо. С возвращением. Народ, а за что спасибо? За то, что не пристрелил. Дневник сестры Дины, которую она вела, пока болела. Ребенок закрывает глаза. Он видит ту же темноту, что притаилась у его ног. Темнота касается его, как будто язык огромной собаки или вышедшего из темной бездны чудовища. Чудовище хочет забрать душу ребенка. Чтобы остаться в живых, надо пройти испытания. Этот мир, где ребенку придется открыть глаза, больше не безопасен. Он никогда не будет тем солнечным миром, для которого он был рожден. В общем, двести с лишним страниц про предстоящие испытания темнотой. Все то же самое от третьего лица. Защитная реакция. Она знала, что умирает. Все негативное, что со мной происходит, происходит не со мной. Совпадение сто процентов. Мне бы Ника письмо написала Юля? Да как такое возможно вообще? Возможно. Если Юля все еще жива. Юля умерла на руках у Дины. Думаешь, она могла перепутать сестру с кем-то еще? Эксгумируем тело и посмотрим. Мы не будем эксгумировать тело. Было официальное прощание. Родственники, друзья. Юля умерла. Тут без вариантов. Должно быть какое-то другое объяснение вот этому. Чудовище из бездны? Которое забирает души девочек, не прошедших испытания? Ну а что? Ты знаешь, мне нравится эта версия. Если ты так жаждешь покопаться в трупе, тело Глеба у нас в морге. Убийца умный. Парня выкинул в реку. Так что, если были какие-то у реки, их смыла вода. Всем доброго. Шагин, зайдите ко мне. Значит, уходите. Надо разобраться с личными делами. Понимаю. А Пичогин узнает? Пока нет. Ну как-то не было подходящего случая. Сами понимаете. Разрыдается ведь. Стресс, конфеты, тортики, мороженое. Потом комплекс лишнего веса. Да. Пошло-поехало. Смешно. Ваш мартини. Хороший выбор. Простите, я не хотел вас напугать. Извините. Мне этого нельзя. Я на таблетках. Ваша карта и чек. Пожалуйста. Вы знаете, я читал дневник вашей сестры. Когда умирал мой отец, я бежал из дома. Бросил мать одну. Конечно, можно сказать, что мне было 14 лет, и я не понимал судей происходящего. Но на самом деле я все понимал. Все прекрасно понимал. И вы знаете, это можно назвать обычной трусостью. Я это говорю к тому, что я понимаю, как вам было тяжело. В письме говорится о неком событии, которое вас всех объединило. Некое испытание. Юля часто пишет о нем в дневнике. Это что-то реальное? Это не имеет значения. Все имеет значение. О чем идет речь? Не волнуйтесь. Все хорошо. Летом мы постоянно торчали на даче. У тетки. Я, Юлька, Глеб. Мне тогда лет 9-10 было. Мы в паре километрах от дачи нашли затонувший буксир. И это стало, ну, что-то вроде нашего секретного места. Однажды мы встретили девочку лет 7-8. Она увязалась за нами и пошла лазить по этому буксиру. Глеб тогда очень разозлился, потому что он считал, что это наше место. И никто не должен об этом знать. В общем... Вы можете мне все рассказывать? Мы решили ее проучить. Мы сказали ей, что идем нырять в трюм этого буксира и взяли ее с собой. Сделали так, чтобы она зашла туда первой и закрыли люк сверху. Она очень кричала, просила ее выпустить оттуда. Стучала, стучала. Там было совершенно неглубоко. Там было мало воды, понимаете? Она не могла там утонуть. Но она утонула. Нет. То есть, мы не знали этого. Мы ушли на дачу, нам пора было обедать. И мы просто ушли, оставили ее там, а потом... Потом мы забыли, понимаете? Мы вспомнили об этом только утром, когда встретились и сразу же побежали на этот буксир. Но там ее уже не было. Ну, значит, она выбылась? Да. Там можно было так поднырнуть и вылезти через разбитый иллюминатор. Так Юлька очень часто делала. А как звали ее? Эту девочку? Я не знаю. Мы видели ее в первый раз и больше никогда. Юля потом очень переживала. И мы все переживали. Понимаете, мы были просто маленькими детьми. Я понимаю. Ну, вы же не думайте, что это может быть как-то связано. Сташ, надо кое-что проверить. Да, Аня. Не отвлекаю? Нет, говори. Чего тебе хотел деть винов? Не знаю. Все скучился, наверное. Пытался обнять. Я отбивался как мог. Это по поводу Вероники? Ты, кстати, уже ее видел? Прямо сейчас на нее и смотрю. Смотришь? Ты где? В кафе. А к ней подкатывает какой-то чудик. Подожди, ты что, еще с ней не разговаривал? Нет, не говорил. Почему? Чего ты боишься? Знать о себе что-то еще новое? Я и так уже все знаю. Начиная от того, что я не люблю трусы-боксеры, заканчивая богом делом. Я видел все твои добросы с ней. Ну и что, Дада тебя останавливает? Она красивая, да? Жень! Пойдем. Ты будешь дальше за ней бродить или все-таки присоединишься к расследованию? А я не отсоединился. Я попросил Стаса поискать информацию о том случае с девчонкой, которую Дина, с сестрой и Глебом заперли в тремя. Здоровайся со всеми. Привет! Ого! Что-то новенькое. Привет всем там. Так что там с девочкой в треме? Давай, Стас, давай. Да, собственно, я ничего не нашел. Эта девочка, которую заперли, ее просто нет. Ну, в смысле, заявлений в полицию никто не писал. Среди трупов или пропавших детей ее тоже нет. Видимо, все обошлось. Может, соседи вспомнят? Поселок разваливается, дома уже перепродавались по сто раз, так что хозяев не найти. Ну, если это месть, и к тому же убийца воспользовалась, с записями Юлия, логично предположить, что ее смерть не была случайно. Шагина. Костя, я все проверила. У нее было действительно тяжелое аутоиммунное заболевание. Я название не вспомню, но там все чисто. Ну, а вот иммунное заболевание провоцируется. Например, тяжелыми менталами, так что ее, так что ее могли отравить. Ты сейчас намекаешь на эксгумацию? Ее не будет. Литвинов не даст разрешения. Ну, а мне не нужно. В отличие от вас, я, я человек свободный. Так что максимум мне административное наказание грозит. Что значит человек свободный? Я подал заявление. Увольняешь. Пока. Не так уж и трудно было тебя найти. Ну да, ты гений, раз поняла, к чему я упомянул кладбище. Все-таки ненормальный человек, Шагин. Почему? Потому что я пытаюсь докопаться до правды. Вот именно, что докопаться. Здесь лежит человек. А то, что ты делаешь, это неуважение к его праху. Неуважение, это когда преступник разгуливает по городу. И что ты будешь делать? Как ты повезешь тело в лабораторию? На такси? Если это отравление, нужна ли всего одна прядь волос? Помоги. Сам. Вот она. Почему ты раньше не сказал, что увольняешься? О, я ждал удобного случая. И нашел по скайпу. И тебе неинтересно узнать, кто убил подружку Краймера? И зачем этот человек охотился за вами? Очень интересно. Ты все равно уходишь? И чем ты будешь заниматься? Паузу возьму. Мне нужно разобраться. Будешь следить за Вероникой, да? Хочешь поговорить об этом здесь, на кладбиси, ночью? Но ты же не церемонишься с выбором момента. Почему я должна? Ты все еще работаешь в спецбюро. Если тебя здесь со мной заметят. Вот разрешение на эксгумацию. Я же знала, что ты не успокоишься, пока сюда не влезешь. Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Упала на улице. Прохожие позвонили в скорую, нам тут же сообщили. Похоже на отравление. Вот ее вещи. Простите, а вы не знаете, что это? Антидепрессанты. В капсулах таблеток обнаружена ртуть. А это результаты анализов волос Юли. То же самое. Шагин был прав. Юлю тоже убили. Так, сначала Юля, потом Глеб, а теперь и Дина. Убийца должен быть хорошо знаком с сестрами, чтобы иметь возможность их отравить. И при этом не иметь контакта с Глебом, потому что его он утопил. По словам Дины, она позвала Глеба в последний момент. А, ты посмотри на нее. Ты думаешь, она на дачу поехала бы одна? Убийца знала, что она поедет за Глебом? Возможно. Надо обыскать квартиру Юли и Дины. Ртуть может быть еще где-то. И что насчет таблеток? Насколько я знаю, эти депрессанты же выписывают по рецепту. Я посмотрел историю платежей Дины по карте. Раз в неделю она переводит деньги на какую-то контору под названием «Свободное дыхание». Это частная психотерапевтическая лавочка. А вот и ее владелица. Ольга Снегирева. Институт психиатрии, курсы. Короче, дипломированный мозгоправ. И она кого-то учит, как жить. А сколько ей лет? Двадцать семь. Опа. Она пропала двое суток назад. Ей заявление. Двое суток назад убили Глеба. Совпадение? Так, а у вас есть журнал посещения с именами пациентов? Это конфиденциальная информация. У меня есть бумажка, в которой написано, что мне плевать. А вот он, журнал. А вы посмотрите пока. Может, что-нибудь пропало? А, тут ящик наполовину пуст. А что там должно было быть? Ну, папки с вами, пациенты. Отведите. Каких именно пациентов? Дэ Шипилова Юшипилова. Юля. А что, сестра Дины тоже ходила на терапию? Нет. Ольга ходила к ней в больницу. Она работает в благотворительной программе в помощи умирающим. Так, а что? Ольга ровесница Дины, значит, да? Ну, где-то да. Значит, она знала сестер и, возможно, историю с трюмом. Каким трюмом? Ну, знаете, как говорят, психотерапевт тот же пациент, только первым занял кресло. А вы ничего странного не замечали из-за Ольгой в последнее время? Может быть, она нервничала или сжалась на какие-то проблемы? А вы что, ее в чем-то подозреваете? Оля, она святой человек. Она даже работает с теми, от кого другие врачи отказались. Она хочет их вернуть более менее нормальной жизнью. Даже если... Даже если что? Я... Я обещала Ольге никому не рассказывать. Просто один пациент на групповой терапии напал на пациентку. Он поранил ей руку. А Ольга, она не хотела а дело доводить до общей огласки. Ага. Понятно. Но она съездила к родственникам этого парня, ну, чтобы уговорить их на госпитализацию. Ага. Как звали парня? Ренат Попов. 93-й год рождения. На кого он напал? На Дину Шпилову. Почему вы на него напали? Напал? Мозг кейв правил. Это теперь нападением называется? У нас-то так и называется. Все вы такие. Пуговичку забудете застегнуть. Потной ручкой пожмете. Телефончик случайно оставите. А когда дело доходит, так вы в отказку. Дина с вами заигрывала? Хотела, чтобы я ей вду. Не вду смысле намекала на это. А потом, прямо на терапии. При всех она начала кричать, будто бы я ее домогался. Вот и отхватила. Справедливо? Женя. Ты как? Ему точно надо лечиться. Слушай, у нее в квартире нашли 20 ртутных термометров, все разбиты. И нож. Слушай, давай-ка я с ним продолжу. Ну уж нет. Мы нашли в вашей квартире вот это. Дину пытались отравить ртутью. А ее сестру так убили. Нормальный расклад. Вы-то что? Совсем что-то кукушка съехала? Это не мое. И сестру я никого не знаю. Сами подкинули. Ваш врач Ольга Снегирева. Где она? Убил ее и расчленил. Последний звонок на телефон был от вас. Вы прочитали ваше СМС, вы ее угрожали. Плохо читать чужой СМС. Конечно, угрожала. Она хотела мне в психушку запихнуть. Боялась, что я эту девочку оприходаю в лифте снова. Почему снова? Так ее же в лифте изнасиловали. Не знали. Ты что тут? А? Женьки нет? Как раз экспертиза пришла. Ага. Я вообще-то за вещами. А, значит, правда, уходишь? Угу. Слушай, тут у Глеба, оказывается, какая-то фигня была. Дислепидемия. Тебе это о чем-нибудь говорит? Могли его из-за этой заразы убить? Нет, вряд ли. Дислепидемия – это патологическое состояние, обусловленное нарушением обмена жиров в организме и приводящее к развитию атеросклероза. Ага. Подожди, стоп. У Глеба не было дислепидемии. Я бы это заметил. Ага. Тут вообще-то ДНК не совпадает с той кровью, которую мы на даче нашли. Могли, конечно, и напутать. Сейчас проверю. Ну да. Перепутали планки. Офигеть. Проверяй и перепроверяй. Это хорошо, что мы на этом еще расследование построить не успели. Да, Шагин? Проверяй и перепроверяй. Дина, вы уверены, что хотите уехать отсюда? Я боюсь здесь оставаться. Тут ходит кто захочет. В больнице круглосуточная охрана. Везде камеры наблюдения. Ну, это, конечно же, вам поможет, когда вы будете искать того, кто меня убил. Дина, вы тут узнали? Почему вы не сказали, что вас изнасиловали? Зачем? Это мое личное дело. Возможно, это все-таки как-то связано. Говорят, что у вас был конфликт с одним из пациентов вашей терапевтической группы. Ренатом Поповичем. У меня конфликт. Да это он там со всеми конфликтовал. Терроризировал всех. Ни одной девушки мимо себя не пропускал. Вы спросите у нашего психотерапевта. Мы ее ищем. Это она настояла на том, чтобы вы никому не рассказывали? Да. Она хотела обойтись без полиции. И потом он приходил извиняться. К вам? Да. Он приходил ко мне. А как вы думаете, у него была возможность подобраться к вашим антидепрессантам? Да. Я отвезу вас домой. Вы дождитесь в описного. Я буду ждать вас в машине. А где Дина? Наверху. А что? Это ее сумка. Шагин. Вот это мы ее упустили. Здравствуйте. А Дина Шипилова в какой положении? Вам туда. А где Дина Шипилова? Странно, что вы не встретились. Она только что к лифту пошла. А был ли мальчик? Что? Что вам надо? Той девочки в трюме не было. Точнее она была, но это были вы. Вас там запер. Родная сестра вместе с Глебом. Так? Это вы ввели дневник. Помогите. Вы же сами написали себе письмо. Ваша подпись на банковской карте. Почерк тот же. А потом случилось изнасилование в лифте. И детская травма обострилась. И все фобии вырвались на руки. Ну? Ну, признайтесь. Помогите. Признайтесь, и мы закончим. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Шарик, черт. Извините, а вызовите срочно лифтера. Там девушка застряла в лифте. Боюсь замкнутого пространства у вас после трюма. Вы убили Глеба и вашу сестру. Да. Да, это они. Это они во всем виноваты. Это они меня сделали такой. Это они меня заперли. Это они. Они даже не представляют, что это такое сидеть в этом трюме. Это я их убила. Неужели вы не слышите меня? Еще раз убью. Еще раз убью, если надо будет. Тетя много пила. Ей было пофиг, где мы шлялись. Ели мы или нет. Не случилось ли с нами что-нибудь. Юлька и Глеб изображали из себя парочку и всюду целовались. Я им мешала. А когда они меня заперли там, я им кричала, звала их. Думала, что они так пошутили просто. Но нет. Они просто забыли про меня. Понимаете? А я там просидела всю ночь. В воде, в темноте. Только утром поняла, что там где-то есть выход. Свет увидела. Поднырнула и нашла этот иллюминатор. А когда домой пришла, они просто посмеялись надо мной. Сказали, я трусиха. А я потом всю жизнь этот трюм видела во сне. Не могла находиться в закрытых помещениях. Не могла на нормальную работу устроиться. А знаете почему? Из-за туалетов. Лифт это так. Секунда ужаса. А вот в туалетах я могу находиться только при открытой двери. Я старалась быть как все, внушала себе, что я простила Глеба и сестру простила. И постепенно все наладилось. Ну, а потом вас изнасиловали. В лифте. Я точно так же била в стены и кричала. Но никто не приходил. Ну да. И у вас снова обострилась клаустрофобия. Да вы не знаете, что это такое. Где сейчас ваша психотерапевта? Она? Она не хотела меня понять. Она все время требовала, чтобы я проговаривала эту историю раз за разом. Она считала, я таким образом избавлюсь от этой фобии. Где Ольга Снегирева? Да вы меня даже не слушаете. Или я для вас всего лишь убийца? А вы не убийца. А моя жизнь? Она чего-нибудь стоит? Я мониторю сигнал с телефона Снегиревой. Два часа назад она отправила смс тому придурочному парню в стереопии. Смотри. Адрес и смайлик с намеком. Где это? Это за городом. Только смс-ку парень не получил. Его телефон у нас в вещдоках. Да. Лежа, Стас нашел Снегиреву. Я поехала туда. Ну вот, хорошая новость. Нашлась. Ольга Снегирева. Нашлась? И где она? А моя коллега отправилась за ней. Вот эта светловолосая. Угу. Она вам нравится. Жень, подвезешь? Вызови такси, у меня работает. Я согласен, на небольшой крюк ненавижу таксистов. Они считают, что все знают. Спасибо. А хотите, я расскажу вам, как я убила Глеба? Он зацепился за какой-то гвоздь в подвале. Я предложила пойти промыть. В доме-то воды нет, и мы пошли к реке. Жалко, там этого буксира уже не было. Очень было бы символично прям там его утопить. Как считаете? Продолжайте. У меня была приготовлена лодка. Я уложила его электрошокером. Знаете, с тех пор, как меня изнасиловали, я всегда его с собой ношу. Всегда. А потом вывезла его на середину реки и плюх. Дина, с Ольгой все в порядке? Да откуда я знаю? Слушайте дальше. Кажется, вы с собой посещаетесь. Да? Да, я горжусь собой. И я ни о чем не жалею. Ни о прошлом. Ни о грядущем. О грядущем? О, точно. Ваша начальница. А вы мне не сказали. Вы так и не сказали. Она ведь нравится вам, да? Что вы задумали? Очистительный огонь. Это не крюк. Это гонять в Питер на выходные обратно. Сам напросился. Отлично здесь. А ты остаешься здесь и ждешь? А, сунешься без меня туда, да? Не побоишься. Удачи! Я же сказала тебе ждать меня в машине. Залишься? Три недели ты не давала себе знать. Мы тебя искали в больницах, в моргах. А потом ты появляешься, как ни в чем не бывало, и говоришь, что ты уходишь. Кое-что случилось, если ты не в курсе. На меня свалился я сам. И теперь мне надо как-то с этим примириться. Я могу тебя понять, Костя. Я могу даже тебя объять и посочувствовать, если захочешь. Но только вот мир не нажмет на паузу, если с тобой. Люди будут погибать, и им нужна будет помощь. Наверное, надо заказать тебе Шариков и оркестр. Так будет легче. Так. 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 Бесполезно. Я и говорил, сменить оператора. Так, сейчас не до сутчиков твоих. Звони в местную полицию, пускай гидут туда. Скажу, что все очень серьезно. Пусть будут поосторожнее. Да, именно этот адрес я и называл. Что? Чего? Там взрыв. Ты как? Шагер. Это был газ. Думаю, Дина хотела похоронить тело Ольги. Заодно избавиться от Попова. Повезло, что он не получил эти МСМС. Это тебе повезло. Если бы не я, тебя бы уже не было. А если бы не я, ты до сих пор бы бегал по лесу и превратился в Малкин. Хотя, конечно, это твой выбор. Ты же хочешь нажать на паузу и побегать за Вероникой? Если я останусь в спецбюро, я крови твоей попью немало. Этот процесс будет взаимным. Господи, Шагин, ты только что, чуть не погиб вместе со мной. Чего ты боишься? Хуже уже не будет. Ну давай, уже нырни ты к этому чертову иллюминатору. Дина во всем созналась. Она сама себе подмешала ртуть в антидепрессанты, чтобы быть в ней подозрением. А потом подбосила улики Попова. Мне жаль ее. Она могла бы быть другой. У каждого есть свои детские травмы. Но это никоим образом не оправдывает убийство. Спасибо. А какая у тебя детская травма? А, Леш? А ты что, тоже записался в психотерапевты? Ну ладно тебе, расскажи. Нет. Ну расскажи. Нет. Я все равно найду это в интернете. Ты ж меня знаешь. Ищи, дорогой. Ищи. Окей. Кстати, а что насчет Шагина? Он уходит от нас? Куда это? Ничего не слышала. В смысле, он остается? Я думала, ты никогда не позвонишь. Но я это сделал. Нырнул без всякой постраховки, баллонов. Ты изменилась. Да, естественно. Клетки кожи обновляются каждые три недели. А кишечник каждые три-пять дней. Готовы сделать заказ? Латте, пожалуйста. Только латте? Поесть не хочешь? Нет, спасибо. Мне тоже латте. Два латте. Спасибо за заказ. Может, сразу все расскажешь? Что все? Все то, что ты не смогла бы рассказать на допросе. Кто же я такой? Я не сказала только одну вещь. И какую же? Я ей мне рассказала, как ты ужасно поешь. Спасибо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОКОКОКОЙ ГОРОСКОЙ 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 ГОРО charmИ Tribe Почему остановились? Приехали. Не хотела тебя будить. Там мы стоим. Знаешь, пока ты спал, мне казалось, будто ничего этого не было. Не было этих долгих месяцев разлуки. Мне казалось, ты проснешься и все будет как прежде. В смысле? Келлина хвостит и труп в машине? Зачем ты его носишь? Ты знаешь, откуда? Да. Ты выиграла его в метро у какого-то пьянчуги на спор. У пьянчуги? Именно. Поэтому на твоем месте я бы от него побыстрее избавилась. Но, мало ли, какая-нибудь зараза. Надо же, у пьянчуги. Слушайте, он, кажется, не дышит. Пойдем сюда. Да он прикалывается. Да ты реально дебил, блин. Мы тебя полкилометра перли, блин. Ой, ну извини. Ой, прости. А чем закончилось? Мы победили, че. Ну, отлично, ты злишься. После того, как ты вырубил этого снайпера. Кстати, как ты это сделал? Меньше спать, больше работать над собой. Война не любит ленивых, крошка. А я предлагаю сходить в какой-нибудь бар. Есть? О, отлично, пойдем. Так, пойдем. Облом. Без меня. Ты что? Ты что? Работа. Ты хорош. Ну, правда, ну, извините. Зато хорошо поиграли. Спасибо. Как хорошо за городом. Дождь, мокрая земля. Как в детстве. А запах какой? Ну, да. Геосмин. Органическое вещество, которое вырабатывает актинобактерии и цианобактерии, живущие на поверхности Земли. Вот так. Да, да. Кстати, самый приятный для человека запах. Испускают розовые глисты, живущие в пищевой системе глубоководных. Спасибо, мы поняли. Так, определился номер. Некий Дмитрий Притнев, 26 лет, сотрудник IT-компании «Синяя звезда». Слышали. Кит на компьютерном рынке с окольными зубами. Чистый сработан, а не одного отпечатка. Не додумался. Отлично. А почему это дело доверили спецбюро? Надо же кому-то грязь с утра мешать. Нашли достойных. Ну, возможно, было похищение. Ну, да. Похитили, убили и поволокли труп дальше. Отличная версия. А если жертва вырвалась? Надо вызвать помощь. Прочесать лес. А если он жив? Бессмысленно. Почему? Потому что это невозможно. Может быть, подойдешь? Наконец-то объяснишь все? Ух ты. Сколько крови-то? Литра два, не меньше. Ага. Острая массивная кровопотеря 30% крови. А это не меньше, полтора литра. Абсолютно смертельно для людей. Ну, значит, точно убили здесь. Сиденья подголовники залиты? А может, это шейная артерия? Ну, там оттуда обычно фонтан крови. По крайней мере, в ужастиках. Так и есть. 100 миллиметров давления ртутного столба и... Странно. Что? Странно, что ничего. А должно быть. Вот это вот и странно. Трелок. О, молодец. Значит так, там должна быть заброшена лесопилка, а там в паре километров, судя по карте, деревенька. Мы сейчас с тобой пойдем туда, поспрашиваем, пообщаемся с народом. Ну, не, я полный кеда грязи начерпаю. Давай, может, ты сам? Я тебя поэтому и беру. Пойдем, догоняй. Да, да. Целую ночь шел дождь. Процесс биржерона фундайзера. Процесс формирования дождевых капель в виде обливного, обливного, то есть идущего тянусь в дождя. Ну, да, который смывает все следы и не позволяет понять, была ли здесь хотя бы еще одна машина. Шагин, неплохой костюмчик. Да? На офисного клерка похож. Вероника купила? Плетнев, наша жертва. В деревне никто ничего не видел. Местные из домов во двор даже не выглядывали, потому что дождь шел. Совершенно напрасно силы потратили. Напрасно тратят силы только мечтатели и безумцы. О, голос в подземелье. Так, Стас, что там с отпечатком? В криминальных базах не зафиксирован. Возможно, принадлежит пропавшему. Я запросил у мобильного оператора распечатку звонков за последние сутки. Скоро должны... Нифига себе. Первый раз такое вижу. Что там? В доступе отказано. И причем так унизительно. Будто начинающему хакеру по заднице ремнем. Если бы ты был хакером, Стасик, то за попытку добыть эту информацию тебя бы уже возили мордой по полу. Извините. А в чем дело, Сергей Сергеевич? В ограничениях. Компания, в которой служил пропавший Плетнев, вплотную связана с оборонкой. Степень секретности настолько высока, что меня попросили взять это дело под личный контроль. Так что прошу быть предельно осторожными и аккуратными. Ясно? Ну, мы связаны по рукам и ногам. Что ж тут неясного? Терегин. Что? Ничего. Служил. Что? Компания, в которой служил пропавший Плетнев. Литвинов его уже похоронил. Стас, ищу любую информацию на Плетнева и про эту компанию, Синяя Звезда. Буду рыть до Китая. Если я вас двоих отправлю на квартиру Плетнева, надеюсь, обойдется без жертв? Я могу поехать и один. Шагин, на выход. Как скажешь, босс. Терегин. Что? На выход. Как скажешь, босс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. Ирина Плетнева? Да. Мы из спецбюро. А. А с вами не просто связаться. У вас нет мобильного? Меня просто ненавидят электроника. И все эти мои мобильные выходят из строя. Пустая трата денег. Так, секунда. Проходите. Спасибо. Вы здесь не живете? И не буду. Ни при каких обстоятельствах. Даже если Димка найдется. Почему? Вам это не важно. Вы даже не представляете, насколько нам сейчас это важно. Хорошо. Перед исчезновением Димы, я сказала ему, что подаю на развод. Увы, наш брак не сложился. Возможно, потому что я, выходя замуж, не собиралась жить. С кем? С пятнадцатилетним задвинутым ботаником. В голове, собственно, так же. Димка, конечно, в миллион раз умнее меня. На такой разгильде я хламу. Гитара, компьютер целыми сутками. Еще эти идиотские правила с гаджетами во вторую половину квартиры не заходить. А я, может быть, обожаю пить кофе и сидеть в сети по утрам на кухне. Вернее, обожала. Уже забыла, как это делается. Да, компьютерчик в свой мир же. Угу. И этот мир забрал Димку настолько, что нам уже через три месяца не о чем было говорить. А через полгода мы вообще перестали замечать друг друга. Большая ошибка. К счастью, не фатальная. Те же книжки. Только одной не хватает. Видите, да? Не знаете, какой? А, вот, вот она. Точно. А, это же та книга этого гениального чувака с автографом. Ну, в общем, судивший конкурс, которым Димка в тринадцать лет всех победил. Да? А что за конкурс? Олимпиада, робототехника. Он тогда написал программу одну для робота-гитариста. И трехнутый седой профессор подарил ему свою книгу. А тринадцатилетний трехнутый всю жизнь этим фактом ужасно гордился. Шагин. А что это? Ваш выход, маэстро. Это антидепрессанты. Вы знали о них? Нет, не знала. Я вообще не понимаю, зачем ему это. Ну, видимо, в его подростковой жизни наступил кризис. Ирина, если ваш муж пропал больше недели назад, почему не подали в розыск? Я, на самом деле, собиралась. Но эта фирма, где он работает, его начальство, они мне сказали, что сами его найдут без всякого шума. Я чувствовала, что что-то случится, господи. И, кажется, это случилось. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ И это все? И только из-за этого вы меня позвали? Машина вашего сотрудника, залитая кровью, была найдена за городом. Этого вам мало? Когда мы расследуем убийство... Простите, я человек конкретный, оперирующий фактами. Вы тело нашли? Нет. Каков результат ДНК-теста? Кровь точно Плетнева. Ваш сотрудник пропал. Значит, мы говорим не об убийстве, а о предположении. Я не понимаю. Не понимаете, очень плохо. Понимать на вашей должности это профессионализм. Убийство Плетнева могло быть связано с попыткой получить секретные сведения, которые имеются у нашего агентства. Служба безопасности мне только что доложила, утечек нет. И это означает? Только одно, что мое агентство, что бы там ни произошло, к этому не имеет никакого отношения. Может быть, он жене изменял. Вы об этом не подумали? Я же сказал, тихо и аккуратно. У нее связи до самого верха. Человек убит. Истек кровью. А этой бабе, главное, что у нее утечки нет. Ну, она права. Мы не знаем, что он убит. Как это? Ты же мне сам доказывал, что потеря такого количества крови для организма смертельна. Ну да. А еще я говорил, что все выглядит там как-то странно. Под давлением кровь должна была попасть на руль и на потолок. То есть ты хочешь сказать, что его убили не там? Я предпочитаю дождаться результатов анализа в крови, а потом уже делать какие-то выводы. Тогда лови. Пришли тесты ДНК. Зубная щетка, бритва, майка и все, что было в машине. Кровь Плетнева сто процентов. Это то, что я и хотел увидеть. В крови Плетнева был консервант. Это все инсценировка. Инсценировка? Да. Механизм прост. За один раз донор может сдать около 400 миллилитров крови. Больше нельзя. Плетнев весит около 60 килограмм. Это соответствует 4 литрам крови в организме. За месяц можно трижды делать себе кровопускание, сохраняя предыдущую кровь с помощью консервантов. А потом уже однажды, дождливой ночью, взяли себе машину кровью, создав идеальную инсценировку своей смерти. Вот так вот. Ну, почти идеально. Ну, зачем? На, вставь. Щелкнули за превышение на наше счастье. В чем же счастье? Да, выражение его лица не назвать счастливым. Да никто не назовет. А почему? А вот почему. Господи, кто это? Некто Чернов находится в многолетнем розыске. Специализировался как элитный киллер. Но на последнем ответственном деле облажался, поэтому розыскивают его не только органы, но еще и заказчики. Для выдачи премии, естественно. Чего ты улыбаешься? Я не улыбаюсь. Просто первое слово, которое я сказала, это было похищение. С самого утра ее ищет. Чего он ее так зовет? Беспокоится, любит. Любит. Выходи, Мурка. Где ты весь день пропадаешь? Мурка. Пристрелить, что ли? Ее и кошку эту. Кошек терпеть не могу. Вот собак люблю. Здоровенных? Которые людей рвут на части. Почему сразу здоровенных-то? Наоборот, маленьких. Возьмешь ее так под мышку и гуляешь с ней. По пляжу. Хочешь? Чего? Собаку под мышку и по пляжу круглый год гулять. Солнце не люблю, но собак аллергия. А чего же ты хочешь? Ну, когда деньги большие получим. Смеяться будешь. На гитаре играть. Выступать дуэтом. С телкой, что ли? С роботом, которого я изобрел, а до ума двести бабла не хватило. Я же говорил. Да как на тобой не смеяться, ботан ты, четырехглазый? Ладно, ты не обижайся. Я не со зла. Ты давай, давай, не отвлекайся. Со временем у нас и так не густо. Мурка! Да что, кыскыскыс! Да не отзывается она на кыскыс! Не придет она так! Где ты? Мурка! Мурка! С момента исчезновения Плетнева прошла неделя. Если Чернов это дело ради выкупа, где звонки близки? А у его жены нет мобильника. Спасибо. Может, он и пытался? Меня другой беспокоит. Зачем киллеру понадобилось устраивать такую тяжкую, возьму сложную кровью? Не в стиле, а просто убийца. А в чем тогда стиль? Кто-то такой сильный, тут тайно распоряжается. Жена Плетнева сказала, что на этом компе он только играл. Рабочий оставлял в агентстве. Про человека можно много узнать, глянув набор его компьютерных игр. Иногда почти все. Угу. Ну? С этим что-то... Что? У жесткий диск чист. На нем вообще ничего нет. Кто-то размагнитил жесткий диск? Кто? Ну, по логике, тот, кто Плетнева и похитил. Зачем? Проще ноутбук кинуть в речку? Скорее он сам. Было, наверное, что скрывать. Что делать? Значит так, надо найти копии того, что было на этом компьютере. Дай мне. Что ты ищешь? Информацию по фирме «Синяя звезда». Слушай, вы программисты, как дети малые. Без машинки, беспомощные. Копируйте информацию куда ни походе, несмотря на запреты начальства. Ты хочешь забраться на рабочий комп Плетнева? Угу. Сопудово там есть внутренняя сеть. Есть ли оборонная система секретности? Да, система-то оборонная. А вот здание советский нуф-нуф строил. «Синяя звезда», въехав, конечно же, делал ремонт с перепланировкой, да? Значит, строительные документы где-то должны были остаться. Рукуписи не горят? Ну, смертные точно не горят. Хорошо, что ты вернулся, Шагин. И костюмчик тебе, кстати, идет. Да? Да. Правда? А я чувствую себя дрессированной обезьяной в нем. Ну, обезьяны эволюционировали, так что не все потеряно. Это срок, Жень. Срок. За что? Если бы военные считали данные секретами, они убрали бы план из документации СМУ. Так, второй этаж у нас... Здесь у нас бухгалтерия и начальство. А вот на третьем сотрудники. И нам нужно вот сюда. Вы что, всерьез решили сыграть друзей Оушена? Ну, только в кратком варианте. Теоретически несложно добраться до компа Плетневого. Главная загвоздка – это доступ. Вот. Фирма Нему. Лидер европейских охранных систем. Пароль о двери меняется каждые сутки. Откуда ты знаешь? В интернете прочитал. За два дня французский выучил, а? Произвешение такси. Так, это все пустые слова. Если пароль меняется каждые сутки, это все? Да, но для начальства предусмотрен другой код. Считывается по сетчатке глаза. И это наш шанс. В смысле? Нам нужен глаз начальницы Плетнева. Вот и все. А, только глаз нам нужен. И все. Нам нужна фотография с ее сетчаткой. И все. Дальше дело техники. Ну же, Жень. Ну тебя ведь само бесит, что эта выдра нас бортанула. Женя нет. Женя. Ну хорошо. Ну как можно достать фотографию ее сетчатки? Опа. Так, еще. Вот так. Я тоже хочу с вами. Давайте втроем нас фотографируемся. Давай, давай, давай. Женщина, девушка, а вы не могли бы нас втроем сфотографировать? Пожалуйста. Давайте. Да. Смотрите, я уже взвел. Нажмите и смотрите вот сюда. Вот так. Давайте. Так, подожди. Давайте. Давайте, давайте. Готово. Готово. При помощи 3D-принтера нам нужно распечатать лензу. Стас ее использует как пропуск. Подождите, подождите. Я не понимаю, почему он должен идти в стаж? Во-первых, он новичок. А во-вторых, стаж. Это очень опасно. Понимаешь? Леш, а как быстро ты можешь подобрать пароль от компании Летнева? Да, я даже думать не буду. Вырву вместе с проводами, принесу сюда и все. Сработает сигнализация. Тебя повяжут быстрее, чем ты до двери довяжишь. Значит так. План таков. Печатаем лензу. Стас ее использует как пропуск. Нужно будет отвлечь охранников. Так вот. Коронный выход, Алексей. Продолжение следует. Ага. А остались с красной икрой. Будете брать? Пятьсот рублей за порцию. С какого перепуга? Нам сказали рекламная акция. Бесплатная. Ну так это же у нас картошечка рекламная акция. И с маслицем бесплатная. А за красную икру надо платить. Пардон тебе. Ты че, Леш? Сейчас мне в начальство позвоню. Стойте, пардон. Пардон. Че, приуныли-то? Во! Раскупили все. Голодный тетка. Сопротивлялись маленько, конечно. Но все нормально. А Стас? А, че Стас? Просто чувствуя никто его не забей. Будем надеяться, он возьмет это. Цитадель. Здрасте. Давай, Раной. Давай сюда, пришли. Пожалуйста. Нет, нет, все в порядке. Это ущербная тревога. Ущербная тревога, все хорошо. А сводитесь на своих местах. Ой, черт. Вы же должен был прийти. Минут 10, как минимум. Рано паниковать. На моих без 15. Уже все сроки прошли. Не понимаю, как я на это согласилась? Это же чистое безумие. Без 25. Твои спешат. Мои не могут спешить. Они или идут, или я... Черт. Только этого не хватало. Плохой вариант самый плохой. Да, Лиза, чертова, подери-то. Где он? Откройте дверь. Я свободный человек. У меня не право выйти. Какого вы меня тут держите? Алло. Я буду шаловаться. Где ваш начальник? Посадите его сюда быстро. Наталья Владимировна, а вы уже внутри. Я? Двадцать минут, как проследовали. Это все недоразумение. Слышите? Это недоразумение. Слышите? Ну все. Ждать дальше нет смысла. Я иду за Стасом. Так. Куда ты пойдешь в таком виде? Я с ним. Ну, ничего страшного. И что ты собираешься им говорить? Вы этот парнишку вам подкинули? Верните обратно? Надо было тебя послать. Я бы не дергался тогда. Я думаю, пора звонить Катвину. Что непонятного было в словах тихо и аккуратно? Нам очень нужен был компьютер Плетнева. А заодно и новый начальник. Потому что после вашего произвола меня запросто могут вышвырнуть на улицу. Теперь придется унижаться перед этой стервой. Алло. Наталья Владимировна, здравствуйте. Есть разговоры. Я вас очень изочаровываю. Насильно удерживать человека и то уголовное преступление, между прочим. Разочарованы? Этот, с позволения сказать, человек проник в кампанию, связанную с государственными тайнами. Теперь, чтобы восстановить безопасность, нам придется потратить миллионы. И если вы разочарованы во мне, то сами придумайте то слово, которое определит мое отношение к вам. И добрый вам совет, Сергей Сергеевич. Научитесь контролировать ваших подчиненных. Сергей Сергеевич. Извините. Ну, как ты? Есть хочу. Ирина Сергеевич. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Костя, привет. Ты ко мне сегодня заходил? Нет, нет, ничего не случилось. Просто интересно. Угу. А, да ты знаешь, я подумала, может, мы встретимся сегодня, завтра. Да. Тогда звони мне, я буду ждать. Целую, пока. Не спеши, прожевывай. Да, да. Мы можем как-то аккумулировать наши наработки? Легко. Мы круто подставили Литвинова. В остальном не продвинулись ни на шаг. Тебе удалось хотя бы выяснить, чем занимался этот Литнев? Проверка безопасности сети. По сути дела, это та же компьютерная игра, поймай меня, если сможешь. Только ему еще за это папки платили, понимаешь? Кушай, кушай. Давай, кушай. Проверка безопасности? Ну, одни строят стены, других ломают, третий проверяют на прочность. Сколько на твоих? Те же есть часы. Тебя тоже. Вырубился. Странно, а я его всю ночь заряжал? Странно, это когда непонятно. Когда становится понятно, тогда... Поехали. Шагин, куда? То есть Костя? Если это очередная твоя безумная идея... Не остановимся, кушай. Кушай, давай. Ну, начинай. А можно мы немного тут... Да, да, конечно, делайте, что хотите. Да? Ирочка, а можно нас попросить принести нам вот чашечку кофе? Конечно, сейчас. Шагин, Шагин, что ты делаешь? Все, накидно. Опа! Что я требовал заказать? И что ты доказал? Когда наши с Телеги на мобильнике заглючили, я задумался. Когда Стас сказал, чем Плетнев занимался на работе, я заподозрил подвох. А когда я вспомнил, что диск на его домашнем компьютере полностью размагничен, я все понял. Шагин, что ты понял? Маленький хакер дискет нашел. Мимо магнита он с нею прошел. Дядя директора был очень доволен. Знает папаша, за что он уволен. Откуда ты этой гадости набираешься? Плетнев хакер. И очень высокой квалификации. А вот это все, это магнитная плита. Ирина говорила, что мобильник у нее часто глючил. На самом деле радиус этой штуки не более полуметра. Но если все время торчать в дверном проеме с надеждой вытащить хакера в реальный мир... Ну, работает. В современных смартфонах нет жесткого диска как такового. А вот наши, Серегин, старые мобильнички вырубились. Значит, Плетнев протвинутый хакер. И что такое вольный орел делал в золотой клетке под названием «синяя звезда»? Судя по идее депрессант, он был не очень-то счастлив. Сергей Сергеевич, у нас есть кое-что важное. А, давайте. Кофе. Спасибо. А это сейчас я приклею. Теперь я знаю, как вы управляете вашими людьми. Шантаж. Так вы заставили Плетнев работать на себя. Вы не понимаете. Я спасла его. Пацан споткнулся, и если бы я его не поддержала, то Дмитрий Плетнев уже давно был бы вычислен и убит. А в моей фирме он был в безопасности. В относительной, как теперь выяснилось. И далеко не бескорыстной. Сколько же три года вы заработали денег на специалисте такого класса? Вот то, что вы попросили. Потребовал. Сергей Сергеевич, я ознакомилась с вашим личным делом. Безупречная репутация, блестящая карьера. Ваше бюро было создано как эксперимент. Оно очень многих раздражает своей независимостью. Так вот, не советую вступать в бой с теми, кто сильнее вас. Эксперимент может закончиться. А с вами случится непоправимое. Ранняя, несправедливая пенсия. Вы у меня выражающий. Выражаю беспокойство. А эта ваша девушка очаровательная. Как ее? Пусть подумает. Нет, ее-то уж точно некому будет защитить. Это же громадное дело было несколько лет назад. Резонансное. Это же я помню. Откаты на таможне. Перетрясли все ведомство. Денег так и не нашли. Потому что хакер-гитарист нашел их первым. И перепрятал. За такое сразу убивают. Ну, это если обидчика находят. А компания «Сильная звезда» нашла его первый, прикрыла и заставила преднему работать на себя. Ну, а теперь понятно, почему парень жевал антидепрессанты, как леденцы. Он ждал удара. Главный фигурант по этому делу. Некто Полозов. Дело рассыпалось и прекращено. Свидетели отказались от показаний. Полозов отделался испугом. Его убрали с руководящего поста в таможенном союзе. Такое от своих денег не отступится. А можем ускорить процесс? Таким образом? Здрасте. Ты кто? 20%. Что? Кажется, много, но это немного. Если остальные 8, то сразу вот они. Ты вообще о чем? О ваших деньгах. Я понимаю, понимаю, обидно, что вот так вот сразу под нос. Вы только прикажите, завтра вечером, ну, только 20. Пошел вон. Прошу понять, но не могу меньше 20. Уважать перестанут. Ментов звать или сам уйдешь? Вы ведь можете пожалеть. Может, хотя бы телефончик? Пошел вон! До свидания. Как в аптеке? Есть сигнал. Ты его хорошо напугал? Ну, сейчас узнаем. Исходящий звонок. Алло, кто это? Ты знаешь, кто? Я же сказал, я сам буду на связи. Нечего отрезвонить. Ты обещал результаты. А ты обещал меня не торм... Ты обещал не тормошить меня, как котенка. Я, кажется, тебе плачу. Ты расколол парня? Тут проблема небольшая. Что? Что? Не по телефону, надо встретиться, с глазу на глаз перетереть. Что молчишь? На связи? Давай на нашем месте. Буду. Есть! Я нашел Чернова. Поселок Дубки, западное направление. Вон, где он прячется. Ну, короче, облом вышел. Пацаненок из себя фраер окорчил. Думал, я с ним играю. Ну? Ну? Я по-хорошему хотел. Я давил его маленько. Что случилось? Да увел он меня из себя. Погорячился я. Без обиды будет сказано. Ты что, его грохнул? Вот черт! С ума сошел? Ты же сам хотел, чтобы я его завалил. Да после того, как он бабло вернет! После! Наивный. Да твои бабки уже давно по всему миру взлетелись. За три года эти молодые задроты на свои технологии любые бабки сольют. Шейха арабского заряд, не то, что тебя. Ты вонючий, тупой козел! Он у нас сейчас грохнет! Засветишься, все, провалим. Смотрите! Мы его отпустим? Леша Чернов уходит. Значит, нашли все-таки. Легко искать, когда знаешь, где и что. Это счет Плетнева. Сумма крупная. Но, скорее всего, остальные деньги он перевел за границу. Для хакера его уровня это расплюнуть. Сергей Сергеевич, мы отследили Чернова. И в доме, где он находится, тепловизор показал второго человека. Скорее всего, это Плетнев. Он жив. Мы можем взять их прямо сейчас. Так в чем проблема? Эти двое хотят обналичить деньги. И они пойдут в банк. Стас уже отследил, в какое именно отделение. И мы можем взять их там, прямо с деньгами. И получить доказательства по таможенному делу. Это будет громкая победа. Они наверняка напишут в газетах. А вы, вы можете восклавить операцию. Ну что, как дела? Мне в больницу надо. Потерпи. Чуток осталось. Еще чуток и я сдохну. А я говорил, что можно и свиной крови было обойтись. Ну ты дебил, а. Что ты там сказал? Да ничего. Не нервничай. Завтра все будет готово. Тут и оно. Ты билеты купил? Купил. Ты точно уверен, что в Эквадор не нужна виза? Да. Были бы деньги. Часть получим завтра, а часть уже в Эквадоре, на мое имя. А что это у нас так все поменялось? Почему на твое имя? Я хочу иметь гарантию, что доберусь туда живым. Опять ты ги*** купил. А я не баба твоя, чтоб тебя разносолами оттечевать. Вот приедешь в Эквадор, там и отъешься. Ешь. Здрасте. Здрасте. Я знаю, что ты не купил билеты в Эквадор. Ты купил билет в Прагу. Один. Каждый месяц ты переводишь деньги в чешский интернат. Кто у тебя там? Сын? Дочка. Держи ствол при себе. Если хочешь ее еще увидеть. Готовность номер один. Держи ствол. Держи ствол. Держи ствол. У нас денег нет. Мы в курсе. В банкнотах маячок. Ваш заказчик ваш выследил и натравил свою службу безопасности. Уводи их. КОНЕЦ Давай-давай-давай-давай. Ура! Браво! У тебя здорово получается. Молодец. Я много тренировался. Это Рина. Когда я проходил у вас практику, я научился варить кофе, носить пиво и даже жонглировать. Что, показать? Покажи. Покажи. Не засчитанно. Да это было потому, что на меня смотрели. Так, ладно. Давай за тебя. Теперь любая война, я только виртуаль. Я там чуть не боскался в этой комнате. А ты просто не пиши об этом в своей биографии. Так делают все герои. Слушай, Костик, а... Назови меня Шагина. Так тоже привысил. А что не так с Костиком? Да я еще плохо знаком с этим человеком. Нам только предстоит познакомиться. Ну, тогда за Шагина. Давайте. Ростик. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Это что? На пробежке нашла. Он такой миленький. Жалко же, пропадет. Его лапы грязные. И рот у него грязный. И вообще, это куча микробов, ты понимаешь? И теперь у нас вся кровать в этих его микробах. А мы тут спим. Это ты тут спишь. Я так иногда. Фу, фу, фу. Ты первый в мире человек, который при виде щенка говорит фу. Нет, Катя, ну, я понимаю один раз. Ну, я просто кошек помню семь. Семь, понимаешь? Семь. Кошечки, шабачки. Кто там? Ктенчики, черепаха. Черепаха даже. Просто скорая ветеринарная помощь. Я люблю животных и могу им помочь. Почему нет? Ты так просто домой и ребенку скоро приведешь. Причем взрослого уже. У меня уже есть один. Кто? Так, не надо, не надо. Ты вот с ним целовалась. Ты вообще нюхала, как у него изо рта воняет. А у него воняет. Воняет. Тихо, тихо, тихо. Вообще, я думала об усыновлении. Не сейчас, конечно. Когда-нибудь. Нафига? Ну, в смысле, у тебя с этим проблемы? Со здоровьем? В смысле, я ничего против не имею, как бы, но меня это не смущает. Со мной все в порядке. Я кроме своих хотела удочерить или усновить. Понятно. А ты вообще видела этих детдомовских? У нас просто на даче за забором интернат был. И, как бы, если честно, я их боюсь. Ну, ты прикинешь, кету семь, он уже курит. Двенадцать уголовка, насилие, кража. Потом к нам в спецбюро. Ну, тут все понятно, понимаешь? Яблочко от яблони. Вообще-то это дети, они породистые щенки. И у меня все равно, кто их родители. А, извини, у меня работа. А ты куда? Кать! Кать, ну ты серьезно, что ли? Да. Ты на работу собираешься вообще? Да, собираюсь. Трубы я перекрыл. Окна пусть еще часика-два открытыми будут. Скажите, а можно давать отмашку, чтобы возвращались по квартирам? Да, пусть возвращаются. Садают всяким, а потом... Ну и где? Я уже на месте. А вы где? У нас попытка взрыва. Так, сейчас. Ага, нашел. Стали литейная, 12. А что конкретно хотели взорвать? Жилой дом. Это ты сейчас мой телефон отследил? Да. И телегина тоже. Если взрыва не было, тогда чем мы занимаемся? То, чем мы занимаемся, сейчас лежит у нас в морге. И Шагин, кстати, стой. Да, блин, а можно мне вот это все в виде отчета и фотографии? Мужик минимум час пролежал в квартире, наполненной газом. На травление? Да, но точно не газом. Судя по состоянию тела, он мертв уже часа четыре где-то. Никаких следов насильственной смерти нет. Вот этот вот запах. Чувствуешь? Да, как бы даже отсюда. Вскрытие нужно делать. Ты же не собираешься делать сам? Зачем? У нас же есть патолагонат. Ну да. Я просто спросил. Значит так, семья в Средней Азии, Калдар и Айгуль Муралиевы. Мне все ясно. Что ясно? Приезжие. Какая-то проблема? У меня? Нет. Мне все равно. Точно? Слушай, ну все же так просто. Они не у себя дома. Живут параллельно с жизнью. Никакой социальной ответственности. Знаешь, сколько я их общак перед раз в свое время? Такого насмотрелся. А ты здесь видишь общагу? Эти люди платили за эту квартиру. И здесь порядок. У ребенка была одежда, игрушки. Обычная семья. Да. Только голова семейства сейчас лежит в нашем морге, а жена с ребенком в бегах. Или ты думаешь, она прогуливается в соседнем парке где-нибудь? То есть ты хочешь сказать, что Айгуль убила мужа, и чтобы скрыть убийство, решила взорвать квартиру? Соседи? Слышали часто ругань и крики. Вот так вот. Лично я ставлю на дамочку. Стас, нужно объявить розыск Айгуль. Муралиеву. Айгуль Муралиеву. У хозяина квартиры есть копии паспортов, так что свяжись с ним. И что там с телом? Есть причина смерти? Да, Шагин, что у тебя? У жертвы практически полностью уничтожена печень. Алкоголь? Только если инъекцию он вводил прямо в нее. Нет, тут что-то другое. Но тоже химическое. В любом случае, умер он не от этого. Сердечная недостаточность. Подождем результата анализа. Хотя... Хотя... Если учесть электролитные нарушения, которые привели к сердечно-недостаточности, плюс разложившаяся печень... Шагин, не тяни уже. Ты знаешь причину смерти? Рискну предположить, но вы же все равно не поверите без анализов. Шагин, что это? Фосфор. Белый. Как наиболее токсичный. Да ладно. Именно. То есть, жена накормила мужика белым фосфором, а он даже не заметил. Да, аж некоторые могут есть что угодно и где угодно. Да, Шагин? А знаешь, передозировки фосфором он бы блевал. Да, и курчился бы от боли. Ну, она могла все убрать. Она и мужа переодела. Ну, я сразу подумала, что парень-то явно не в костюме работает. Руки рабочего. Она этим рвоту убирала. То есть, помыл и переодела как покойника, перед тем, как взорвать. Я никогда не пойму этот мир. Белый фосфор – это не аммиак. Просто так в магазине не купишь. Мало того, что он страшно токсичен, он еще и требует специальных условий для хранения. И там, где он, там взрывчатое вещество, дымовые шашки и снаряды. А, значит, преступники и террористы. Вы еще не забыли, что я с вами? Шагин, ты бы лучше ускорил результат анализов. Это без проблем. Алло. Алло. Бектол готовы? Вы меня слышите? Это Айгуль. Айгуль Муралиева. Вы меня помните? Вы нам очень помогли три месяца назад. Да, да. Да, спасибо большое. Мне очень нужно с вами встретиться. Я прошу вас. Я не могу по телефону. Ага, я поняла. Через час? Хорошо. И у нас есть... Та-дам! Белый фосфор. Парень мог быть связан с этнической преступностью. Я подергаю в знакомых. Тогда убийца точно не нажачиваясь ребенку. Ну, она может знать, кто это сделал. Заказывать надумали? Войди, пожалуйста. Парень. Чего черного прихвати? Как зовут? Мадий. В честь деда. Хороший пацан. Чего хотел вам? Прости, тебе, к Талкатулы. Помощь нужна. Мне больше не к кому обратиться. Эй, дорогая. Сколько можно? Я помог вам сюда приехать. Я вам денег дал. Все. Мы все вернули. Все до последнего процента. Спасибо вам большое. И что теперь? Халдар Тайерда. Халдар? Умер. Как это умер? Умер. Отравили его. Что ты такое несешь? Тихо. Люди смотрят. Что произошло? Я гопар сангайтом. Он стал поздно приходить. А тут вообще на сутки пропал. Мадий плохо спит. Плачет. Катар слился, что не высыпается. И я думала, что он у друзей, где отдыхает, пошла его искать. У друзей нет. А потом прихожу домой, а он на полу лежит. Рвет его так, что сказать ничего не может. Ты его отравила? Ты его отравила? Знаю я вас, баба, а? Клянусь, нет. Я думаю, у него другая женщина была. Да она его. Что ты это на мужа наговариваешь, а? Какого-то в язык не отсыхает. Нам больше некуда деваться. Пожалуйста, Дехтал Гатулы. Если меня найдут, то вышвырнут из страны, а Мадий в дом ребенка заберут. Пожалуйста, я домой не могу вернуться, потому что я же против воли отца за Кадика пошла. Пожалуйста, я вас очень прошу. Пожалуйста, помогите. Значит так, тебе надо уехать из города. Мне больше звонить не будешь, поняла? Общине проблемы с ментами не нужны. Если что, ты сама по себе. Меня не впутывать. Дай ей, оставь телефон. По нему тебя менты отследят. Спасибо большое. Можешь поблагодарить. Спасибо. Давай, иди. Твой ребенок есть хочет. Иди, иди. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Леша. Да. Ну-ка. Это не белый фосфор. Это гексоген. Иди сюда. Ты, ты, иди сюда. Иди сюда. Ты что-нибудь про белый фосфор знаешь? Без мимин. Ну, конечно, ты по-русски не говоришь. Так, уводи их. Леш, что у тебя? Жень, ну мы тут нарыли одну эту оргбанду. Но белый фосфор вроде не их тема. Этого оставьте. Фамилия, имя, отчество. Тегенде айт. Жасырма, это сал. Этпесы, оданда жаман болады. Забир. 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 А фамилия? Забыл? Тегенде айт. Сколько тебе лет? Пятнадцать. А я же могу больше дать. И тогда будешь по полной, как остальные. А знаешь, сколько дают за изготовление взрывчатки? Так. Ага. Русские ты понимаешь. Хорошо. Знаешь этого человека? На фото посмотри. Посмотри на фото и хорошенько подумай, знаешь ты его или нет. Ты к маме хочешь с папой? Домой хочешь? На фото посмотри. А ты нам жёг. Хайцполда. Тег карандацом ганагалды. Ална адамдумен ешкашанкорген жёгтун. У него нет родителей. Умерли. Только сестра есть. И он не знает этого человека. Не знаешь? Ладно, тогда отправлю тебя к остальным. Подождите. Подождите. Я его знаю. Вы? Он был у нас в посольстве. Он собирал документы на вид на жительство. Когда? Где-то три недели назад. Мне показалось очень хорошим парнем. Рассказывал о семье, о сыне своём. Хотел работу получше себе найти. Про курсы спрашивал. Хотел учиться на крановщика. У нас есть такая бесплатная программа по адаптации. Не похож он был на бандита. А вы бандита видели когда-нибудь? Думаете, этот от хорошей жизни бомбой стал делать? Нужда она куда угодно загонит. На имя Айгуль Муралиевой зарегистрировано как минимум полсотни сим-карт. Я так думаю, на её паспорт набирали симок и потом ходили на остановках и... СИМ-карта! Лёх. Чё ты от меня хочешь, Гений? У тебя телефон есть? Есть. Вот и звони. А как надоест, поищи в телефоне мужа. Тот номер, который совпадает, это она. Я проверил. Там только контакты по работе. Он работал в супермаркете. И три номера недоступных. Я не могу пробить их по ИМАИ. Ну, значит, утопила девонька свой телефон. Чтобы ты умник её не нашёл. Ага. Понятно. Лёх, я хотел тебя спросить. Вот скажи мне, как ты относишься к усыновлению? Ну, это когда у детей нет родителей или они от них, ну... Я-то в курсе. Да. А ты чё, вдруг? Или тебя кто усыновить решился? Наконец? Ой, всё. Погоди. Погоди. Извини. Усыновление – это дело хорошее. Я считаю, что дети должны расти там, где их любят. Сколько я сейчас вам без родителей? Вот. Что? Без родителей. Кто? Дети. Ага. А кто их знает? Кого? Родителей. Вот ты их знаешь? Нет. Нет. И я не знаю. И никто не знает. А может, у них там какие-нибудь болячки генетические, понимаешь? Там наследственность нехорошая. Это ж, мне кажется, кот в мешке и то надёжнее. Погоди. Так ты что, серьёзно? Прямо усыновление? Ты что, жениться собрался? Да нет, это я просто. А ну, вернись. Ну что? А свои. Нет? Не получается? Или девушке твои гены не нравятся? Стас. Ну что? Всё. Ну? Работаем. Я вот думаю, будь я на месте Айгуль. Куда бы я пошла? Границу пересекать опасно. Она же понимает, что её ищет. Родственников у неё здесь нет. Знакомые. У некоторых женщин есть подруги. Говоря слово «некоторые», я имею в виду почти всех. Это сейчас мой адрес? За дорогой смотри. У тебя какое-то патологическое мышление. Ты всё принимаешь на свой счёт. Кстати, я хотел тебя спросить. Почему у тебя нет подруг? А вот у меня сейчас зазвонит телефон, и я запросто не отвечу на твой вопрос. Да, ну. Специально. Ты нажимаешь какую-то кнопку, чтобы Стас тебе звонил. Сила мысли, Шагин. Зря ты её не даться не хочешь. За дорогой смотри. Да, Стас. Привет. Я пробился номера и сообщение о Калдаре. Думаю, тексты скоро будут и как. Он это на их языке. Привет, любимая. Что купить к ужину? И как там поживает наша сладкая тыковка? Короче, я нашёл телефон Айгуль. Он отключён, но с него сегодня звонили несколько раз, причём на один и тот же номер. Внимание. Я его пробил. И это один из чуваков из их диаспоры. Думаю, они её и прячут. Бега-бай? Просто бег. Евгения Петюгина. Очень приятно. Рад, что обратились. Вы уникум. Наша диаспора всегда старается помогать полиции. Тем более спецбюро. Для нас важно и ценно иметь близкий контакт с органами власти. Кофе, пожалуйста. Ну что ж, прекрасно. Помогайте. Вы знаете эту женщину? Давно её не видел. Спасибо. Да, мы говорили. Айгуль Муралиева. Для чего она хотела? Как всегда. Помощи, денег. А что же её муж? Ну если вы сюда пришли, значит вы точно знаете, что с её мужем. А что с её мужем? Нам не нужны проблемы. Мы хотим мирно жить, работать. А эта Айгуль, просто ревнивая баба. Улавливаете? Её муж целыми сутками вкалывал на работе. А она решила, что он ей изменяет. Совсем с ума сошла. И что произошло? Убила она его. Убила. И пришла просить денег, чтобы сбежать. И вы дали? Я же сказал, что я сотрудничаю с органами власти. Я попросил, чтобы она подождала меня встретиться, обсудить. Но когда приехал, её уже там не было. На звонки она не отвечает. Если она вам ещё раз позвонит, сообщите мне, пожалуйста. Я вам наберу. Не сомневайтесь. Спасибо. Спасибо вам. Лёша, террористы отменяются. Айгуль призналась в убийстве в разговоре с бегом аварией. Будем проверять. Они вместе работали в супермаркете. После рождения сына Айгуль там больше не появлялась. Алма уверена, что Калдара ей не изменяла. Она не верит, что Айгуль могла убить мужа. Они были хорошей парой. Но она сама призналась. Мы этого не слышали. Слышь, у моей жены была средовая депрессия. Я сутками на работе, Ванька всё время кричит. Она мне потом призналась, что не раз думала выпрыгнуть из окна. Я никогда не был дома. Лёша. Я это к тому, что Айгуль могла измениться. Она стала такой, какой подруга её не знает. Я поняла. Надо понять, откуда взялся этот белый фосфор. Тогда мы найдём убийцу. Ну, как ваши дела? Отлично. Я сразу понял, что это всё трюк. Остальные не догадались. Какой трюк? Молчу, молчу. А я тебе в отделе кулинарии ищу. Ты сказал, что нужно кое-что подвезти, но не сказал, что тебе нужен грузовик. Вероника, подожди. Простите, какой трюк? Извините, я ошибся. Извините. Это кто? Похоже, он меня узнал. Кость, мне кажется, это просто псих. Кость, зачем тебе этот цветок и вообще всё это? Чёрт. Цветок тебе, остальное спецбюро. Тогда такси подано. Пойдём? Добрый день. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Привет. Моему сыну нужна помощь. У неё высокая температура. Ч-ч-ч-ч. Простите. Полис есть? Нет, но... Без полиса и прописки не принимаем. Как же так? Алло. А я могу заплатить. Подожди минуту. Пожалуйста, позовите врача. Ты что по-русски-то не понимаешь? Привет. Видела? Гори. Котики? Да. Здравствуйте. Ты по магазину ходил? Ага. Купил кое-что для дома. Вы же цветочки выращиваете? Угу. Я люблю белый фосфор. Эх. Ну, раз ты настаиваешь... И белый, и красный фосфор используются в получении йодистоводородной и бромистоводородной кислоты. Первое – это реагенты и дезинфекторы. Второе, например, может растворять металлические минералы. А также используются при изготовлении анестезии и успокоительных. А также в нефтяном производстве. И что это нам дает? Айгуля и ее муж работали в супермаркете. Но ничего фосфоропроизводного там не было. Даже элементарных средств дезинфекции. Хотя это крупный супермаркет. Садик, ты ничего не нашел? Судя по состоянию печени, отравление шло долго. Месяца четыре минимума. Печень сдавала потихонечку. Пока однажды бам. Но я не понимаю, откуда взялся этот бам. Может, это упустили? Я уже сказала. Я не знаю, где она, клянусь. Айгуль, ты меня напугала. Куда пропала? Тебя ищут. Ома, мне больше некому пойти. Сыну плохо. Помоги. Ага. Что ты делать будешь? Я не знаю. Можно я у тебя переночаю? Жалко, как аудару. Хороший был. Давай я пока с молоденькой сижу. Сходи, умойся. Давай. Лотенце в шкафу. Ой. А что это у него с кожей? Какие-то пятнышки. Ты видела? Какие же у мужа были. Я видела неделю назад. Врачок подела? Да ходила. Проколи меня оттуда. А бег? Бег? Помог, как смог. Нельзя просто так ждать. После того, что случилось с каударом. Нет. Ты же сама сказала, что меня ищут. А если поймают, жизни же мне не будет. Он просто голодный. Корми. Я нам ужин сделаю. Я звонил тебе раз. Сто семнадцать. Я была занята. Весь день. Много дел. Слушай, хватит, а? Мы реально ругаемся за детей. Это нонсенс. Ладно. Окей. Ты пошутила. Я пошутил. Ну, ты же реально не собираешься никого усыновлять. Может быть, нет. А может быть, и да. Ну, не сейчас. Когда-нибудь потом. Но мне важно, чтобы человек рядом со мной отнесся к этому с уважением. Чтобы готов был обсудить. Я готов это обсудить. Давай обсудим. Твой планшет. Это твой. Черт. Катя. Я прекрасно понимаю этих детей. Я сама пережила, так выжила в детдоме до шести лет. Потом меня удочерили. Блин. Собираешься? Да, я пойду. Ему лучше. Куда ты пойдешь? Останься. Спасибо тебе большое. Я найду что-нибудь. Просто я не хочу тебе мешать, ведь тебе неприятности не нужны. Ночь уже. Куда тебе идти? Я ужин сделала. Ты кому-то сказала, что я здесь? У тебя сын болен. Ему помощь нужна. Ты только хуже все делаешь. О, я звоню, звоню. Ты куда собралась? Уже поздно? Вот я ей тоже говорю. Мы позаботимся о ней. Хорошо. Нашел что-нибудь? Ну да. Парнишка наш не только печенью не богат. У него еще было воспаление трахеи. Фосфор? Нет, нет. Тут что-то... Слышишь? Слышу. Тут что-то другое. Фосфор бьет по печени и по костям. По легким. Тут скорее хлор. Видимо, мне все сразу должно стать понятно. Но признаюсь, химия не складывалась. Что это нам дает? Это нам очень многое дает. Например? Например. Например, мы можем узнать место, где он нам надышался. Фосфор и хлор рядом могут находиться в супермаркетах. Но нам это не подходит, как мы уже выяснили. Еще на производствах. Шагин, что ты делаешь? Сейчас, подожди. Ну вот. Как показал эксперимент, нам нужны места выброса хлора. Подключаю Стаса. Давай. Что ищем? Мониторинг выброса хлора за неделю до смерти нашего клиента. С картой. Ушли. И все забрали. Кто-то их предупредил. Отчет готов. Представляете, подпольная фабрика по производству детских игрушек. И прямо под боком у района администрации. Представляешь, Стас? Да, дешево и небезопасно. Как для детей, так и для взрослых. Потому что для производства они использовали тактичный материал, содержащий… Флосфор, мы в курсе. Муж Айгюль подрабатывал на этой фабрике. Никаких интрижек не заводил? Нет. Заботился о семье, а в итоге… Да. Кстати… Кстати, это не первый случай. Рабочие вот сообщили, что было на фабрике как минимум два подобных отравления с летальным исходом. Да, но только в тех случаях, тела были отправлены на родину. Потому что они здесь были никому не нужны. Партию игрушек отозвали? Да, ребята этим занимаются. Да. Пришла ориентировка на эту вашу дамочку. Но я ее вспомнил, утром видел. Она была с ребенком? Ну да, с ним. Просил ее посмотреть, что-то про жар говорила. Почему ее не взяли? Почему вы ее не взяли? А вы кто? Спецбюро. Да потому что у нее полиса не было. Я не имею права. Что было с ребенком? Женщина. Через меня знаете, сколько людей проходит? Если я всех буду помнить… Если ребенок умрет, я лично доведу это дело до суда. Вы получите не условный, а настоящий срок. Я только выполняю предписание. Если я буду брать всех подряд, меня уволят. Это маленький ребенок, это не все подряды. Да, наверное, обычная простуда у него была. Господи. Вам в четырнадцатый. А Лёля уж помнишь ту погремушку, которую мы нашли на фабрике? У сына Муралиева была такая же. Ребенок тоже отравлен. Знаете, что это такое? Это документы, которые подтверждают, что вы являетесь арендатором помещения, в котором находился подпольный цех по производству игрушек. Колдар Муралиев. Помните его? Вы на днях разговаривали с его женой. Что она вам сказала? Что била своего мужа? Это очень интересно. Колдар подрабатывал у вас. Он знал, что это незаконно и небезопасно. Он хотел, чтобы у его семьи все было. И жене не сказал, куда ездит. Чтобы та не волновалась. Послушай, ты, Абай, у Муралиева есть маленький ребёнок. Колдар привёз ему с производства подарок. Вот такую погремушечку. И мы знаем, что у мальчишки появляются симптомы, как у его отца. И у нас времени считанные часы. Ты понимаешь это? Где ты их держишь? Где Айгуль с сыном? Не говорит он. Ну что, у нас 72 часа, чтобы он вспомнил, да? Хорошо. Нам придётся его отпустить. С какого перепугу? Он племянник какой-то шишки в посольстве. У нас нет против него доказательств. Ну цех-то его, подожди. Он тебе сейчас скажет, что он его пересдал. И понятия не имеет, что там происходило. А не он скажет, так его адвокат. И что? Что мы ничего не будем делать? Просто отпустим его и всё? Господин Абай, спасибо за помощь в следствии. Вы свободны. Надо было хотя бы шин ему проколоть. Мелко мыслишь, телеги. Пока Лёха его допрашивала, я подключился к навигатору. Он простенький совсем, можно взломать даже. Неважно. В общем, зато теперь мы знаем, где он был за последние сутки. И что там? Так, а там кафе на Болотном, на Ленинградском был пять раз. Там, походу, у него квартира. И... По дороге посмотрим, поделим. Перешли мне. Лёша, поехали. Ага. Здравствуйте, спецбюро. Куда? Я ничего не делала. Что вам нужно? Спокойно, спокойно. Ещё ничего не случилось. Так, дети есть? А это откуда? Подруга забыла. Подруга забыла. Айгуль? Верно. Я не знаю. Её ребёнок тяжело болен. Его нужно доставить в больницу. Ты понимаешь это, нет? Не знаю я. Если нам поможешь, мы его можем спасти. Они мне тогда не дадут здесь нормально жить. А если не скажешь, мы не дадим. Набирай. Я должна его на воду бросить. Не смогла. Ты где? Где он? Где он? Вот он. Есть. Врача. Тихо, тихо. Срочно, врача. Тихо, тихо. Детскую бригаду в приёмную. Срочно. Поехали. Поехали. Тихо. Имеете право сохранить молчание, ну и так далее. Встать. Ему же все равно минималку дадут. Если вообще что-то. Зато ребенок жив. На выход. Жень, она пришла. Я его не убивала. Мы знаем. Я сдамся, если надо. Только можно мне увидеть сына? Нет. Белая форма. Контакт был с ним непродолжительным, но опасно для малыша. Еще бы немного, но все обошлось. Бережек за голодой. Рахмет. Я не понимаю, почему Абай не попытался убить ее. Моя Гуля и так выискивалась за убийство мужа. А что она могла рассказать, что ее сына похитил уважаемые члены общины? Кто ей поверит? Абай же не убийца. Да, он все просчитал. Главное было избавиться от ребенка, как от улики. А и Гурия, и Алму. Очень легко запугать. Они зависят от своего покровителя. Страх – самое сильное оружие. Только он в одном просчитался. Материнский инстинкт сильнее любого страха. Ну, с этого ракурса он еще ничего. Ладно, Катя, я не знал, что ты, что, в общем, извини, я был неправ. Ладно, пускай живет с нами. С нами? Мы вообще-то не вместе живем. Тебе придется ко мне переехать, потому что я не собираюсь его выгуливать. Ты предлагаешь переехать к тебе? Серьезно? Ну, типа да. Не, ну ты, конечно, можешь подумать, что это слишком серьезное для меня решение, и я еще не созрел, чтобы принимать его вот так вот. Стаска! Ладно, ладно. Хорошо, бери скорее, а то мне и так стремновато немножко, если честно. И вообще у нас много работы, так что давай, помогай мне. Это все, да? Нет, там еще. Вы нужны на себе? Вы нужны на тебя разочаровать. У твоего парня из супермаркета диагностированная шизофрения. И еще, Костя, через пять часов после того, как ты встретила его в магазине, он влез на опоры моста неподалеку от британского посольства. Его пытались снять, но он упал и разбился. Что у нас? И тут у нас просто.